Глава 4. Августовские баи у Геленджика. Гулкая раскатистая стрельба беспорядочной барабанной дробью разносится по лесу. Где-то за горой, у шоссе или дальше у моря, идет бой. С горы торопливо, тревожно спускается длинная толпа зеленых. Придерживая за ремни винтовки, чтоб не колотили спину, зеленые временами срываются и скачут легко, в припрыжку, а на крутых склонах упрямо сдерживают разбег, перебирая часто ногами и врезаясь каблуками в землю. Сквозь листву вековых дубов и буков пробиваются лучи жаркого августовского солнца. Хорошо в лесу. Привольно, прохладно. А зеленые, разгоряченные быстрой ходьбой, промокли от пота, задыхаются от жары, распахивают френчи, рвут вороты гимнастерок. Впереди толпы шагает горчаков во френче. За плечом, карабин, за поясом в кабуре, наган. Рядом с ним мягко семенит в своих постелах бородатой зеленой второй группы. Он возбужденно, отрывисто говорит, беспрерывно оглядываясь в сторону горчакова. Ну, и жара будет нам. Вот и пришло. Корпус кутипово на нас погнали. Брехня. Это вам с пересыпу причудилось. Да как же, товарищ Горчаков. Со всех сторон войска лезут в горы из Новороссийска, из Катеринодора, из Туапсе, из Зеленчика. Все люди говорят. Брехня. Не нагоняй паники без толку. Кутипов под орлом, и, обернувшись к толпе, крикнул. Не отставать. Ну, как же. Ребята своими глазами приказ их не читали. Дескать, сдавайтесь все зеленые со своим штабом с командным и политическим составом. Три дня сроку, а не то, говорят, Деникин приказал. Снять с фронта наилучших 60 000 бойцов для немедленной ликвидации банд Черноморья. Держи карман шире. Птичка влетит. И по ком они стреляют? Вот. Досадливо проговорил Горчаков. Сколько вас там? Да никого почти. На фальшивом 13 донами зыбку идти собирались, чтоб шоссе запереть. Человек 12. Остальные в отлучке. Ша шатаются по гостям. Каблы. Известное дело. Дисциплина у нас какая. Вчера письмо лысогорцам написали. Да ведь они семьи охраняют. Человек 10-1-5 придет. И зато спасибо. Наверно. Пришли уже. Вчера целый день разведки кадетские по горам вокруг Зеленчика лазили. Такую стрельбу подняли. Как где завидели в кустах человека или козу? И давай по них жарить. Да ты верно говоришь, что белых здесь полторы тысячи. Еще бы неверно. Сходи за широкую щель, сам с горы увидишь. Около железного моста сбились, если уже не полезли в горы. А броневиков, грузовиков сколько? Артиллерия? Кавалерия? Постой. И он замедлил шаг. Вот тут место хорошее для засады накруче над дорогой. В молодняке спрячетесь. Обстрел хороший. Видно далеко. А ну, давай посмотрим. И, обернувшись к толпе, Горчаков поднял руку, давая знак остановиться у дороги. Они медленно, тяжело поднялись на небольшой кряж, забрались в чащу молодняка и, скрытые в нем по плечи, начали совещаться. Толпа зеленых быстро подтянулась к передним, выросла у дороги, внизу. Послышался сдержанный кашель, принялись сворачивать папиросы, закуривать. Горчаков спустился вместе с зеленым второй группы к толпе и подал ему на прощание руку. Так ты передай своим бородачам, чтобы держались. К шоссе за широкую щель пошел с первой группой Гринченко. В случае навалится на вас белые, он в тыл им ударит. А я разбросаю свою пятую в засады. Связь со мной держите. Добре, добре, откланился всем зеленым. Прощевайте, ребята, може не увидимся. Вы уж постараетесь. На вас вся надежа. Из толпы раздались ободряющие голоса. Ничего, отец, зададим им перцу. В обиду не дадим вас. Передавай привет своим. Зеленый второй группы быстро направился через гору на Мизытку. Горчаков же, оставив с собой человек сто, разослал остальных 200 партиями по 30-50 человек в засады, к шоссе, в широкую щель, к Адербеевке и за Адербеевку к Волчьим Воротам. Разослал и разведки. Приказал держать с ним связь и доносить о ходе боя. Тем временем оставшиеся с ним зеленые разбрелись по молодняку и у опушки его, чтоб видеть врага. Улеглись в цепь, а барабанная дробь выстрелов вдруг оживилась, взбудоражила горы, эхо перебрасывало звуки, как гигантские мечи, назад, лес гудел, как чугунные пластины от ударов. Зеленые из засады, отдохнув, приподнимались на колени, внимательно вслушивались, садились, закуривали, собирались в кучки и, сидя, заводили разговоры. А стрельба ведь дальше. Либо вторая с третьей расхрабрились и погнали белых, либо Гринченко ударил в тыл. А может самому Гринченко зашли в тыл. Сиди тут и гадай. Вот и отдохнули твою в корень. Две недельки посидели, и пожалуйте бриться. А мне так сдается, что белые из-за нашей пятой группы такую бучу тут подняли. Как же? Под Новороссийском не удалось им слопать нас, а тут мы в самом сердце зеленых. И Петренко близко. И шпиков сюда не загонишь. Со стороны Адербиевки внизу показались два разведчика. Они устало бежали в гору, испуганно размахивали руками, предупреждая зеленых об опасности. Подбежав к цепи, они срывающимися голосами стали звать Горчакова. Облава. Зеленые разбежались по своим местам. Из молодняка послышалось осторожное щелканье затворов. Стихли зеленые. А лес металлический гудел, чутко откликался на каждый выстрел клокотавший за горой стрельбы. Мучительное, бесконечное ожидание. Вдали из-за стволов деревьев выросла группа разведчиков белых, в защитных рубахах с винтовками в руках. Они шли цепью, осторожно, переговариваясь тихо, пристально, подозрительно вглядываясь в редкий молодняк по сторонам. Крайние из них отходили в стороны, забирались в чащу молодняка и успокоенные возвращались. За ними в отдалении показалась на дороге толпа белых. Видимо, они не ожидали встретить зеленых здесь, в глуши, и потому шли спокойно с винтовками за плечами. Разведка подошла совсем близко. Толпа белых уже была на прицеле. Идут, такие чуждые, точно не люди это, а охотничья дичь. Зеленые, скрытые в молодняке леса, лежа, напряженно ерзали, оправляли давившие бока кожаные подсумки. А сердце колотилось часто, громко и казалось, что оно своим стуком выдаст их. Белые все приближались. Зеленые лихорадочно ожидали команды Горчакова, опасаясь, что он опоздает, не сможет почему-либо во время скомандовать. Белые обнаружат их, налетят на них, и переколют штыками. Но Горчаков молчал. А за горой, в адский хор стрельбы влился раскатистый грохот уже ближе. Как будто в широкой щели, гулко строчили пулеметы, будто сыпали громадными камнями. Горчаков, побледневший, вдруг поднялся из кустов и скомандовал диким голосом. По неприятелю. Полк. Разведка белых в ужасе бросилась назад. Толпа их смешалась, и вмиг разлетелась в стороны, как брызги грязи от удара камня. Пли. И вся масса белых вросла в землю, точно их и не было. Затрещала частая стрельба, завизжали, зацокали о стволы деревьев пули, угрожающе загудел лес. Зеленые повскакивали, чтобы видеть врага и, раздувая ноздри, стреляли, истерически хохотали, кричали, изрыгая ругательство. А Горчаков вдруг выскочил из чащи вперед и, оглянувшись к цепи, горя безумными глазами, скомандовал. В атаку, вперед, ура! И вся масса зеленых, подхваченная ураганным порывом, со страшным криком, точно из земли поднялось чудовище, с оженными прыжками ринулось к врагу. Белые смешались и понеслись вниз, бросая винтовки, оставляя убитых и раненых. Сиротливыми, жалкими собачонками прижались к земле покинутые белыми пулеметы. Белые рассеялись, исчезли. Зеленые, не видя врага, и опасаясь нарваться на засаду, умеряли свой бег. Другие, увлекшиеся вперед, останавливались, медленно возвращались назад, сияя счастьем победы, весело кричали и, размахнувшись винтовками, вгоняли их штыками в землю. Стой! Теперь их иконный не догонит. Подбирай винтовки. Патроны. Гул стрельбы за горой также прекратился. Быстро вечерело. Поразительно, как быстро летит время в бою. Остывало возбуждение. Горчаков рассылал разведки, выбирал место для новой засады, укладывал зеленых в цепь, возбужденно подбадривал их. Пусть попробуют еще раз сунуться. Теперь у нас четыре пулемета прибавилось, а с ними как-то веселей. Ха! 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 А винтовок? Патрон сколько досталось нам? Лес величаво, загадочно притих. Сумрак сгущался вокруг, настораживал. Тревога давила, росла. Вдали затрещала стрельба, и разлилось по лесу столпотворение звуков. Где? Кто? Кого расстреливает? Что с другими отрядами зеленых? Может быть, их уничтожили? Какой смысл сидеть здесь, в стороне, бесцельно? Не подбирается ли сюда враг? Что покружить их? Перестрелять? Ведь он знает их место. Ночь. Звезды ласково мигают, а в лесу под шапкой листвы черн непроглядная. Зеленые притихли. Точно замерли. Изредка слышится глухое покашливание в фураж, куда из кулака вспыхнет светлячком папироса. Тихо. И снова гулкая стрельба, совсем близко, видимо, у самой Адербеевки. Шорох шагов сзади. Сдержанный говор. Шаги приближаются. Горчаков вышел навстречу. Прислушивается. Кто идет? Разрезала тишину ночи. Затрещали ветви кустов, и все стихло. Кто идет? Крикнул Горчаков громче. Ты, Горчаков? Сваи, сваи. Это я от второй группы. Тени сошлись, шепчутся. Приближаются к цепи. На силу нашел вас. Оставил на одном месте. Прихожу. Нет. Да у нас тут бой был. Разве не слыхал? А черт его разберет? Кругом стрельба. Вот еще война. Ну, что там вторая? Да что же. Вот товарища привел оттуда. Он расскажет. Послышался другой. Натреснутый голос пожилого крестьянина. Мыслимо или дело? Нас на Мизыбке 25 человек было, наших 12 до 13 лысогорцев. Когда смотрим, туча на нас вышла. Один ихний отряд пошел на фальшивый, спугнул нашу заставу и прошел берегом моря на Парасковеевку. Либо в Пшаду пойдет, либо старой дорогой на Михайловский перевал. Застава с фальшивого к нам прибежала. Только мы рассыпались на хуторе лайкозами зыбкой, белые на нас навалились. Человек 700 их. Мы постреляли немного. И давай через гору текат. Чуть в мешок нас не взяли. Ну, мы все-таки два пулемета у них сбили. Куда же бежали ваши? Перебил его нетерпеливо Горчаков. Куда же? Лысые горы защищать. На Шахан. Там такая позиция, что никто не пройдет. Гора острая, высокая, а под ней петлями дорога. Сам знаешь. А за широкой щелью, что за бой был? Туда ведь Гринченко пошел. Он или его захватили. А кто ж его знает? Разве тут разберешь? Жуткая ночь. Зеленые не спали. Разведки, рискуя нарваться на засаду белых, бродили по горам и ущельям, забирались в колючий кустарник, шатались по лесу, натыкаясь на стволы, спотыкаясь о пни, срываясь в канавы, под обрыв, изредка приглушенно прорывался стон, и замирал, точно и не было его. А стрельба вдали время от времени раздавалась то впереди, то слева. И когда забелело небо, заолел восток, начали появляться разведки. Весь следующий день шла редкая стрельба. Зеленые недоумевали, не видя больших сил белых, но и не знали, где их искать, куда идти. После полудня заклокотала стрельба справа глубоко в горах. Горчаков решил, что белые прошли старой дорогой из Просковеевки через Михайловский перевал на Лысые горы и разослал вестовых собирать из засад зеленых, чтобы идти на выручку. Но пока зеленые подтянулись, пока пришла первая группа, стрельба в горах стихла и наступила ночь. По пути набрели в потемках на какой-то огород, набросились на кукурузу и всю ее обглодали. Начали копать бурак, картофели есть сырьем. Тут же завалились спать. На заре прибежал хозяин огорода, зеленый, видит изрытое поле. Виновники тут же лежат. Ребята! Да что же вы наделали? Да что же это? Да как же я? Топчется по ногам лежащих, плачется. Командира ищет. А разве это твой? А мы и не знали. Ничего, ничего, за нами добро не пропадет. За пахоту эту с тебя ничего не возьмем. Успокоили его. Выдали ему расписку о потраве огорода в четверть десятины. Советская власть установится, заплатит. Пришли на лысые горы утром. Встречают их зеленые радостными криками, обступили толпой, заговорили все разом. Когда нас белые загаяли на мизыбке, рассказывает, захлебываясь, лысогорец, мы, бежать на лысые горы. Заняли позицию на шахане. Ждем подождем, нет никого. Пришло с наших хуторов подкрепление. Набралось нас вместе со второй группой шестьдесят человек. А у вас там стрельба все идет. Думаем, пробиваются до нас белые. Переночевали на горе. День занялся, а их все нет. Вчера в полднях наблюдатель наш доносит с сопки. Поднимается к нам с фланга колонна Кадетская. На лысые горы идут и реванской дорогой. Мы это свою цепь передвинули. Смотрим, подходит ихняя разведка. Совсем уже близко. Слышим, разговаривают. Вот придем а на лысые горы, зарастные мось сметаны, масла, брынзы, а тади. Тут наш командир поднялся во весь рост да как горкнет. По неприятелю. Полк. Пли. Эх. Как сыпнули мы в них. Разведка их. Тикать. Колонна их смешалась. Из-за бугор. Залегли. И ну. По нас жарить. Кто разбегаться. Офицеры с наганами. За ними. Такая карусель поднялась. Они орут. Мы. Тоже. Они пулемет выкатили. Ленты три выстрочили. И бросили. Командир ихний с биноклей вылез на бугор и уставился на гору. Потом. Брик. Со всех четырех ног. Кадюки. Разбегаться. Кто. На Кубань. Кто. Назад. К мягкой щели. А мы позавчера опоздали к началу боя. Прорывается голос зеленого из первой группы. Потом за широкой щелью на шоссе как подняли тарарам. Они. Кто куда. Кто через широкую щель. На Ведербеевку. Кто через Мизыпку. В зеленчик. А у них лезгин был. Привез на двуколке патроны и поставил ее под прикрытие. Так он перепугался и давай нам кричать. Не клади на мой дележан пули. Я вам патроны привез. А мы в Адербеевке кучку офицеров покалечили. Они кричат. Господа. По своим стреляете. А мы им. Брешешь. Мы в своих не стреляем. Да как вдарим. Вдарим. Несколько человек уложили. Хорошего чесу им дали. Не скоро забудут. Весь день. Всю ночь гоняли их. А проезд же это по шоссе что рассказывали. Белые взяли из Геленджика одного грузчика. Чтобы провел их на фальшивый. Там то и пути всего верст восемь шоссей. Так он пьяный напился и повел их берегом вокруг толстого мыса. Ха. 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 Дошел до маяка и сел. Дальше ходу не знаю. Они его и добром, и молитвой, а он спать укладывается. Помяли ему бока. Плюнули. И пошли байроками. Под фальшивым на своих нарвались. Перестрелялись. Долго галдела толпа. Заливалась хохотом. Потом кто-то шепнул Горчакову. Под шаханом белые много винтовок. Пулемет бросили. Подобрать бы. Потому вчера победители наши сами разбежались. Начали допытываться. Признались. Был грех. После разгрома белых под шаханом. Зеленые также хвалились подвигами. Как и сейчас. А потом. Когда остыли немного. Жуть взяла. А что, если белые с умыслом бежали, чтобы забраться на лысые горы в другом месте. Или другая облава туда подбирается, и понеслись назад. Сходили зеленые под шахан. Подобрали винтовки. Патроны. Подсчитали убитых белых. 18 человек. Раздели их. Нашли и полковника убитого, который с биноклем высовывался. Обыскали его. В полевой сумке оказался приказ, из которого узнали зеленые. Что на лысые горы шла облава в 270 чел. Что белые решили жечь. Разорять все горные хутора. Крестьян расстреливать. Семьи разгонять. Что с корнем выжечь зеленое движение. На этот раз не удалось им это. Но главная масса войск белых, незамеченная зелеными, свободно прошла по шоссе вместе с броневиками, грузовиками и артиллерией на Пшаду и дальше против отрядов Петренко. Развал отрядов Петренко. Левощельская армия Петренко готовилась к захвату Джубге и Туапсе, куда уже посланы были разведчики. В ожидании же возвращения их главштаб вместе с отрядом в 350 бойцов отправился в Шапсукскую, чтобы оттуда напасть на горячий ключ. Пришли, целую неделю разведки посылали, пока не подоспел туда полк белых. Сорвалось. Вернулась разведка из-под Туапсе. Поставалов с отрядом зеленых сдался белым, охраняет железную дорогу. Не жизнь, а масленица. Сыт. Пьяные взятки с пассажиров брать можно. А в Джубге заседает военно-полевой суд. Построен эшафот. Пытают крестьян, жен, матерей. Вешают, расстреливают. Умываются семьи зеленых слезами и кровью. Но почему такая дерзость? Такое презрение к могуществу левощельской армии. Ведь в Джубге гарнизон в сто полтораста солдат. Почему непобедимые орлы не нападают? Или они будут высиживать? Как в мае. Ждут их родные день, ждут другой, ждут две недели. А зеленые горькую думу жуют. Благодать Поставалову. Почему бы им не последовать его примеру? Семьи бы зажили спокойно. А главное, сами бы господами стали. Сыт. Пьян. Деньжищ полны карманы. Обирай поезда под охраной закона. Трудное время настало. Со всех сторон тревожные вести. А зеленые разлагаются. Поговаривают о сдаче. А Поставалове. Приходится митинговать. Говорить все о том же. Что всем слушать надоело. Белые рассылают воззвания. Убеждая сдаваться. Угрожая суровой расправой непокорным. Зеленые тоже разворачивают агитацию. Рассылают свои воззвания. Отпечатанные на машинке. Скопированные на шапирографе. До зеленых дошли сведения о сотне отборных контрразведчиков. Отправленных в горы. Одного поймали. Расстреляли. Потом захватили нескольких будто бы бежавших из тюрьмы. Разобрались. И вслед отправили. Но в джубге белые свирепствуют. Пора идти выручать семьи. Разведка пришла. Приготовились выступать. На заре 17 августа. Этот день достоин в этот знаменательный день. Но почему не гремят оркестры? Почему радостная ура не перекатывается по горам? Почему зеленые не налетели вихрем на врага? Не смяли. Не наступили ему на горло. И в позе победителя не сказали. Это он. Это он все сделал. Наш великий вождь. Товарищ хмурый. С холодком встретили. Приехали. Долгонько. Все лавры проездили. На готовом можно и работу развернуть. Что ж. Оно конечно. При воротничке манжетах, в шляпе в горах как то ни того, а все таки, раз вождь против не попрешь, веди. Но он принес невеселые вести. В Екатеринодар прибывают с фронта войска белых под командованием генерала Филимонова для борьбы с красно-зелеными. Но не разбегаться же им. Не приняв боя. Надо хоть семьи выручить. И приказ уже отдан. Выступили. Погода припаскудная. Дождь хлещет, ноги в грязи увязают. Лицо, руки мокрые, шинели набухли, а идти надо. Семьи заждались, глаза проглядели. Двигаются зеленые длинной понурой цепочкой. Посредине их начальство, чтоб опасность ни спереди, ни сзади не грозила. Петренко-то впереди. Но Петренко, отчаянный, а почему эти вожди трусит? Ну, непобедимое войско, глядя на них и не глядя на то, что до джубги еще верст 20, полыхается. Вынырнет ли из-под ног птичка или заяц поскачет от них, и шарахнулись, как пугливая лошадь, в сторону. А ведь шло их 350 на гарнизон вдвое меньший. Шли с большими остановками. В ночь под 19е августа зеленые уже приближались к джубге. Верст за 10 до нее в первой роте кто-то выстрелил из револьвера. Непобедимое, в кусты, под кручи, в ущелье. Навоюя с таким войском. Да тут сам Наполеон без штанов набегается. Казалось бы, что особенного. Ну, хлопнуло, и хлопнуло. Может, сучок обломился. Может, согрешил кто? Может, откашлялся кто? Может, и в самом деле кто подшутил. Да, наконец, может, и провокатор какой затесался. Но ведь из револьвера одной пули и всех не перебьешь. Стрелять он в зеленых не сможет. Сейчас же и обнаружится. Белым донести не успеет, а подберется цепь к джубге. Тогда пусть перебегает. Тогда белые по стрельбе догадаются, что зеленые в гости пожаловали. Раз пугают, значит, пугаться не надо. Но зеленые все-таки разбежались. Ау-ау, и куда вы, черти, разбежались. И чего вы, полосатые, испугались. Притаились орлы под кустами. Кое-как успокоились, собрались. Стали искать виновника. Да разве в такой панике его сыщешь? Решили. В цепи провокаторы. И пошли дальше. Будто их за рога тащит. Подошли к джубге. Окружили ее. Десять часов утра. Разве это дело? Зеленые в десять утра нападают. Где это водилось? Нет уж, видно не судьба. План-то разработали детальный. Подтянуться, выжидать. Петренко на дерево полез. Видит, из казарм пулеметы белые тащит. Тут сообщили ему, что провода оборваны, можно начинать. Но связь от всех частей еще не прибыла. И ждать некогда. Приказал наступать. Пятая рота доходила до маяка. Третья не могла завладеть своими ногами. Носит ее то взад, то вперед. А белым такие чудаки. Забава. Белые таким чудакам из пулемета в жару поддают. А пулеметов у белых хватает. Вообще бьют чуть не из каждого дома. Правда, самих белых мало. Да хочешь не хочешь дерись до последнего. Попробуй-ка их днем взять. Когда они на готове. Ну. Петренко видит, что его третья непобедимая в азарт вошла. По столами себя бьет по заднице. Петренко приказал отвезти ее в безопасное место. Да ей и там не сиделось. А Куброк со своей бывшей четвертой группой перестарался. Они лежали за речкой и засыпали пулями свои цепи по другую сторону джубги. Петренко на дубе сидел, в бинокль за боем наблюдал. Белые сыпнули по нем из Льюиса. Пуля не задела. А дубовым мусором от коры засыпало глаза. Свалился. Потом снова поднялся. Видит, проиграно все. Третья, непобедимая. Говорит, на сегодня довольна. Патронов нет. Мало прихватили с собой. А белые, человек 25 с Льюисом, начали заходить в тыл Петренко. Тут уж ясно стало. Ничего больше не высидишь. Отступили. Прихватив с собой двух раненых и одного убитого из роты Куброка. Видно, они-то и выдержали весь бой. Разошлись зеленые по трем направлениям. А Петренко с 25 непобедимыми орлами третьей роты и со штабом двинулся в Дефоновку доложить Хмурому о результатах боя. А вы что думаете? Хмурый будет вам размениваться на мелочи? Подвергать свою драгоценную значимость и все революционные движения на Северном Кавказе риску? Ведь кубанские подпольники почти все в тюрьме сидят. Кто же заменит новоявленного вождя, если с ним грех случится? Снова говорит Хмурый. Войска генерала Филимонова лезут в горы. Сопротивление бесполезно. Нужно идти в милую, прекрасную, гостеприимную Грузию, где цветут зимой розы, где все поет в сладостной неге. Нужно создать новый комитет. Нас осталось трое. Я, конечно, ты, Витя, и ты, Гриша. Мы можем себя выбрать, выражаясь в шутку. Комитет мы перенесем во Владикавказ. Что? Далеко? 700 верст поездом с двумя пересадками? Пустое. Было бы желание работать. Знаете, неудобно два комитета, Кубанский и наш, Краевой, держать в одном городе, а нам предстоят дела мировой важности. Петренко сиротливо осторожно спрашивает. Ну, а мы как? Я же сказал. В Грузию. Я вам напишу. Пока с вами останется Гриша. Он поднялся и твердо произнес. Завтра я ухожу. Потрудитесь приготовить проводника и вообще все, что полагается. Тряхнул длинными, откинутыми назад волосами, воротничок, манжеты поправил и вышел прогуляться, заложив руки за спину. Вести шли одна хуже другой. Пришел Петренко в левую щель, а там сообщают. В Пшаде белые. Посылает в Пшадскую шестую роту связь, оттуда доносит. Сдались вместе с командирами. Тут прискакал верхом на Кличонке жмудь. Бежал из пятой группы. Назвался начальником штаба ее. Присланным за помощью, сказал, что пятая уже два дня отбивается от белых. И, если немедленно, в сию же минуту, не помочь ей, она погибла. Сказал, и исчез. Кто такой? Что такое? Кое-кто его знал. Верно. Жмудь. Сейчас же послали Кубрака. Твои цементники храбрые. Им везде первая дорога. Иди отбивай Пшаду. Прорывайся к пятой. Может, и самим придется туда удирать. Ушел Кубрак со своей ротой. Еще страшнее стало. Придет ночь. И чудится ночь на Лысой горе. Справляют дикую. Кошачью свадьбу шакалы. Поют о гибели полки. Кишит черная бездна невидимыми змеями. Дрожит кучка повстанцев. Дерзнувшая выступать. Побеждать. Когда белые идут к Москве. Забились зеленые. В трущобу левой щели. Ждут гибели. Из Шапсукской донесения, что через Шабановский перевал идут белые с горными орудиями. Все хутора по пути жгут. Расправляются с семьями зеленых. Со всех сторон эхом перекатывались по ущельям взрывы снарядов. Трескотня пулеметов. Ружейной беспорядочной стрельбы. В Шабановке белые согнали скот на улицу. Не позволяя его кормить. Поить. И скот поднял такой жалобный рев. Что жители заметались в отчаянии. Старики сами разыскивали сыновей. Падали перед ними на колени и умоляли их сдаваться. Не выдержали зеленые. Пример поставалова. Который пассажиров обирает. Пример пшатцев. Мирно живущих по хатам. Заразой проникает в мозг. Но как сдаваться после того, что было? После боев. Стоит ли рисковать своей головой? Не для того ли есть головы командиров? Они начинали им и отвечать. А мы ни при чем. Мы темные люди. Змеей ползут разговоры. Сдаваться. Выдавать. Избегают смотреть в глаза командирам. В жертву идолу их метит. Снова поднимался ночами Петренко на гору Афипс. Как глубокой осенью. Когда бушевал Нортост. И тоска по действию. По своим терзала его. Тогда чудились ему выстрелы, взрывы снарядов. Он чутко прислушивался. Старался обмануть себя. Уверить, что фронт близок. Но теперь. Поднимался на гору. Становился лицом к северу. С тоской всматривался во мрак ночи. Вокруг ухали взрывы. Но не радовали они его. Вокруг полыхали пожарища. Угрожая. Подкатываясь все ближе. Все ближе. Видны тени бегающих в огне людей. Но это обман зрения. А пожарища все близятся. Готовые сожрать его. Сознает Петренко. Что он. Первая жертва. Которую бросит в пасть зверя. Чтобы умилостивить его. И тоска. Уже не по действию. Тоска. По жизни. По разбитым надеждам. Одиночество среди сотен товарищей. У Кубрака было 300 бойцов. Занял прекрасную позицию на горе у хутора Облига. Послал разведку на Пшаду. Та доносит. 20.000. Корпус Кутипова наступает. Зеленые поверили. Кубрак доносит. Петренко. Броневики. Артиллерия. Войска прибывают. Тот отвечает. Прими меры к отступлению. Трижды доносил Кубрак. Предупредил. Чтоб убирались из левой щели. Выступили белые. Проводники у них. Пшадские кулаки. Все тропинки. Все позиции знают. Идут ночью. Смело. Пускают красные ракеты. Прошли мимо засады зеленых. Как-то вышло. Что те не могли или не решились нападать на них. И направились белые в самое гнездо зеленых. В левую щель. Но те уж убрались оттуда. Увезли все. Что можно. И белым оставалось жечь хаты. Ковырять штыками стены. Вымещать на этих хатах всю неизлитую злобу на эту ненавистную левую щель. Отыскали неподалеку детей Петренко. Их не закололи. Их взяли заложниками в Туапсе. Чтобы отец присмирел. Растаяла левощельская армия. Ни одного боя не приняла. В Грузию. В Грузию. Сам хмурый приказывает в Грузию. Постановление. Оставаться. Горчаков. Узленко. Сокол. Все командиры за то. Что поставаться. Пошли под такую. У вас. Хозяйство. Вам семьи свои охранять надо. А мы что. Сторожами для вас будем. Вам жратвы баба принесет. У лысогорцев. Стада овец. Горы картошки. А нам что жевать. Когда зима придет. Уходить. Кричит бывший иеромонах Амвросий. Перелицованный Зелимханом в политического вождя зеленых. Он ведет предательскую игру. На обоих собраниях соглашался оставаться. А теперь мутит. В Грузию. Зима придет. С голоду подохните. Вокруг него стадом жмутся растерявшиеся. Их клянут. Над ними издеваются. Трусы. Предатели. Те тоже кричат. Возмущаются. До каких пор будем страдать. Что будем делать зимой. Крики. Галдеж. Ненависть. Готовая прорваться в рукопашной схватке. Узленко. Бородатый. До хрипоты кричит. Не ходите. Погибните дорогой. 250 верст до Грузии. А пойди по горам. 350 будет. Кто вас накормит на хребтах гор. Куда идете. Давно ли с грузинами дрались. Подождите немного. Из Ростова помощь идет. Подпольники едут. 15 красных офицеров из советской России едут. Оставаться. Кричат легионеры. Мы все горы разворочаем. 50 лет воевать будем. Не сдадимся. Горчаков тоже перекричать старается. Мы завтра же пойдем в налет. Завтра же покажем. Что мы еще живем. На Кубань пойдем. Белый хлеб. Сало. Молоко лопать будем. Чего испугались. А бывший иеромонах свое гнет. Что вы слушаете их. Они хотят додержать нас до зимы. Чтобы мы с голоду подохли. Надо уходить пока тепло. Никого, ребята. Не слушай. Пошли в Грузию. Сам хмурый приказывает. Тут загалдели уходящие. И видит Узленко. Пропадает все дело. Вскипел бешеным гневом. Хватил винтовку наперевес. И с размаху всадил штык в благочинного. Тот и обвис часто. Часто заморгал. Слезы потекли по свернутому на бок лицу. Что? Наших бить? Бей их. Коли. Легионеры. В самую гущу. Ша. Видите? Жив. Под мышкой прошел штык. Не будет мутить. В стороне же, на все согласные, решения ждут. Перешучиваются. Чечетку отбивают. Ха. Ца-ца. Ха. Ца-ца. Я на бочке сижу, да слезы капают. Никто замуж не берет, а только лапают. А Узленко опомнился и кричит. Расстреляйте меня. Но не сегодня, а потом, если будет плохо. Но я уверяю, хорошо будет. Собравшиеся уходить, заколебались. Но один зеленый, да еще партийный, остался верен хмурому. За мной. И побрел шелудивой овцой, у которой черви мозг проели. Никто за ним не последовал. Узленко вскинул винтовку, и вдогонку выстрелил. Проваливай, сволочь. Но накануне ушло 20 человек. Что ж, потерявшие веру ушли. Когда остаются сильные духом, у них прорывается энергия. Горчаков взывает. Завтра же идем в налет. На Кабардинку, на Кубань, на Сутка. Пусть думают белые, что нас не 300, а 1000, не один отряд, а 10. Развал зеленого движения и активность пятой группы. По всему Черноморью разложились отряды зеленых. Четвертая. Пролетарская, ушла в Грузию. Ее преследовали белые, и почти вся она погибла. Иванков в Шапченке, похожий на Ермолку, тоже ушел. Местные зеленые хотели его выдать белым. Немногие, дерзнувшие продолжать борьбу, потому ли, что они верили в разгром белых под орлом, или потому, что они много сгубили душ белых, или не были связаны семьями, или, наконец, настолько оценили вольницу свою, что не хотели менять ее на жизнь наемных солдат, защищающих своего врага. Забились в дебри группами по несколько человек, чтобы чужие и свои не нашли, вырыли себе норы, достали кое-какие запасы и зажили по-звериному. Начались грабежи по большим и малым дорогам без разбору. И без защитных женщин, и бедняков-крестьян. Не сдавались и зеленые горных деревушек, хуторов. Их семьи далеко запрятаны были от белых. Но и эти зеленые полезли в землянки, не решались жить по хатам. А пятое за всех начало стараться. Как горячий скакун, почуяв на себе лихого наездника, она разгулялась. Позиция у нее удобная. По одну сторону перевала, Кубань, по другую, побережье, вдоль хребта, безопасные тропы к Новороссийску. Горчаков не вождь, он не собирает, не организует массы, но он – командир. Он по-своему разрешает задачи. Не лезет в обравский мешок, тянется на Кубань, начинает борьбу с гарнизонами белых. Он берет их без выстрела. Новая тактика, никем не придуманная, выросшая из мелких, одиночных налетов. И сменили белые гнев на милость, запели сиренами. Братья, зеленоармейцы, вас обманывают комиссары, ваш штаб и все те, кто скрывает от нас нашу великую радость. Ваша мать, Россия, изстрадавшаяся и израненная зовет вас к себе. Неужели вы не откликнетесь? Кто не поддался страху, развесил уши под звуки сладких песен, и пошли сдаваться новые толпы. Провал эсеровского съезда. Но что же мы все об архипцах да о пятой, да о каких-то подпольниках. А главное историческое движение не замечаем. Воронович определенно в претензии будет, что его замалчиваем, так что исправим ошибку и бескорыстно, заодно лишь его спасибо отведем ему возможно большее место. Так вот они готовились больше трех месяцев к съезду. Кипели страсти, выбирали делегатов. Все подготовительные процедуры с предвыборными, выборными и послевыборными собраниями проделали. Наконец-то собрались. В лесу. Тайна. Никто, кроме двух-трех десятков тысяч сочинских крестьян, не знал о времени и месте съезда. Правда, бабы их еще знали, шашлычники знали, даже хотели подвезти свои предприятия, да передумали, потому что их опередила облава белых с намерением угостить съезд своим шашлыком. Подошла облава, видит, люди в исступление вошли, решила, исходя из чисто житейских наблюдений над собачьими свадьбами, что их теперь и водой не разольешь и чубинами не разлучишь. Начало брать их голыми руками. Некоторые из делегатов еще в сознании были, разбежались, чтобы продолжить Богом благословенное дело. Много ценного досталось белым. Во-первых, два члена организационного комитета. Затем, вся его переписка, из которой можно было установить все его связи. Эту переписку привезли сюда, чтобы показать делегатам, что хотя они за год борьбы и не видят плодов деятельности эсеров, ведь вся соль в эсерах, но не все можно видеть. Ушли белые, а разбежавшиеся снова сбежались, на их счастье один член архкомитета уцелел, стоя обсудили создавшееся положение, выбрали еще двух членов в архкомитет, теперь уже эта честь пала на самого Вороновича, и поручили ему вторично созвать окружной делегатский съезд. Снова загорелись страсти. Еще два месяца продолжалась деятельная подготовка к съезду. Глава пятая. Через фронт. Легенда о 15 красных офицерах, направленных из Советской России в тыл Деникина, разнеслась очень быстро. Об этом позаботились и белые через свои газеты, и подпольники. Можно судить, как тяжело было им перебираться через фронт в одинаковых костюмах с небрежно написанными документами, с деньгами донскими, советскими, николаевскими, и, наконец, с наганами. Захватили, и на месте расстреливай. Они рассчитывали рассыпаться по фронту, а переходили его все-таки почти все в одном месте. Так вела линия железной дороги. Разбились попарно. Илье и Борьке пришлось скрываться уже в советской стороне. Когда они высадились из общего вагона и сели в набитый, как кучей тряпья, безбилетными пассажирами, Илья обратил внимание на излишнюю разговорчивость трех пассажиров. Хотя в вагоне и было темно, он все-таки определил по голосам, что один из подозрительных, старый офицер, другой, молодой, и третий, интеллигентная женщина. Едут к фронту, чтобы перебраться на ту сторону. Возможно, следят за ним и Борькой. На одной из остановок в вагон влезли двое с фонарями и начали проверять документы. При свете Илья утвердился в своих догадках. Человек, проверявший документы заподозрил молодого, учинил ему здесь же допрос. Тот отвечал дурашливо, отчего весь вагон сотрясался от смеха. Казалось, молодого арестуют, но проверявшие документы ушли на ближайшие остановки, оставив его в покое. Стоянка была, как водилось, долгая. Пассажиры высыпали из вагонов, чтобы отдохнуть на травке, отдышаться чистым воздухом. Трое подозрительных пытались скрыться, но Илья, предупредивший Борьку, вместе с ним арестовал их и повел к коменданту станции. Тот, очевидно, уже приготовился к встрече белых и не хотел принимать арестованных. Илье поневоле пришлось доказывать, пока комендант не уступил. В Бахмаче они снова увидели тех же подозрительных и предпочли просто скрываться от них, чтобы не разоблачить себя окончательно перед массой пассажиров, среди которых, несомненно, было немало разведчиков белых, направлявшихся к фронту. Прибыли в Ромны. Фронт быстро подкатывался. Решили переждать. Сходили в партийный комитет за советом и помощью квартирой, чтобы остановиться на пару дней, пока фронт не перекатится дальше, на север. Но в городе, растерянность, будто никто не предвидел, что его придется покинуть. Предложили им остановиться в гостинице, они так и сделали, да во время спохватились. Где же офицеры остановятся, как не в гостинице. Начали сами искать место. Прошатались до вечера безрезультатно. Нашли было за речкой, да мост красные начали жечь. Попросился Илья к одной женщине, да она расплакалась и призналась, что и у нее сыну белых. Забрались на кладбище, хотели в будке над могилой приладиться. Красноармейцы пришли, окопы начали рыть по обрыву. Завечерело. Город замер, а они одиноко шатаются. Да не ушли ли красные? Навстречу скачет, размахивая обнаженной шашкой. Кавалерист. На шапке белая повязка. Куда бежать? Что говорить? Почему они бродят? Кем называться? Красными, белыми? Ужас сковал ноги, а идти нужно спокойно, непринужденно. На них скачет. Не тронул. Проскакал. Метнулись влево, в ров, в орешник. Засели. Перехватывают дыхание, чтобы слышать каждый шорох. Что у него на голове было? Белый или красный? Спрашивает Илья. Не знаю. Молчи. Замерли. Забыли себя. Превратились в слух и глаза. Мрак. Как черный занавес в театре. Скатился и окутал землю. Ночь. Тихо. Грянул орудийный выстрел. И забарабанил, как гигантский камень по небесной мостовой. Снаряд. Рванул воздух взрыв в центре города. И задребезжали гулка повозки. Застучали колеса по камням улиц. Другой. Третий. Четвертый. Снаряд. Как долго грохочут обозы. И откуда они взялись? Безумные крики на кладбище. Ура. Предсмертный вой. Стоны. Это штыками колют. Как мы не остались? Прошептал Илья. Молчи. Началось страшное. Родившееся в этой черноядской бездне. Снова тихо. Звонкая трель подков. Кавалерия пронеслась в город. Разведка. Звуки все глуше. Глуше. Зарычал автомобиль. Проехал мимо. Звуки глохнут. Тихо. Кончилось ли? Шорох. Вскочили. Метнулись в сторону. Замерли. Шорох стих. Ищут. Шепчет Борька. Звон. Что это? Какая сила тянет за язык этот таинственный колокол? За речкой. За мостом. Какой страшный, загадочный смысл этого звона? Три. Пять. Один. Семь. И каждый раз мучительные долгие паузы. Все стихло. Умер город. Агония кончилась. Могильный ужас. Могильный мрак и тишина. По ту сторону фронта. Что-то поет в поднебесье звонко, раскатисто, молодо. Все громче, все отчетливее. Смело мы в бой пойдем за Русь святую. Проснулись. И в один голос. Неужели мы спали? Радостное солнце над Косогором. Сверкает роса на траве, на листве. Разошлись, условившись встретиться на кладбище. Вышли переулками. Тихо, пустынно. В небе серебрится, жужжит аэроплан. Так жутко и приятно. Встретились на кладбище. Был праздник. Толпы людей проходили в разные стороны. Подозрительно было сидеть с плащами, узелками, спрятали их, а в них револьверы. Быстро освоились, даже вздремнули по очереди. Но прошла группа казаков, один из них вернулся, срубая шашкой под ногами ветви кустов и бурьяна, и ребятам почудилось, что их сейчас начнут ловить. Сорвались, и быстро прошли в орешник, а там понеслись, ломая ветви кустов. Присели, сились остановить стук сердца, прислушались, трещат ветви сзади, и снова понеслись. Вечером были далеко. Прилегли на косогоре. Внизу, сады, вдали, в предвечернем сумраке, скошенное поле. Заря тухнет. По полю тащатся быки с большими вазами хлеба. Редкие гуляющие. Как вольно дышатся. Какой чудесный вечер. Они уже в стане врага. Фронт. Страшный фронт позади. Вышли в поле. Потухла заря. Навалилась ночь. Черные. Как бездна. Идут, высоко поднимая ноги по траве, боясь споткнуться. Падают в канавы. Цепляются друг за друга. Земля опускается, словно идут в преисподнюю. Зашелестел лесок. Набрели на копны сена. Залегли спать. Проснулись. Не верится, что это явь. Расистое прохладное утро. Заря горит на востоке. Птички весело щебечут. Воля. Так легко. Так по-детски радостно. Пробежали вниз. К ручейку. Умылись. И в путь. Тяжкий путь. Фронт неожиданно повернулся. И им пришлось идти три дня вдоль фронта. На тыкаясь в каждой деревушке на отряды белых. И каждый раз выручало чутье. И крестьяне помогали. Те самые. Которые всего несколько дней назад восставали в тылу красных. Организовывались в отряды зеленых. Они узнавали наших путников с первых же слов. Невидимому. По необычной для деревни одежде. На туманные вопросы отвечали откровенно. Вправо пойдете, там белые, а если свернуть перелеском, до ложбиной к речке, никого не встретите. Везде хорошо кормили и денег не брали. Ночевать впускали в хату глухой ночью. Однажды прошли деревушку. Счастливо. Мост миновали, когда караул туда подъезжал. По улице прошли, когда еще не было патрулей, а хождение казаков уже прекратилось. Стемнело настолько, что товарищи не бросались резко в глаза. Однако наскочили на военного в бурке. Вышли за деревню, скачет погоня. И уже темно. Чуть пробежали полем, и круто свернули на окраину деревушки. Постучали в хату, их впустили. Хозяйка засветила лампу, оставив слабый огонек, чтоб через щели ставень не просвечивал сильно. Хозяйка поставила на стол чашку кислого молока, нарезала хлеба. Пока они кушали, присел за стол хозяин, старик в исподней рубахе, заспанный. Медленно, спокойно, как о далеком прошлом, рассказывает. Ждали белых. Ругали красных. Грабит, беспорядок. Вот и дождались. Красноармеец кусок хлеба стянул, и доволен, а эти с запросами. Им подавай яичницу, зажарь курицу, а нет, самого гуся. Понычи. Как-то залез кадетик в пасеку, добрался до меда, перебуравил в ульях. Пчелы набросились на него, жалит, а он нахватал сотов, запихивает их в рот и бежит. Мед по рукам, лицу течет, пчелы за ним роем летят. Раздуло ему лицо пузырями, губы толстые, кривые, глаза заплывшие. Что значит, жадность. Нет того, чтобы на блюдечке или хоть в чашке попросить. Другому мягкую перину постели да еще девок начнет искать, чтоб на твою постель уложить. А если кто грабит, так не рублишко на харчишке ищет, а золото, мануфактуру. Богатеть хочет. Хибош цедила, такого порядку нам не треба. Наелись товарищи, поблагодарили хозяев, предложили денег, уверенные, что их все равно не возьмут. Вышли. Прислушались, тихо, и скрылись в темноте. Три дня крайнего напряжения, голодовок. Так измучились, так потянуло в город. И он наконец-таки показался. Хрустальный, сказочный, высокий, гоголевский миргород. Все те же ковуны, величиной в два обхвата, дыни душистые, сладострасные, вязанки бубликов, горы фрукт. Вошли в столовую, шпик. Ушли. Разошлись, чтобы встретиться уже в Чистяково. В городе, вместе, в одинаковых костюмах, нельзя. Илья накупил колбас, хлеба, фрукт, завернул все в газету и пошел на окраину. Выбрал место в тени на скамейке, у забора и занялся восстановлением потерянного равновесия в питании, блаженно созерцая мир. Проходит два бравых кадетика в мундирчиках, заломленных фуражках. Каждому по 12 лет с натяжкой дашь. Пробежала дорогу кошка, стали, переглянулись, призадумались, затылки почесали. Потом старший тряхнул головой, снял фуражку, бросил ее по ту сторону дьявольской черты. Другой сделал то же самое. Затем оба перекрестились и храбро пошли. Подзакусил Илья, уложил в карман пальто скудные остатки, пошел узнавать о поезде. Гуляет по городу, на людей смотрит и себя показывает. До вечера далеко, спешить некуда. Придется еще верст 15 или 30 отмахать. Здесь, в Миргороде, плохие порядки, пропуска надо брать. А на что ему пропуск, жил без него, и проживет как-нибудь. На улицах, гуляние, офицеры, старые и молодые, жалкие юнкера, не дожившие еще до чести быть офицерами. Почти все в английских френчах. Проходит, гурьбой с шутками, задорным смехом украинки, уголов развиваются ленты. Прокатил на рысаке в кабриолете породистый красивый офицерик. Высмотрел одну, смущенно потупившуюся, бросил ей. Здравствуй, девчина. Весело. Празднично. На стенах, воззвание. Пишут крестьянам вразумительно, проникновенно, как поп Самвона. Посеял на земле помещика пшеничку, отдай долю ему. Посеял гречиху, гречиху отдай. И взятое по глупости мужицкое с хозяйства его, отдай. Может, ты и не брал, но все одно отдай. Где ж ему добру быть, как не у тебя. И все так просто, и ясно. Десятую, восьмую, пятую долю отдай. Это называется. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящихся. Что ж, получить не удастся, а получит, скоро сами отдадут. Бери, да отпусти душу на покаяние. Значит, скоро уйдут, мужички попросят. Ночевал Илья далеко от города, в поле. Улегся на землю, подвернув под себя стебли конопли. Завернулся в пальто, руки закинул под голову. Глубоко вдыхает чистый душистый воздух и любуется звездным бездонным небом. Он любил помечтать, окинуть землю с высоты других миров. Тогда мелочи житейские, личные страдания становятся жалкими, не стоящими внимания. Тогда выступает ярко и значительно лишь мировое, мощное, многомиллионное. Тогда открывается широкий кругозор, и он видит то, чего не мог видеть, когда погрязал в житейских мелочах. Становится гордым, дерзким, хочет большой работы, чтобы чувствовалось его участие в мощном водовороте. Вдали гулка дребезжат по сухой дороге под воды, точно гонятся или спешат вперед, предупредить, поймать. Ему немного страшно. Он одинок в этом пустынном поле. Черная тайна окутала его, и от этого еще прекрасней жизнь. Еще приятней мечтать. О чем он мечтает? О том, как взбудоражит шахты, развернет боевую работу, достигнет цели и скажет. Я говорил, если я обещаю, будет сделано. Потом. Она нет, уж не тянет его к Маринке. Его тянет к неизведанной красавице, которая зажгла бы его буйным огнем. На следующей станции задерживали, на месте расстреливали. Кого? Не его ли товарищей? Прошел до второй станции. Стемнело. Подкатил шумный эшелон добровольцев. Бурное веселье, смех, песни. Бегают. Засиделись в вагонах. Илья ждет, когда будут продавать билеты. Пассажиров меньше десятка. Появился оживленный, разговорчивый Борька. Тоже отмахал верст 30, тоже чутье работает. Начали билеты продавать. Пропусков, документов не нужно. Весело. А добровольцы поют задорно, лихо. Так громче. Музыка, игра и победу. Мы победили и враг бежит, бежит, бежит. Так за ММ, за Русь святую, веру мы грянем громкое. Ура, ура, ура. Вот вам и свободы, и народное собрание, и прочее такое. Пока что они борются за ММ, а потом, как и прежде, окажутся за царя, потому что из песни ведь слова не выкинешь. Наконец-то, в вагоне. Удобно, хорошо. Идти уже не нужно. Паровоз пыхтит, старается. Пересадка. Громадная станция. Масса эшелонов. Все те же добровольцы. Те же бравурные песни с мычанием в пикантном месте. Илья ждет внутри вокзала. Спать хочется. Плавает сонный зал перед глазами. Но вот подкатил какой-то поезд. Пронеслась длинная свита офицеров. Впереди них, маленький, в Черкесске, необыкновенно подвижный, энергичный. Не шкурали, в свите. И длинные барбосы в пиджаках. Никчемные люди. Корреспонденты. В Чистяково. Прибыли на станцию Чистякове. Никого. Борька пошел на креничку верст за 20. К матери. Илья остался дежурить. Но почему нет подпольниц? Они выехали напрямик, в сторону Курска. Должны были снять одну-две квартиры и дежурить на станции под видом торговок. Без них он беспомощен. Где остановиться? На постоялом, в номерах, все местное начальство узнает, удивиться редкому гостю. Начнутся бесконечные проверки документов. Каждому захочется выжать что-либо. Бродить по поселку, искать квартиру, он еще не знает, можно ли здесь обосновываться. Может быть из арестованных товарищей кто-либо выдал место явки, а что несколько товарищей попалось, это бесспорно. Бродить бесцельно, бабы уже начинают тревожиться, не жулик ли, останавливаются, подолгу смотрит вслед. Заглядывал несколько раз в сонную пивнушку. Посидит, потаскует и уйдет. Вечером увидел на улице товарища. Что с ним? Голова Марлии перевязана, лицо в синяках, страшно напуган, боится подойти к Илье, Васильев, самый молодой. Что делать? Разве в лес отвезти? Что поддохнул он там, в себя пришел? Здесь его оставлять нельзя. Сам попадется, и других погубит. Отвезти, заодно и с лесом познакомиться, чтобы потом, когда съедутся товарищи, не действовать в темную. Условились встретиться на окраине. Вечером вышли. Леса не тот, ни другой не видели. Спрашивать у жителей, нельзя. След останется, возможные преследователи узнают, куда направились. Ведь лес должен быть в семи верстах, не заблудится же. Пошли. Местность холмистая, горизонт небольшой. Все кажется, что вот-вот и лес будет. А его все нет и нет. Что за чертовщина? До ночи далеко ушли. Ночевали на окраине деревушки у заброшенной мельницы. Проснулись. Где же лес? Далеко-далеко синеет. Но он должен быть в семи верстах. Пошли в ту сторону. Опять в городских новеньких костюмах шатаются по деревням. Васильев немного ожил. Рассказывает. Его переход границы был очень неудачен. Он направлялся в сторону Купянска. Красные здесь наступали и прорвались до Валуик. Потом отступили и он остался. Белые арестовали его. Посадили в бронепоезд, избили наганами. Несколько раз собирались расстрелять. Но каждый раз откладывали, надеясь, что он выдаст свои секреты. Красные снова налетели, захватили бронепоезд и спасли его. Он во второй раз остался, но уже в стороне от линии железной дороги. Перешел фронт, добрался до Купянска. Там снова нарвался, снова избили, но отпустили, решив, по-видимому, что этот маленький заморенный паренек совсем не опасен. А леса все нет и нет. Все идут к тому, голубому, все уходящему от них вдаль. Устали и сголодались. И здесь бабы принимали их за жуликов, и потому приходилось обходить их. Реже просить накормить или дать воды, чтобы избежать неприятных расспросов. Вот уже и лес. Но где же тут скрываться? Узкая полоса редких деревьев, насквозь все видно. Полно людей. Стучат топоры, визжат пилы. Около, глухая станция. Ветка идет от Чистякови мимо большого, синеватого квадратного леса. Он и в самом деле около Чистякова. Пошли в направлении этого леса, замыкая свой громадный, заколдованный круг. Отошли от станции шагов на полтораста. Навстречу на линейке, под прапорщик. На поясе, на ган. Остановил лошадь. Вы куда, ребята, идете? Илья свободно ответил, назвав Чистякова. Васильев замялся. А я, в эту деревню. Зачем тебе туда? К тетке. Кто же у тебя там, тетка? Что? Да я сам оттуда. И смеется ехидно. А ну, покажите документы. Подали. Посмотрел документ Ильи. Спрашивает. Вы что, вместе идете? Да, в Чистяково встретились. Слышали, что можно службу получить. А тут глушь, неинтересно. Повертел документ. Спросил фамилию. Может быть, забыл? Вернул Илье. Принялся за Васильева. Ты откуда? Из Купянска. Чего ж ты сюда пришел? А что у тебя за повязки? Как же твоя настоящая фамилия? Васильев. Ну, садись. На станции выясним личности и отпустим под подписку. Илья держится развязно, полушутливо. Может быть, вы на меня доверитесь? Я его узнал немного. Ничего парень. Он, говорит. Потерял документы, чтобы найти работу. Купил у шахтеров. Нет, я не могу. Садись. Паренек. Тот сел. Что же делать? Наброситься. У того наган. И бесполезно. Вокруг. Люди. Станция около. Не убежишь. Только себя погубишь. Линейка тронулась. Илья бросил прощальный взгляд и побитой собакой пошел прочь. Оставил на смерть. Завел. Проклятие. Надо же было заблудиться. Набрести. Но товарищ погиб. Нужно самому опасаться. Будет погоня. Под прапорщик. Не мальчик. Раз один подозрителен, значит, и товарищ его, одетый, как двойник. Илья ускорил шаг и, едва скрылся в ложбинке, перемахнул в сторону, за полотно железной дороги, в свежевырытый глинистый ров с плоским дном, и побежал во всю силу своих ног. А бегать он мог, как скаковая лошадь. Слышит. По дороге скачут. Не ошибся. Пробежал версты две-три. Выглянул из-за насыпи. Сонная степь. Пришел на станцию. Осторожно осматривается. Теперь могут сторожить и прискакавшие с маленькой станции. Своих. Никого. Заглянул в пивнушку. Пашет. Сидит. Точно сто лет сидит. Лениво пиво пьет. Не узнает. И Илья не узнает. Тоже начал пиво пить. Сидят в разных концах комнаты. Переглядываются. Пашет вышел во двор. И Илья вышел. Зашли в флигелек. Пусто. Тут прорвалось. Никого. Никого. Лапис в лозовую Павловку к своим поехал. Сейчас арестовали Васильева. Надо же было взять его. Никуда не годится. При переходе фронта белые его избили. Чуть не расстреляли. Да красные отбили. Ему бы задержаться. Пока раны заживут. А он. Весь обвязанный. Избитый. Перепуганный. Приехал. Рассказывает Илья. Старается оправдать себя. Самолюбие страдает. Понимаешь. Нелепо. Бесполезно было нападать. И револьвера не было. Остался в рамнах на кладбище. Пришел Борька. Отправился с ним Илья лес посмотреть. Пашет остался дежурить. Подошли. Гулко разносится стрельба. Лес редкий. За двести шагов все видно. Деревья большие. Под ними. Жиденькая травка. Борька догадывается. Что Илья недоволен. Оправдывается. Черт возьми. Был же густой. Заросший. Я. По правде сказать. Сам давно в нем не был. А раньше густой был. А стрельба приближается. Что это значит. Заметили неподалеку крестьянина. Траву косит на опушке. Борька пошел к нему. Будто воды спросить. И торопливо вернулся. Скорей поднимайся. Идем. Что такое. Куда пойдем. Облава. Тут все время дезертиров ловит. Вчера. Говорит. Несколько человек убили. Но куда идти. Пойдем ко мне. Посмотришь места. Глуш. Укрываться хорошо. Отмахали верст сорок. Туда и обратно. Вернулись. Пашет пиво в стакане на свет разглядывает. Прошли в флигель. Там и лапис. Посоветовались. Борька предлагает. А знаете. Вот место хорошее. Янакиева. Вокруг. Несколько шахт. Около него. Большой завод. Городок глухой. Тихий. Но знакомые есть. Как свяжемся с рабочими. Где остановимся. Спрашивает Илья. Найдем. Долго ли познакомиться. Как оружие начнем раздавать. Так и поверит. Решено. Потеряли надежду дождаться кого-либо. Если кто и приедет, не сможет найти. Одиннадцати нет. Что с ними? Лапис просит отпустить его в Лозовую Павловку. Установить связи. Рабочий центр. Есть организации. Даже отрядишка где-то скрывается. Разрешили. Отправились в город, где нет ни души знакомых. Пашет остановился на постоялом. Борька махнул в Ханжинкова к тетке. Илья покатил в Ростов. Ростовское подполье и пьявки. Ростовское подполье металось. Как тяжело больной. Рабочие были напуганы. Неохотно помогали. А иногда и совсем отказывали. Ну. Почему бы хозяину квартиры, где спрятаны были взрывчатые вещества. Да так хорошо. Что обыск сделай. Не найдешь. Там иногда весь комитет прятался. Почему ему не потерпеть. Нет. Категорически заявляет. Уберите. Ночи не сплю. Взорвется. Все к черту полетит. Да от чего оно взорвется. Лежит. И лежит. Не трогай. Не поджигай. Не взорвется. Нет. Не могу. Избавьте. Надо перевести. Все боятся. Да и не каждому доверишь. Пришлось взяться самим. Шмидт с товарищем уложил эти взрывчатые вещества в корзинку и отвез в Нахичевань. А там слежка за квартирой была. Едва не попались. Тут-то и появляются на сцене герои толкучки. Вымогатели. Продажные душонки. Раз-другой помог подпольникам. Узнал их. И зажал в свой кулачишко. Возьмет поручение. Сделает. А потом такой счет предъявит, что жизнь опостылеет. Там он подкупил стражника. Там подпоил кого следует. Там от шпика откупился. Извозчику в три дорого заплатил. Потому что тот де свой. Или за ними гнались. Присосались пьявками к организации. Истощают ее. Губит. Тут. Предатели. Тут шпики преследуют. А этим свое. Рты разворачивают. Дай. Дай. Колбы им в глотку. Некоторые узнали больше. Чем нужно. Донкам требует их отъезда в советскую Россию. Плачутся. Жалуются. Жить не дают. Преследуют за наши старания. Из советской России деньги шлют почти без счету. А приходится иногда сидеть без них. Хорошо. Что Баку сильные рабочие организации. Иногда перехватывали у нее деньги взаймы. А то бы совсем плохо приходилось. Хоть на экспроприации иди. А это уж последнее дело. Рисковать из-за денег. Позорить организацию обвинениями в уголовщине. На это ребята не идут. И все через этих предателей. Сачка и Левченко. Этот. Безрукий. В надежных руках. Под арестом подпольников сидит. Денежную отчетность пишет. Но Сачок рыскает. Когда он прислал подпольникам вызывающую записку. Угрожая пытками Шмидту. Роберту и Анне. Вся борьба сосредоточилась на нем. Не уничтожат его. Сами погибнут. Установили за ним пщательное наблюдение. Лихач преследовал его всюду. Женщины. Помогавшие подпольникам. Торговали семечками около тех мест. Где он дежурил. Узнали. Что жена его торгует на старом базаре арбузами. И он ходит к ней ночевать туда в сопровождении шпика. Но когда решили его убить на базаре. Он три ночи не являлся туда. Как кобель. Которого собираются повесить. И они решились на последнее. Поручить одному из товарищей идти и стрелять днем. Вынули жребий. Тот, кому предстояло идти на верную гибель, отказался. Это ведь не времена эсеровских террористов. Теперь товарищи рискуют. Погибают не хуже. Но на верную смерть не идут. Зачем? Кому нужно это мученичество. Это жертва. Нужно бороться так. Чтобы всегда иметь надежду на счастливый исход. Итак. Эсеровский метод в большевистском подполье провалился. Но сейчас же поднялся товарищ, худощавый, небольшой, но крепкий с дерзким лицом, чуть тронутым оспой и обрамленным реденькой еле заметной бородкой, с задорно надернутым острым носом, поднялся и заявил. Я пойду. Это Сидорчук. Он пожелал пожертвовать собой. Когда еще не жил. Когда в нем горела вера в близкое прекрасное будущее. Это не эсеровский мрачный, всклокоченный террорист, не верящий, что он доживет до счастливых дней. Тому все равно помирать, хотя бы от собственной пули в рот. Там мрачность от несварения желудка. Здесь, веселый жизнерадостный парень. Ребята и сами были не рады затеянному. Стыдно было перед Сидорчуком, что его, своего товарища, посылают на убой, что он, самый молодой и по возрасту и по работе, показывает им пример твердости и решимости. Собрались на кладбище. Шмидт, Ольга, Сидорчук. Не передумал ли? Он решил бесповоротно. Дали ему кольт с шестью патронами, отравленными цианистым калием. Дали много денег, керенских и николаевских, чтобы мог рассчитывать на побег, на откуп, на отъезд. Дали и разных документов. Условились, что в случае ареста он назовется дезертиром Красной Армии, находившимся без средств и работы и соблазнившимся деньгами. Убийство предателя. На следующий день, 28 августа в 9 утра, собрался весь Донком на квартире по Кузнечной улице. Товарищи сидели у стен. Грустно молчали. Вошел Илья. Здесь Шмидт. И насторожился. Куда я попал? Все незнакомые лица. А-а-а, Семенов уже здесь, тоже жив. Здорово, кивнул ему. Сидорчук поднялся, развязно стал обходить товарищей и прощаться. Те молча и грустно, потупившись, подавали ему руки. На нем светло-коричневый френч, галифе, сапоги. Он казался старше, сильнее, больше. Подошел и к Илье. Подал ему руку. Тот незнаком был с ним, не знал, в чем дело, удивился. Почему это церемония? Сидорчук вышел. Илья подошел к Шмидту. Пошептался с ним. Условился о месте встречи для переговоров. И отошел к Семенову. Смущен обращенными на него выжидающими взорами полутора десятка товарищей. Тихо спрашивают. Как доехал? Благополучно? Не совсем. Егорского, еврея, на моих глазах убили. Говорят. Скажи. Кукуруза. И со смехом расстреляли. Около телеграфного столба. А я в этом месте закопал свои деньги. Меня не тронули. Пугнули. Не до денег мне было. Так что плакали двадцать тысяч. А у вас как? У нас тоже плохо. Завтра расскажу. Вчетвером начинаем работу. Ушел и Илья. Заседание продолжалось. Но мысли всех гнались за Сидорчуком. Молчали. Словно покойника проводили. Как ему помочь? Если им на улице показаться нельзя. Сачок их знает. Другие. Молодушны. Его ждет там подпольница. Чтоб указать предателя. Ждет свой лихач. Но этого мало. Его кольт может дать осечку или застопорить. И первый подвернувшийся обыватель схватит его. Он может промахнуться, упасть при бегстве. Может наскочить на офицера, стражника. Везде его ждет смерть. Куда бежишь днем? Когда улицы пестрят военными. Жаль товарища. Сколько пользы мог принести. Ему бы, в горы. Такой сорви голова не дал бы сидеть зеленым. Гарнизоны бы громил. Напрасно сгубили. Однако Сидорчук меньше их волновался. Он уже передумал за ночь сотни раз. Распрощался с жизнью и старался об этом больше не думать. Оказалось. Хорошо. Прекрасно. Идет себе. Посвистывает. Будто за покупками на базар. Временами сбивается с такта. Прорывается ужас. Разливается холодом по телу. Перекатывается под сердцем. Но он, как часовой, зорко следит за собой. Крепко под замок вгоняет свои страхи, мысли, нервы. И опять легко, весело. В чем дело? Чем смелее, тем вернее. Главное, спокойствие. Тогда глаз верен, рука не дрогнет. Ведь другие-то вокруг растеряются. Они не подготовлены. А он все тщательно обдумал. Вот где его козырь. Да он смеяться в глаза всем этим трусам будет. Никто не посмеет схватиться с ним, дерзким, бесстрашным. Проехал на трамвае до старого базара. Высадился. Отыскал подпольницу, которая должна указать ему предателя. Пошел вслед за ней. Купил вязанку бубликов. Для смеху. Чтоб показать и другим и себе свое презрение к опасности. Вязанку. Через руку. Идет. Отламывает бублики один за другим. Жует. Пошатались по толкучке. Тащится за подпольницей. Как слепой за поводырем. А сам голову задирает над толпой. Ищет, будто угадать может. Не находит. Озлобляется. Высокомерно. Брезгливо расталкивает толпу. Заглянули в ряды торговок арбузами. Жена сачка зазывает покупателей. Веселая. Ли. Висла за д. Тоже лопать хочет. На Иудина деньги богатеет. Чуть не наступил на нищего. Зарос. Как бурьяном. Растянулся по земле. Завывает. Язвы на ногах. Как товар. Выставил. Ууу. Падла. Пристрелить бы тебя. Почему их не пристреливают. Как сапных лошадей. Разве они живут. Они хуже скотины. Та хоть радуется бытию. Смысл в ее жизни есть. А эти язвы днем воют. А ночью в трущобах пьют. Выбирается из толкучки. Наступает всем на ноги. Задевает плечом. Наползли. Как тараканы. Работать. Не хотят. А жрать им давай. Каждый лохань свою разевает. На борьбу не способны. Трусливы. Так рубли из карманов простаков выдуривают. Где же он, зануда, спрятался. Надоело это возня с ним. Впился глазами. Закипел. Весь в горящих глазах. Все вокруг забыто. Он. Проклятый он. Сидит. Иуда. Чай лакает со шпиком. Так наш. Тебе. Дернул кольт. Выстрелил в упор. Сатанинской радостью просиял. Сгинь, гад. Больше не встанешь. Оглянулся опьяневший вокруг. Попробуй кто. Подступись. Размозжу. Крики. Паника. Бегут. Кто. Где. Кого убили. Кого зарезали. Бегут все. Бежит Сидорчук. Лихач. Свой. Неси. Вскочил. А сам. Сумасшедший. Кольтом вокруг себя водит. Стражники прячутся за ворота. Стреляют в небо. Офицеры из наганов в пустой след хлопают. А рысак. Эх же и молодец. Несет. Как ветер. Круто свернул. Едва не выбросил. Снова свернул. Спасен. Тычет в спину лихача. Остановись. Пешком пойду. А ты. Катись к ядреной матери. На легком катере. И хохочет. Как сатана. Спрыгнул. Пошел. Улицы глухие. Встречные. Точно слепые. Ничего не замечают. След растаял. Пришел на собрание. Уф. Ну и устал. Сбросил фуражку на стол. Развалился на стуле. Кончил. Не встанет. Тут все вскочили. Затоптались. Заговорили в один голос. Готовы обнимать его. Целовать. Руки жмут. Истерически смеются. На перебой раз спрашивают. Не понимают. Снова переспрашивают. Удивляются. Ну. И герой. Ну и молодец. А они тут страхов пережили. Переволновались за него. Уж он несколько раз повторил им. А они все переспрашивают. Недоумевают. Потом поняли. Глубоко вздохнули. Наконец-то. Занозу выдернули. Теперь можно работать. Рыжик и семья Ильи. Илья не хотел идти на квартиру дяди наугад. И рискнул пройти в мастерскую. В центр города. Вызвал его во двор. Тот удивился. Испугался. Но сейчас же подавил свой страх. Обрадовался. Понял в чем дело. Рассказал. Где лежит ключ от его квартиры. Сообщил. Что его семьи нет дома. И что он придет домой поздно вечером. Добрался Илья до квартиры. С недоумением и тревогой заметил в ней мебели своей семьи. Что там случилось. Почему здесь эти вещи. Как одежда мертвеца. Которую донашивают оставшиеся в живых. Неужели никого не осталось из семьи. Он беспокойно шагал по трем комнатушкам. Не в состоянии разгадать тайны. Переволновался. Лег спать. Уткнувшись лицом в подушку. Сон был тяжелый. Тревожный. Подсознательное ничего не подсказало ему. Проснулся. Полумрак. Снова перед глазами. Буфет. Лампа. Стол. Скатерть. Как вещи покойника. Стук в дверь. Вошел дядя. Оживленный. Со свертком газеты. Толстый. Похожий на грузина. Сидеющий. Оборванный. Вымазанный в берлии и чернила. Он был мил Илье за свое добродушие и философски веселое отношение к невзгодам жизни. И теперь он был весел, шутлив, будто не было здесь этих вещей. Выложил из свертка колбасу, хлеб. Раскупорил бутылку вина. Пригласил Илью к столу и, когда тот бросил небрежный вопрос о семье, он просто и спокойно сообщил, да ведь брата твоего уже нет, и мать, верно, в тюрьме. Илья улыбнулся недоумевающе, почему это не потрясло его, и спокойно стал слушать рассказ о трагедии его семьи. Воображение перенесло его в родную станицу, в дом отца. Вот и пришло. Случилось то, что нужно было ожидать, но почему-то не хотел верить рассудок. Противился, как нелепому, противоестественному. Когда красные подходили к станице, белые перегоняли заключенных в новочеркасскую тюрьму. Брат Ильи подговорил группу товарищей, из-за станицы, на лугу напал на конвой. Хотел освободить прежде всего Георгия. Но место было открытое, конвойных много, и они отстрелялись. Пришли красные. Брат стал у власти. Кто-то убил его. Весной же и ушли красные. Многие бежали. Бежал и отец Ильи, а мать осталась с двумя дочерьми-подростками и мальчиком. Не решилась расстаться с родным углом. Пришли белые. В первую же ночь дома цепил отряд казаков. Заколотили прикладами в дверь. Перепуганная мать открыла. На нее зверем налетел пьяный рыжик с плетью и начал стягать ее, изрыгая проклятие и ругательство. Вслед за ним ввалились, стуча прикладами и сапогами, казаки. Из соседней комнаты показалась бледная, перепуганная, наскоро одевшаяся жена дяди. А рыжик ураганом пронесся по комнатам, с грохотом швыряя мебель, разбивая плетью стекла окон, посуду. Вы чего стоите? Бейте. Да не так, а вот так. Он выхватил винтовку из рук оторопевшего казака и грохнул ею в большое зеркало. Затем размахнулся в своего покровителя, многоуважаемого господа бога, и дал ему прикладом по сапатке. Мать в ужасе бросилась к нему. Что ты делаешь, зверь? Говорите, что большевики, антихристы, а сами. Отойди, а то голову размозжу. Размахнулся прикладом в большой буфет. Тут бросилась тетка. Не бей, это мой. Тот удивленно, точно проснувшись, оглянулся. Твой, а ты кто такая? Я квартирантка, я завтра в Ростов уезжаю. Ну, говори, что твое, а остальное, громи, ребята. Увидел глядевшего из-под лобья мальчика, похожего на Илью, но черноглазого и по-детски пухленького. А-а, и братец есть, ни одного не оставлю. Вскочил, не тут снова выбросилась тетка. Загородила собой мальчика и неистово закричала. Это мой сын. Мой. Больше нет? С отцом бежали? Чуяли? Ага. Утолив свою жажду мести и устав от побоища, он свалился на стул и, глубоко дыша, пронизывая мать ненавистным взглядом, кусая усы вместе с губами, процедил. Выкладывай на стол посуду. Мать торопливо дрожащими руками начала ставить ее на стол. Он разделил посуду на две части и сказал. Твой сын, Илья, говорит. Твое, мое, а я говорю. Это. Твое, а это. Забирай. Казаки. Живо. А твое, вот, изгреб на пол оставшуюся посуду, с звоном и дребезжанием разлетевшуюся на осколки. Я твоего Илью хорошо знаю. Он был начальником в дружине. Каким там начальником, со слезами попыталась возражать мать. Пулеметным. Пулеметы таскал, людей обучал, револьверы вязанками носил. Да ведь прошлой весной вы не громили нас, а теперь что на вас поехало? Ох, господи, что я его привяжу или он послушается? Обыск. Скомандовал он казакам. Поднялся и пошел по комнатам. Казак нес за ним лампу. Забрал деньги. Нашел, что Илья мало награбил. Мать едва не проговорилась, что сама ему отдала все, что у нее было, без счету. Да ведь рыжик не поверил бы. Начал разбирать вороха завалявшихся бумаг в сундуке. Вдруг просиял, злорадно всматриваясь в карточку юного, упитанного рослого офицера, дерзко смотревшего на него. А-а-а, еще одна сохранилась. Вы, однако, умеете прятать. Г-м. А вот и он, мерзавец. Поднял он к свету карточку презрительно сощурившегося брата Ильи в солдатском. Хлопнул себя кулаком по голове и заскрипел зубами. И шаг. Двадцать лет работаю, а этого подлеца не раскусил. Поверил. А, впрочем, вся станица говорит. Первый пройдоха. Как я его не расстрелял? Как не расстрелял? Пойти разве из могилы вырыть, собакам выбросить? Мать снова бросилась к нему с плачем. Не надо. Не надо. Чем вам помешал покойник? Ага-га. Так, может, тебя к нему за компанию проводить? И он, вскочив, направил в нее револьвер. Мать задрожала. Побелела и, вдруг, вскинув голову, крикнула. Бей, Ирод, скорее конец мукам. Тот сжался, скомандовал. На сегодня довольно. Пошли, казаки. И утром, снова пьяный. Снова побои, ругань. И так было до отъезда жены дяди. Что было потом, он не знает. Слухи есть, что арестованы обе сестренки. Илья так глубоко задумался, слушая дядю, что забыл о нем, забыл о подполье, о недопитом вине и нетронутой закуске. Очнулся, спросил о любимом братишке мальчике. Где же он? Был у нас. Что-то ему не понравилось. Дикий он какой-то. Узнал, что другой дядя в Новочеркасске, сел на буфер вагона и поехал. Там же ребятишки есть, а у меня, девчата, он, видно, и стесняется. И вы не узнали, доехал он, не знаю. Да ведь тут верст сорок. Наверно, доехал. Я узнаю. Ты не беспокойся. Конечно, ехать на буфере рискованно. Да что сделаешь. Народу много было. Арест Ильи. Ложился Илья спать с тяжелым чувством. Ему приснилось что-то страшное. Он силился бежать, но не слушались ноги. Напряг все силы, рванул сковывавшие его путы, вздрогнул и проснулся. Что за сон? Почему ему так страшно было? Сон растаял, а смутная тревога холодной змеей свернулась под сердцем. Дяди уже не было. Прошатался в одиночестве. К нему все не шли от Шмидта. И часам к двенадцати снова заснул, утомленный давящей тоской. Сквозь сон ему почудилось, что дома ценили. Кто-то ломится в дверь. Стучат. Зовут его. Называют настоящим именем. Его узнали. Погиб. Просыпается. Тихо. В окне. Незнакомая девушка. Что ей от него нужно? Он отвечает, что сын дяди, за которого она его принимает, в Новочеркасске. Но она не отстает. Ругается. Держится грубовато. Да и сама с подстриженными по плечи рыжеватыми волосами. Грубоватая. На подпольницу похоже. И голос у нее трубный. Но почему называет его не по кличке? Откуда узнала имя? Назвала по кличке. Пошел к двери. Открыл. Почему вы называли по имени? Перепутала. Собирайтесь скорее на собрание. Куда? Отсюда не видно. Освежился водой. Накинул пальто, студенческую фуражку, купленную накануне. Запер квартиру. Ключ спрятал под ступеньки. Пошли. Он силится разгадать причину тоски, разгадать эту незнакомку Марию, пытается заговорить с ней о подполье, но она отвечает уклончиво, не называет места собрания. Почему не сказать? А вдруг что случится? Где он будет искать подпольников? Тащится на явку, из Нахичевани в Ростов и начинать сначала, и снова спрашивает. Куда же мы идем? Не беспокойтесь. Заведу куда следует, не вырвитесь. Как хочешь понимай. Но какая тоска. Жарко. Пить хочется. Поднялись по острым камням мостовой, свернули влево, потом вправо, снова стали подниматься. Илья шел, задумчиво опустив голову, взвешивал каждый ее поступок, снова пытался выяснить. Наконец она уступила. На девятой линии. Хватит с вас. И снова идет Илья, понурив голову, спотыкаясь, руки вверх. Что-то шикнуло, звякнуло, вскинул голову, два нога на в лоб направлены, два дула чернеют, два страшных в рабочих пиджаках. Одни худой, смуглый, с черными усами, другой, с прозеленью рыжий, с усами кота, коренастый. Поднял руки. Как ни во время. Устал, нет воли к борьбе. Но к нему кошкой подскочил рыжий, запыхавшись, начал облапывать его от шеи до пяток, дохнув в лицо запахом своей требушины. Выворачивает по очереди одиннадцать его карманов. Илья успокоил их, стараясь держаться беззаботным. Ничего нет, можете и не искать. Но рыжий не верит, развернул утробу бумажника, где были паспорты свидетельства об освобождении и от службы на три месяца по болезни. Извлек из кармана маленький горбатенький перетрусивший огрызок карандаша, платочек, начатую пачку папирос, коробочку спичек. Сложил все это на ладони, подумав, передал Илье, оставив у себя документы. Развернул между ладонями паспорт и приготовился допрашивать. Смуглый, убедившись, что Илья безоружен, тоже подошел и, соблюдая долг службы и вежливости, показал ему свою книжку с фотографией. Вы не подумайте, что мы кто-либо. Взял из рук рыжего документы и начал их рассматривать, иронически улыбаясь. Очень приятно. Пожалуйста. Да, да, бывает, нападают. Поддохнул смуглый и принялся допрашивать. Стоило ли допрашивать? Илье еще в Донбюро говорили. Лучше не попадаетесь. Лицо выдает, грубое. Этот дурацкий паспорт. Лучше никакого не иметь. После нескольких вопросов стало ясно, что провалился. Губерния указана, а уезд забыли назвать. Илья вывернулся было, сказал, что того же названия и уезд, но шпик усомнился. Губерния Гродненской, а призывался в Ростове. Почему? Выехал оттуда в детстве. Смуглый хохочет. И рыжий хохочет, дергает усами кота. Будто это не могло быть. Начали жевать паспорт. Где? Когда? Сколько жил? В каких городах и на каких улицах? А он нигде не был. Плетет. А они иронически подсказывают. Потом смуглый закончил. Вы все-таки скажите свою настоящую фамилию. Так вот же фамилия, в паспорте. Что ж, придется выяснить личность. Идемте. Неприятно. Очень неприятно. Мне и ехать нужно спешить. А эта проверка, может, дня на три затянется. Медленно стали подниматься вдоль улицы. Оба шпика идут по одну сторону. Не схватишь, не столкнешь их лбами. Очки, в карманах, в руках, ноганы. Погиб. Мысли Ильи понеслись вскачь. Как лошадь, сорвавшая у дела. Все равно смерть, нужно на улице решать. Но они идут посредине улицы. Трех шагов не отбежишь. Как всадит две пули в спину. А в контрразведке пытки, смерть. Карточки у них есть, сразу выяснит. Вспомнил, что Сидорчук вчера уходил стрелять в предателя. И еще больше встревожился. Убил или не убил, но стрелял. Шум поднял, может быть захвачен. Теперь всех шпиков взбудоражили ловить подозрительных. Иначе почему бы так, ни с того, ни с сего. О, среди бела дня, два нагана в лоб прилично одетому. В студенческой фуражке. Или кто выдал. Она. Куда она скрылась. Почему ее не задержали. А они не дают ему собраться с мыслями. Смуглый допрашивает. А рыжий сбоку пристально пронизывает взглядом. Как змеиным жалом, разгоняет мысли. Так пить хочется. Во рту пересохло. Губы сухие. Помертвевшие. У него простоватый вид, но теперь он стал казаться совсем простодушным, беспомощным, глуповатым добряком. И он это учел. Откровенно рассказывает, что приехал утром и еще нигде не остановился. С этой девушкой, о которой они спрашивают, познакомился по молодому делу на улице. Зачем приехал? А так? Купить-продать. Того сего. На что же купить? У вас денег нет. Деньги-то найдутся. Лишь бы по-хорошему. С кем вы работаете? С кем же один? Конечно. Что у меня? Предприятие какое? Да вы не шермач. Бывает? Подцепил его смуглый. Илья, будто пойманный, пробормотал смущенно. Ну, что вы? Как ваша настоящая фамилия? Прохоров. Иван Петрович. Всем стало легче. Шпикам от сознания, что они имеют дело с безопасным типом, который сам себя засыпает, и от которого, может быть, удастся поживиться. У Ильи же блеснула надежда. Остановились на углу. Ну, признавайтесь. Илья еще более откровенно начал плести чушь. А ты не большевик? Подсадил его рыжий. Ну, что вы на конине сидеть мало удовольствия. Нет, он шермач, верно, возразил смуглый. Шермач, что же вы молчите? Илья, окончательно разоблаченный, пробормотал виновата. Шермач, еще легче всем стало. Все повеселили. И охота вам? Лучше бы по-хорошему. Как же это по-хорошему? Да так, услуга за услугу. Вы меня оставите в покое, а я, вас. Ну, деньжат отвалю на Могорыч. Они начали колебаться. Отводили разговор на другую тему. Начинали совещаться. Куда вести? Вправо или наверх? Прямо в город? А Илья, повеселевший, оживленный, начал шутливо, по-приятельски, заигрывать. Да бросьте, что вы не видите, с кем имеете дело. Опытный бы и оружие имел, и сопротивляться бы стал, и документ у него был бы в порядке, и отбрехался бы, а я сразу заврался. Охота вам возиться? Мало ли таких, как я, шляется по городу? Я вам дам на угощение тысячи полторы две, и будьте здоровы. Смуглый, молодец, он начинает нравиться Илье. Где же твои деньги? У меня? Конечно. Как у тебя? Ишь ты, деньги все-таки сумел запрятать. Ну, давай. Я их и не прятал. Илья полез в боковой карман пиджака, вытащил наугад несколько донских по 250 рублей и три николаевских пятисотки. Подал Смуглому. Мало. Доставай еще. Вытащил еще несколько донских. Подал. Больше нема. Тысячи три-четыре отвалил. Самому на завод надо. Все улыбаются весело. Смуглый подает ему документ, жмет руку. Иди. Только осторожней, не попадайся. Ходит. Илья понял, что они уже о себе беспокоятся. Еще больше просиял. Поблагодарил. Подал руку улыбавшемуся рыжему и понесся назад. Солнце разливает зной. На улицах. Пустынно, сонно. Как пить хочется. Как страшно. Вспомнил, что Мария назвала девятую линию. Прошел туда. Пошатался бестолково и натолкнулся на вылезавшего через калитку Семенова. Забежал во флигель к товарищам. Словно в крепость попал. А они бурно ринулись к нему с вопросами. Окружили его. Тут-то Илья и рассказал о своем чудачестве. Которое спасло его. В Янакиево товарищи смеялись над ним. Когда он аккуратно складывал бумажки и подбирал для них папиросную коробку. Теперь же, во время ареста, шпики даже не вытаскивали эту коробку из бокового кармана, откуда она сама за себя ручалась. А денег у него было 30-0-0-0. Рассказали ему об убийстве Сачка. Переждали немного и поодиночке стали расходиться. После ареста. Мотя. Когда уже все разошлись и в комнате стало жутко, неохотно вышел. Возбуждение его остыло. Он обмяк. Распустился. Вечерело. Ему было холодно. Неловко ступал по камням. Спотыкался. Передергивало. Настороживало. Когда раздавался около лязг засова. Стук калитки. Лай собаки. Гнало его прочь. Скорей к заветной квартире. Где он спрячется от опасности. Мысль, что теперь может повториться дневное, терзала его. Лучше когда-нибудь, но не теперь. Теперь он не может, не перенесет этого напряжения. Стемнело. Вышел на главную улицу на Хичеване. Проносятся ярко освещенные трамваи. Остановка. Вспрыгнул, осмотрелся, успокоился, сел на скамейку. А вокруг веселье. Оживленные, жаждущие развлечений толпы снуют в разные стороны, кто в сад, кто в театры, кто просто гуляет. Как хорошо здесь, беззаботно, весело. Собраться бы ватагой товарищей, цветущих свежих девушек, смешаться с этой толпой. Пойти в заросший на Хичеванский сад. Улечься на траве под задорный юношеский и девичий смех. Под меланхоличные звуки гитары и тихое пение нежных романсов около нее. Желанный, волнующий, прекрасный. Но долг. Как рок. Гонит прочь от веселья в страшную тьму, где стережет смерть. Гонит к страданиям. Кровавой борьбе. Где рядом падают погибающие товарищи. Спрыгнул с трамвая. Пробежал на квартиру. Быстро нашел ее. Постучал. Его ждали. Хозяин черный, худой, длинный. Открыл. Впустил. Ходит по комнате. Молчит. Когда он, наконец, перестанет ходить. Эти размеренные скрипучие шаги мучают, как пила по нервам, как стоны раненого. Илья сидит у стола, не раздеваясь, в фуражке. Разговор глохнет. Хозяин вышел на воздух. На улицу. Сторожить. Илья ждет. Наготове. Хозяин вошел. Ему кажется, что околоподозрительные. Следят. Выследили. Ходит. Молчит. Снова вышел. Плавает желтый ужас. Однако. Нет хозяйки. Видно, ушла от греха, от зачумленного. Может, налетят. Стрелять. Убивать будут. Разгулялась тревога. Как страшные чудовища, вылезшие из преисподней. Скрипнула дверь. Точно иглами пронизала. Хозяин. Закурить. Спичку дать. Вдвоем закурили. Веселей. Уютней стало. Хозяин снова ушел. Снова прислушивается Илья к отдаленному гулу большого города. Как отверженный. Грохнула дверь. Кто это? Куда бежать? За дверь. За печь. Поздно. Некуда. С шумом. Весельем. Как свежими каплями дождя. Ворвалась жизнерадостная. Бурная. Пожилая. Сухенькая женщина с гусиным носом. Товарищ Мотя. Плюхнула на стол большой сверток. Он расквасился. И из него вывалилась колбаса. Хлеб. Ты чего посоловил? Лопай вот. Да скидай пальто. Фуражку. Что? Не очухался еще после ареста. Жарко пришлось. То-то. Счастье твое. Что откупился. Морда твоя простецкая. Не подумаешь. Что голова. Ну. Ничего. Хуже бывает. Радоваться нужно. Не каждому такое счастье выпадает. Присела за стол. Нарезала быстро хлеба. Колбасы на газету. Подвинула к Илье и продолжала. Ты будто и ученый. А дурак. Разве так одеваются? Ты погляди на себя в зеркало. Пальто штатское. Фуражка студенческая. Образина суконная. Не иначе. Как из трактира вышел. Шляпы еще хуже. За шпиона принимают. Какую тебе еще шляпу? И всплеснула руками. Может. Тебе дамскую. С цветочками. Скинь это барахло. Надень то. Что я тебе укажу. Оденься ты самым. Что ни на есть задрипанным солдатенком. Кому ты такой нужен? Да к тебе никто не подступится. Чтоб не замараться. Да тебя с первого взгляда за дурака принимать будут. И никто у тебя никогда документа не спросит. Да тебе тогда никаких документов не нужно. Замусоленную бумажку сунул в карман. Вот тебе и документ. Такой сякой. Солдат такого-то полка едет туда-то. И все. Ну. Если спросит кто. Отвечай. Что хочешь. Командира полка не знаешь. Ротного не знаешь. Никого и ничего не знаешь. Потому что с дурака и спросить нечего. Я тебя вот завтра преображу. Ты у меня. Сынок. Таким героем будешь. Что везде тебе первое место будет. Да. Ну. Что перестал есть. Ты слушай и кушай. Ты вот послушай. Как я работаю. По-твоему. Сколько мне лет. Тридцать пять. Нет. Пятьдесят. Сынок. В матери тебе гожусь. А вот когда в путь дороженьку соберусь. Умоюсь квасцами. Рожу стянет. Тогда и все семьдесят мне дашь. Надену барахло на себя и еду. Вот еду. Скажем. Из орла. Из Донбюро. Везу полмешка несчитанных денег и документов. Ты думаешь. Я боюсь. Не-не. Там вы хоть развоюетесь. Раздеритесь. А мне все нипочем. До фронта доехала. Слезла. Мешок. На плечо. Хворостинку или палочку. В руку. И пошла. Ну. Документы. Деньги в мешке прикрою от греха тряпками. Чтобы за них всякому брезгливо было взяться. Иду. Там гусей увидала. Будто своих. Теги. Теги. Пошли домой. Окаянные. Или до крестьян на поле пристала. Подмогла им поработать. А вечером с ними в деревню пошла. Одним словом. Как там не придумаешь. А перейдешь фронт. И никто тебе. Не боже мой. Другой посмеется. Спросит. Бабушка. Куда топаешь. А. Общего. Шаколик ты мой. До деревни. Шаколик. До деревни. А я даже и назвать ее не знаю как. И вот сколько езжу. Не было несчастья. Правда. Недавно случилось. Крушение было. Слыхал? Харьковский скорый разбился. Вот ужасу было. Сколько людей побило. И я ехала. Ну. Паника поднялась. Я обмерла. Мешок свой прижала. Чтоб не потерять. Вагон мой. Кувырк. И. Как видишь. Ничего. И мешок со мной. Только ушибло. Да скоро отлыгало. Так-то. Сыночек. У старухи поучиться вам нужно. Как работать. Вы и страх утерпите. А я вот и не храбрые. А ничего не боюсь. А что мне. Ну. Арестуют. Да не может этого быть. Кому нужна бабка в семьдесят лет. А у меня. Кстати. И зубов половины нет. Ну. Скажем. Арестуют. Посмотрели в мешок. Это что такое. А. Что такое приключилось с мешком. Документы. А что это за притча такая. Документы. Вы объясните старухе. Шаколики. Да сама глянешь. Всплеснешь руками. Сорок мучеников. Сгинь. Пропади. Нечистый. Согрешила. Чужой мешок в поезде стянула. Вот тебе и весь сказ. А теперь дай мне денег за потеху. Я тебе к утру такой геройский костюм принесу. Что ахнешь. Ложись отдохни. Сынок. Потерпи до завтра. Утром принесла ему узелочек. Скомандовала примерять. Долго ходила по базару. Каждую вещь подбирала. Чтобы все было прилажено. Все соответствовало. За каждую вещь по полчаса торговалась. Чтобы хозяйская копейка не уплыла в спекулянские руки. Прибегала к нехитрым базарным уловкам. Делала вид. Что вещь. Скажем. Штаны ей не нравятся. Широки больно. И она уходила. Зная. Что спекуляшка побежит за ней. Тогда она прикидывала щедро рублишко и брала вещь. Не спрашивая. Будто хозяин уж согласился. Переоделся Илья в передний. Вошел. Мотя всплеснула от восторга руками. Ну. И молодец ты в нем. Только дай я штаны подправлю. А то дюжа мотня оттопырилась. Я ее подберу сборочкой. И ладно будет. А ты сам уж потом подновишь. Будто давно носишь. Пошла Мотя за бланками документов. А Илья начал трудиться над своим костюмом. Сняв его и временно облачившись в прежнюю одежду. Долго возился в передний. Пыхтел. Громыхал печной дверкой. Скрипел кирпичами. Пришла Мотя и ужаснулась. Всплеснув. Конечно. Руками. Батюшки мои. Да ты перестарался. А Илья самодовольно улыбается. Похаживает взад и вперед. Было чем полюбоваться. На плечах погоны выведены химическим карандашей. На одном лычка отмечена. На другом. Звездочка. Фуражка на лоб сдвинута. Будто его по затылку смазали. Кокарда. Наискосок. Рубашонка тесная. Петушица. Штаны с тавром. Получил от Моти бланки воинских документов. Выбрал себе по вкусу. Написал. Что он де солдат распрана. Этакого ударного полка. Отпущен на две недели. Сам расписался за всех. Бумажку подсушил. Вывалил. Все готовы. Ходит себе именинником. Улыбается. Попробуй-ка. Подступись к нему. Арестуют. В гауптвахту отправят. А там хоть целый год держи. Ничего не выяснишь. Да кто его посмеет арестовать. У него же документ всего на две недели. Самый надежный документ. И писать их можно без счету. Печати свои. Устроил свои дела. Получил бомб. Шнуров. Капсюлей. Пироксилиновых шашек. Уложил все это. Кроме капсюлей. В мешочек из-под крупчатной муки. Переложил газетами и пошел в разволочку прямо на станцию. Там ему почет. Все от него расступаются. Билет взял без очереди. Не всегда же литера дают. К поезду прошел без очереди. Шпики. Когда мимо проходил. Смотрели. Как на пустоту. Сел в вагон первого класса на ступеньку. И покатил. Эх, и хорошо же было ехать. Поезд несется чертом. Ветер свистит. Ласкает лицо. А он полной грудью воздух вдыхает. Трепещет от счастья. Каждому кустику. Каждому домику радуется. А тут целая панорама. Неопъятный луг. Переплетенный голубыми рукавами дона. Хутора. Скатывающиеся от полотна к дону. Вдали за морем. Взбежавший на холм Таганрог. Хорошо жить. Прошла поездная бригада. Всех сгоняет с тормозов. А ему. Солдатику. Можно. У него и билет не спросили. Зря деньги затратил. Ночью. Пересадка. Сел в товарный вагон. Сумочку с бомбами. Под голову. И завалился спать. Чтобы никто не поинтересовался содержимым сумочки. И чтобы самого не беспокоили излишними проверками документов. К утру нужно быть свежим. Бодрым. И пошла работа веселая. Спокойная. И как он сам не догадался. Сколько риску. Страхов. Неудобств было. А теперь. Ездит. Как в своих поездах. На вокзалах. Ночами не слоняется. Не дразнит аппетит. От эстражников до шпиков. Теперь забрался под стол. Завернулся в шинель. Это ему Борько подарил. От германской войны осталось у него. Ветхое. Как рогожа. Так завернулся в шинель. И спит напропалую. И голодный не бывает. Теперь уж в буфет не заглядывает. На кой черт он ему нужен. Когда бабы шеренгами около станции торгуют. Купил. Скажем. Курицу. Фунта три хлеба. Примостился в тени. Скушал и сидит улыбается от блаженства. Глава шестая. Начало работы в Янакеево. Связи Илья не привез. Как начинать работу трем человеком. Не имеющим ни одного знакомого. Ни одной надежной квартиры. Во дворе постоялого. В конуре живет рабочий. Но что это за рабочий. В комнатушке. Железная кровать. На ней. Три доски. В изголовье. Кучка тряпья. На пыльном подоконнике. Кружка огрызок хлеба. Сам оборван. Замаслен. Грязный. Вид страдальческий. Забитый. Типичный спившийся босяк. Но он никогда не бывает пьян. Его питание. Кусок хлеба и бутылка молока. Уж холодно вечерами. Сентябрь. А он гнется в своем пиджачишке. Разве попытать? Труслив будто. Но выбора нет. Илья понемногу охаживает его. Но тот насторожен. Илья ведь солдат. А Пашет. Господин. Начало работы вялое. Пашет ходит по комнате. Курит. Временами останавливается. И разглядывает папиросу. Хозяйка уж приглянула его для своей дочки. Засиделась девка. Ребята воюют. А ей подавай жениха. Девка. Огонь. В телесах. В весе. И лицом не обыщу. Он. Правда. Испанов. Но обходительный. А у дочки ж приданное есть. Одна дочь у старого. Помрет он. Подворье им останется. А в подворье. Пристроечек. Надстроечек. Городушек. Два дома. Есть на что посмотреть. И в сундуках наготовлено. Хозяйка. Баба дошлая. Ей бы дипломатом быть. А не босиком по двору бегать. Первонаперво начало подкармливать Пашета. Борща принесет жирного. На троих. Таких. Как Илья. Потом жареной баранины чашку. Потом на закуску что-нибудь. А денег совсем мало берет. Подсунула дочку. Пусть та носит. Пашет. Ничего. Кушает. И Илья помогает. А иногда и Борька приезжает. Тоже помогает. Однако хозяйка выручает их. Иногда стражники на постоялый заглядывают. Проверяют приезжих. А сюда. Наверх. Никогда. Потому. Что жильцы эти. Люди самые. Что ни на есть порядочные. И беспокоить их нельзя. У Паши-то завелась она. И у Ильи завелась она. Это уже. Красавица. Светлая шатенка. Хрупкая. Изящная. Будто выточена из мрамора. Брел как-то Илья в своем шутовском одеянии на базар мимо синагоги. Около ватагами играли детишки. Толпами ходили дельцы в черных шляпах. Точно на биржу сошлись. Вдруг он почувствовал пристальный взгляд. Обернулся в сторону. Со скамьи медленно поднялась она и, не сводя с него взора, пошла к нему, как в полусне. Он завернул за угол. Она последовала за ним. Вы, Илья. Вы, Бетти. Но почему вы здесь? Вы, комиссар дивизии, были под Янакиева. И теперь, здесь, вас же узнать могут. Пойдемте куда-либо, расскажу. Встреча была очень приятна Илье. Он рассчитывал получить через нее так необходимые связи. И потом, все-таки. А надо еще красавица. Она во время отступления работала у него в подиве. В одном из городов он оставил всех женщин, кроме Маринки. Бетти после этого пережила много нужды, а в Харькове даже в обмороке падала от истощения. Осталось. Пришли белые, и она вернулась в дом отца. Теперь она, казалось, забыла про жестокость Ильи, про его оскорбительное пренебрежение к ее обаянию. Но он не пренебрегал, он не смел, потому что она была очаровательна. Привела она его в свой дом, в свою игрушечную, чистенькую, уютную комнату и принялась расспрашивать его. Вся многочисленная семья в это время отсутствовала по случаю праздника, иначе бы все до последнего малыша заинтересовались всем, что было у Ильи на сердце и под сердцем. Он мало рассказал о себе, заверил лишь, что он не изменил и намекнул, что ему нужны связи. Она, как это ни странно, сразу поверила ему. Ведь евреи – ужасные скептики. Угостила его папиросами, взяла на колени гитару и тихо аккомпанировала его словам. Когда же он умолкал и надолго, она рассказывала о своих переживаниях в Харькове. Когда с ней так бесчеловечно поступили, будто не он был виновником этого. Потом нежно, чудесно, чуть хриплым от простуды голосом капризно запевала. «Ах, как мне, миленький, хочется сказки!» И умолкала. Лишь бархатистые звуки гитары будили смутную, сладостную грусть. Илья и подумать не мог, что эти слова могли в какой-либо степени относиться к нему, огрубевшему. Поэтому не смутился, не растерялся и старался возможно больше узнать. Однако и она не особенно распространялась. Бросила вскользь, что у нее, знакомство в Таганроге, где была ставка Деникина, что она раз спросит, разузнает об интересующем его, и снова запевала под звуки гитары. «Ах, как мне, миленький, хочется сказки!» Илью начинала пощипывать, но он отгонял от себя дух гордыни и сидел, не уходил, покуривая папиросы и блаженствуя. Уже стемнело, часов пять уже высидел, пришло многочисленное празднично настроенное семейство. Бетти оставила его ужинать, он не мог отказаться и, когда усаживался в столовой, краснея за свой самовлюбленный костюм, все уже знали, что за человек Илья. На ужин были поданы традиционные субботние куры и острые кушанья. Старики выглядели привлекательными, но Илья в недоумении искал у них черты, которые могла позаимствовать Бетти. Точно роскошный цветок в огороде. Ничего общего. И это, он заметил, часто бывает в еврейских семьях. После ужина, когда со стола убрали, старики завели разговор с ним, как своим, давно знакомым, начали рассказывать нехорошие о белых, точно стараясь внушить ему доверие к себе, а она сидела против Ильи, гордая сознанием, что он – ее находка. Ушел он поздно ночью, получив от нее приглашение на завтра. Впервые он возвращался на постоялый двор пустынными улицами, вызывая к себе подозрения редких стражников. Ворота были заперты. Пришлось долго стучать. Пашет спал. Илья разбудил его и с радостью сообщил приятную новость. Есть связь. Пойдет работа. Но на следующий вечер Бетти встретила его замкнуто. Она уже не пела о том, что ей хочется сказки, отмалчивалась. Пришли старики, снова пригласили его к столу и после ужина энергично стали чистить большевиков, ругать красноармейцев, обвиняя их в вандализме. Они разбивали прикладами роскошные зеркальные комнаты, дорогую заграничную мебель, сложные, хрупкие приборы. Они разворовывали ценности, чтобы потом обменивать их на куски хлеба. Они – гунны, дикари. Илья смущенно слушал их, соглашался с ними, что это дико, но пытался защититься, уверяя их, что подобные случаи неизбежны, когда поднимаются массы, и из-за этих мелочей нельзя утверждать, что массы должны оставаться в спячке. Хорошо в этот вечер потрепали его. Даже Бетти осуждала красных, чего он никак не хотел перенести и готов был обвинить ее в предательстве. Но его простодушное смущение, его искренность подкупили их. К концу вечера старик первым сбился с Тона и снова, как и накануне, начал ругать белых. Илья догадался, что вчера, после его ухода, они спохватились, что были доверчивы к незнакомому, который мог оказаться темной личностью, и старик, как видавший виды, научил их, как нужно держаться. Илья и убедился в этот вечер, что этой семье можно вполне доверять. Попросил Бетти съездить в Таганрог. Она согласилась. Спросил ее отца, не знает ли, где можно достать оружие. Тот, конечно, знал, но обещал разузнать. Опять возвратился Илья поздно вечером. Пашет уже заподозрил, что тот влопался, но скоро поверил, что дела пошли прекрасно. Однако семья это не могла дать главное, что нужно было подпольникам. Ведь у них боевая организация, им нужны прежде всего бойцы, связи с рабочими. Опять Илья пытается использовать этого жалкого соседа рабочего, он не годится, но через него можно завязать знакомство с другими рабочими. Начал сближаться с ним, угощать, вызывать расположение к себе. Тот дичится. Тогда купил бутылку вина, заказал яичницу, пригласил его к себе вечерком, когда тот мог пройти к нему незаметно. Тот не сразу согласился. Потом пришел, испугался угощения, будто ему приготовили засаду, и хотел удирать. Наконец, присел краешком седалища на стул, ловя момент, чтобы уйти, и никак не соглашался выпить вина. Илья уже раскаивался, что связался с ним, но другого выхода не видел и решил доводить начатое до конца. Я – мобилизованный, я – небелый. Видите? В мешок одет. Чего ж вы боитесь? Или вы настолько презираете себя, что стыдитесь сесть за стол с захудалым солдатенком? Ведь вы не животные, вы – человек. Неужели у вас нет потребности хорошо кушать, жить в чистой комнате, веселиться? Вы потеряли образ человека и еще дрожите за эту жизнь. Да я бы на вашем месте или боролся, пока не добился цели или погиб, но не остался на положении забитой собаки. Рабочий подбодрился, выпил рюмку виноградного вина, сел кусочек яичницы, а Илья продолжал. Теперь миллионы поднялись, с оружием отвоевывают себе право на счастье, на человеческую жизнь, а вы – в стороне, вам довольны вашей собачьей конуры. Что ж сделаешь, что ж сделаешь, дорогой, я ж ничего не могу. Нет, вы можете. Вы знаете, кто я. Ну, вот, опять испугались, вот чудак-то еще. Вы, верно, не видели большевиков? Да стойте же. Куда бежите? Садитесь, не трусьте. Я пошутил. Ну, и труслив же. Мне ничего от вас не нужно, мне лишь нужно, чтоб вы согласились нанять себе лучшую квартиру. Там буду жить иногда я, иногда еще кто-нибудь. Хозяйку молодую вам дадим, будете жить, как в своей семье. Вот и все. Ничего ведь страшного, вы ничем не рискуете, кроме своей собачьей конуры. Итак, квартиру ищите? Ну, выпьем за знакомство. И довольно трусить. Будете искать? Я поищу. Почему не поискать? Поищу. Но зачем она мне, я уж здесь останусь. Ну, хорошо, ищите. А потом поговорим. Дня через три квартира была найдена. Целый флигель на пустом дворе. Прекрасно. Теперь нужно хозяйку в дом. Но пока что рабочий может переходить туда. А рабочий немного осмелел, ожил, может быть, потому, что подкормился на деньги, которые ему навязывал Илья, стал доверчивее к нему, переселился на свою новую квартиру, перетащив туда на спине, вечерком, чтоб люди не засмеяли, свое имущество, изломанную старинную кровотенку и три доски к ней. Снова пошел Илья к Бетте. Она привезла из Таганрога длинные списки адресов военных частей и разных учреждений в городе и, главное, сведение, что автомобильный парк В-30-40 грузовых и легковых машин готов по первому зову красных выехать из города. Рассказывала о поездке под аккомпанемент игры на гитаре, капризно запевала и обрывала. Ах, как мне, миленький, хочется сказки. Вечером пришли старики. У них, конечно, была лавочка и они в ней просиживали до темноты. Но старик на все руки мастер. Он и живописец, и фотограф, и киномеханик, и цинкограф. Может изготовлять печати. Он и слесарь. У него есть мастерская. Сам до всего дошел. Ловит момент и делает то, что нужно. Поэтому у него на столе курица и хлеб с маслом. У него два сына. Старший отступил с красными. Он изобретатель. Другой, еще подросток, учится и, конечно, работает. Сейчас он киномеханик. Все дети у него так учатся. Сами на себя зарабатывают. С детства воспитываются бороться за кусок хлеба с маслом. Потом разговор стал беспорядочным. В нем приняли участие все члены семьи. Зашла соседка. Разговорилась. Сообщила, что июзовки, несколько тысяч пленных красноармейцев, что они разбросаны по степи в одиноких казармах. Почти без присмотра. Голодают и нищенствуют. Илья едва не подскочил от радости. Ему уже совсем неинтересно было слушать рассказ о хозяйничании шкура. Вышел Илья в темноту ночи. Хозяин последовал за ним. Остановил и топотом сообщил, что у него есть маузер и винтовка с патронами. Но тот был без шинели. На виду нести винтовку подозрительно. И потому они условились, что Илья получит сейчас маузер, а за винтовкой зайдет в шинели в другой вечер. Подкрались на носках к глинистые гаражи, и хозяин принялся тихо отламывать сверху слепухи кизяка и глины. Потом что-то шепнул Илье и провел его снова к себе в дом. Там развернул сильно промасленную тряпку и подал Илье новенький блестящий от масла маузер и обойму с патронами. Тот проверил, зарядил револьвер, спросил, сколько за него нужно заплатить, не решаясь прятать драгоценность в карман и настораживаясь, не запросит ли хозяин очень дорого. Но тот уклончиво сказал, что он купил его для себя, для старшего сына. Чему Илья не поверил, что он денег не запрашивает, пусть, себе, берет его Илья, а потом заодно рассчитается, сколько даст, только и даст. Илья все-таки не удовлетворился, но чувствовал, что дальнейшие разговоры о цене излишни. Поблагодарил, уложил револьвер в карман, еще раз от всей души поблагодарил и ушел, провожаемый хозяином до самой калитки. Пленные. Дуня. На другой день Илья выехал в Юзовку. Маузер, кстати, солдат иметь может, высадился на разрушенный, почерневший станции, отправился пешком в город за несколько верст. По сторонам выселись трубы заводов, черные горы породы у шахт. Движение там не было видно, словно все вымерло. Лишь по дорогам рысцой проезжали на тачанках крестьяне. Илье чудились в этих простодушных хохлах бывшие махновцы. Скоро начали встречаться одинокие, унылые, оборванные, босые пленные, они останавливали подводы и просили подачки. Пройдя версты три, он нашел то, о чем мечтал, казарму пленных. Зачем искать шахтеров, не имея уверенности, что они пойдут в отряд, покинут свои семьи, свою хоть кое-как налаженную жизнь. Вот, готовый отряд. Терять им нечего. Семей нет. Голод их озлобил против белых, должен побуждать бороться за свою жизнь, за скорый приход красных. Около казармы шатаются пленные. Свернул к ним, попросил воды, вошел внутрь. Грязный каменный сарай. Напился. Спросил. Почему не видно стражников? Ему ответили, что те, и городе, все трое. Как? Удивился Илья. Вас охраняют трое? Сколько же вас? Двести человек. А куда нам бежать? Все равно ж переловит. Документов у нас нет. Скрываться негде. Через фронт не перейдешь. Пленные сбежались. Обступили Илью. Жадно слушают. А он рискнул действовать в открытую. Хотите в отряд? Оружие дадим. Красную армию создавать будем. Все закричали. Радостно засверкали глаза. Все пойдем. Скорей выручайте. В Юзовке знакомые есть? Нет. Жаль. А сколько там пленных? Да тут везде пленные. И в Юзовке много. Тысяч пять наберется. Илья, радостный, размечтавшийся о близости цели, распрощался и пошел дальше. Не доходя Юзовке, под обрывом, подошел к отдыхавшему пленному. Поздоровался. Присел. Начал заговаривать. Узнал, что тот из Юзовки, и приступил к делу. Я, большевик. Пленный испуганно вскинул глаза. Потом просиял и наивно спросил. Правда? А вы думаете, большевики только по ту сторону фронта? Большевики везде, где рабочие. Мне нужно связаться с пленными в Юзовке. Хотите работать? Есть среди вас разбитные ребята, может быть командиры, комиссары? Не знаю. Может и есть. Да скрывают, боятся. Едва ли. Ну, все-таки. Смелые парни есть? Как же, есть. Так вот что. Я иду в Юзовку. Встретимся вечером. Где будете ждать? Тот подумал, назначил место. В Юзовке Илья обошел город, посмотрел на египетскую работу пленных. Они стояли на громадной горе, перегоревшей на залу породы, возились с вагонетками, переворачивали их, разгребали породу. Но это, не многие счастливцы, а тысячи погребены глубоко под этим тяжелым каменным городом. Вечером, когда стемнело, Илья осторожно прошел несколько раз вдали условленного места. Кроме двух пленных, никого не видел, подошел к ним, таинственно заговорил. И эта таинственность сблизила, сроднила их, спрятанных в темноте, и они быстро договорились. Но не было места, где можно было назначить свидание в дальнейшем. Пришлось условиться, чтобы от пленных выходил кто-либо ежедневно вечером на это место и высматривал на близстоящем телефонном столбе знак К. Если он появится, поставить рядом знака и когда стемнеет, выйти к этому месту на прогулку. Эти знаки нетрудно запомнить. Красная армия. Незнакомец спросит Иванова. Нужно ответить, что он на работе. Вернувшись в Янакиево, Илья направил сюда Борьку поискать связи и квартиру для явок и встреч с пленными. Сам же вечером отправился к Бетте и к большому огорчению застал ее больной в постели. Получил винтовку и печать от старика, дал ему немного денег, старик большего и не просил, чего Илья никак не ожидал. Распрощался, поблагодарил и почти прекратил посещение. Винтовку отнес на квартиру рабочего. Страшно было идти с ней. Улика гибельная, а стрелять из нее нельзя, вся проржавела. Маузер же отдал Борьке. Тому очень понравился, да и нужен был в дороге. Рабочий уже не трусил и спокойно наблюдал, как Илья отбивал у него кусок хлеба, слесарным делом занимался. Вытолкнув затвор с помощью молотка, он разобрал его и начал счищать ржавчину кирпичом. Затем прошуровал ствол, промыл части керосином, вымазал салом, собрал винтовку, начал щелкать затвором, патроны выпрыгивали кузнечиками, и стало сразу весело и спокойно. А через пару дней приехал помолодевший, похудевший, жизнерадостный, решительный Борька вместе с энергичной крупной мужественной блондинкой и представил. Жена. Вот вам и хозяйка в дом. Илья принял эту новость внешне спокойно, но заподозрил в этом признаки разложения дисциплины. Факт налицо. А этот факт, немало не смущаясь, принялся размашисто наводить порядок в своем новоселье, ужасаясь грязи, которая накопилась на тарелках, кастрюле и ложках, приобретенных совсем недавно. Она сбегала за водой, чем воспользовался Илья и приступил было с тонким ехидством выспрашивать Борьку о своих достижениях в Юзовке, но она уже влетела ветром, начала греметь посудой, ложками и Илье поневоле пришлось сменить тон на добродушный. Борька однако нисколько не смущался, будто забыл о Маринке, которую разлучил с Ильей, и начал выкладывать. Какие же достижения? Сотрудницу привлек для работы, у нас же ни одной женщины. Пленных на условном месте не видел, их теперь никуда не пускают, только в строй уводят, видно, пронюхали белые. Да что, пленные, с ними связаться плевое дело, оружие нужно, действовать нужно, не двигается работа. Что ж ты посоветуешь? Недовольно спросил Илья, так как Борька говорил то, что мучило его самого. Нужно напасть на какой-либо склад, караул, и достать оружие. С кем напасть? Втроем? Борька пробовал путанно доказывать, что нужна решительность, что смелость города берет и прочее такое, но эти бесплодные разговоры только раздражали Илью. Рахетичный зародыш организации не развивался, несмотря на благоприятные перспективы. Погибло несколько человек местных работников, и нет корней для связи с массой. Нет и ядра. Если бы хоть человек 7-10 для начала. Хоть безоружных оружие, пустое оружие шутя достанут. Но нет этих людей. А эта двухдневная жена Борьки, пока сготовила им обед, успела показать себя со всех сторон. Илья уже привык к ней и решил, что девка огонь, работать будет хорошо, и сменил свой натянутый мирный тон в разговоре с Борькой на открыто добродушный. Борька это почувствовал и, когда они пообедали, предложил ему пойти к Пашиту на постоялый двор, и дорогой рассказал ему о своей женитьбе. Приехал я в Юзовку вечером. Куда идти? В гостиницу не хотел, я и пошел по городу. Встретил ее. Прямо за живое хватило. Я ей, слово, она мне, два. Я ей, слово, она, два. Прогулялись часок, и совсем освоились. Где бы, говорю, мне квартиру найти? Да у нас, говорит, можно. Только сегодня никого нет. Вы можете пока остановиться, а потом договоритесь. Пришли мы в дом, она лампу засветила. Вокруг. Полумрак. Тихо. И вдвоем. Наедине. Понимаешь? Она это начала раздеваться. То есть сняла свой жакет, шарфа у меня огонь полыхает, дрожь меня забирает, все около нее увиваюсь. Это ж черт, а не девка. Она захватила меня всего я никогда еще так не любил. И, разгораясь от воспоминаний, он все прибавлял шаг и бросал уже отрывистые фразы, задыхаясь от быстрой ходьбы. Через нее можно связаться с пленными. У нее можно устроить явку. Но ее все-таки нужно узнать. Я и взял ее сюда на испытание. И если не подойдет, откажешься? Попался? Так уж не оправдывайся. Сойдет. Пришли к Пашиту. Письмо от Лаписа. Все зовет в свою захудалую лозовую Павловку. С каждым письмом у него все больше разрастается организация, все больше вокруг дезертира вскрывается. Вот-вот свяжется с активным отрядом. А поэтому нужно денег и оружие. Как его проверишь, если у него все неопределенно. Ехать уж тогда, когда здесь провалится работа. Здесь перспективы куда богаче. Пусть расширяет связи. Пригодятся. А работы все-таки нет. Борька горячится. Пашет отмалчивается. Илья верит. Если бы несколько человек. Какие прекрасные условия. Ни облав, ни патрулей, ни шпиков не видно. Хаживают в столовку. Хозяин армянин угощает их яичницей с помидорами. Понравилось. С пивом хорошо идет. Однажды Илья заходит. Борька и пашет на веселье. Борька сантиментально к нему. Эх. А Илья уж перебил его. Заговорил о другом. Понял, что у них закрались сомнения в смысле их работы. Илья предлагает. Нужно выяснить, где можно напасть на караул. Пост. Склад. Чтобы захватить оружие. Телеграфный аппарат нужно. Железнодорожный лом. Советует пашет. В глухом месте в линию включился. Узнал. Что идет товарный поезд или эшелон. Рельсы своротил. И поезд под откос. Снова мотаются. Пашет. За резидента. Илья. В разведку. Борька. За ломом. Дуня. Это жена Борьки. В район Юзовки. Изъездили. Исходили весь этот уголок Донбасса. Много сведений собрали. Там. Склад взрывчатых веществ. Там. Вагон с оружием в тупике. Там. Эшелон стоит. А толку из этого. Эшелон их ждать не будет. Вагон. Тоже. С винтовкой и маузером на склад не нападешь. А нападешь. Втроем не увезешь ничего с собой. Нет оружия. Никого не привлечешь в свое ядро. На колу висит мочало. Начинай сначала. Но рабочий. Почему он не знакомит ни с кем. Оказывается. Не водил знакомств. И не здешний он. А теперь никак не выберет подходящих. Ведь нужно одиноких. Чтоб обязательно согласились. А то ему расскажешь. Он откажется. Останется в стороне. А знать об организации будет. Рискованно. Все боевые ребята ушли с красными. Остались хулиганистые. Может быть. Старые трусят. А не проверишь. А деньги все тают. Достать. Негде. Эксы. Не по душе. В Ростове просить. Стыдно. Махновщина. На Украине снова махно. Видно. Мамонтов своим рейдом по глубоким тылам красных загадил его лавры и он решил дать ему 20 очков вперед. Прервал свой сердечный союз с Петлюрой. И понесся по тылам Деникина. Когда Мамонтов возвращался на Дон. Отяжелевший от награбленного. Опьяненный успехом и измученный почти сорокодневным переходом через Тамбов, Козлов, Елец, Косторную, Воронеж. Как было не взбеситься махно, если белые газеты вопили об обозе Мамонтова на 60 верст из дуру разбалтывали его историческую телеграмму на Дон. Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки. Донской казне 60 миллионов рублей. На украшение церквей. Дорогие иконы и церковную утварь. Донцы, можно сказать, уже спеклись. Навоевались. Каждого потянуло улизнуть в тыл. Припрятать добро. Сберечь свою геройскую головушку для жизни в почете и сытой праздности. Донцы устали от рейда. Из 7 тысяч отряда Мамонтова 5 тысяч лихачей развозят родным подарки. Махно подрясник свой сбросил. Бутылку об пол. Рукава засучил. Начинай, братва. Он будет жить в тылу врага, как дома, будет веселиться, кутить. Грабить будет, и не отяжелеет. Вначале пролетело. Махно орудует. Бабы-спекулянтки подняли панику по всему тылу Деникина. Заметались, стараясь в отчаянии съездить еще раз, еще подработать. В те времена бабы били буржуи в конкуренции. Миллионы баб, покинутых мужьями, сыновьями, отцами, ушедшими в армию, миллионы семей их хотели кушать. Бабы пускались в коммерческие предприятия, входили в азарт. Раз с мешком съездишь, привезешь мучицы, сахару, сало. Продашь, мешок денег соберешь, аж дух захватывает. Бабы виснут на подножках, буферах, седлают цистерны, ездят на товарных поездах, подкупая сговорчивых кондукторов. И вот в этот муравейник пустил стрелу Махно. Вся Украина заметалась. А Махно еще не видно. Началось с мелких налетов на станции. Там банда в десяток человек заскочила, ограбила пассажиров, перебила двух-трех офицеров, и скрылась. Там человек пять на тачанках подкатили к станции, разогнали прислугу, оборвали провода, деньги забрали, и уехали. Там рельсы разобрали, чуть поезд не пошел под откос. Мелкие банды в пять-десять-двадцать человек, как комары, жалят, их все больше и больше, группы крупнеют. Махно только выскочил. Он исчезает и вновь появляется за сотню верст. Напал на Умань. Исчез. Вынырнул в Кременчуге. Затем, в Полтаве, Константинограде, под Кривым Рогом, Махно вездесущ. Так кажется. У Махно, сильное ядро в несколько сот конных и несколько сот пехоты, ездящей на тачанках. Средина Украины, его база, его резервы. Везде орудуют мелкие шайки крестьян, живя у себя дома, а Махно с ядром гуляет. Примчался, дал клич, и оброс, как бородищей, местными крестьянами. Разгромил белых, лошадей у крестьян обменял, награбленные им роздал, и понесся. Занял Александровск, отрезал Крым от фронта. Здесь у него родные места, отсюда он, как иглами, шпигует врага, глубоко вонзаясь в его тело. Занял Бердянск, Мариуполь идет к Таганрогу. Ставка Деникина живет, как бродячий цирк. Сегодня играем, завтра уезжаем. Украина парализована. Поезда один за другим отменяются. Буржуи за сотни верст просыпаются ночами в холодном поту, срываются в одном белье, прыгают через окна, бегут, голосят по улицам. Караул. Спасите. Жесток Махно. Кровожадин. Но сколько же у него войск? Тысяча, десять, сто тысяч. Сколько войск нужно, чтобы захватить Украину? Бабы дают точную справку. Сорок ноль ноль ноль. Так и понеслось по Украине. Сорок ноль ноль ноль. Деникин не может работать, если ему не обеспечить спокойной обстановки. Вызывает генерала Слащева из Крыма. Чтобы я больше не слышал имени Махно. Бросили корпус Слащева. Конный корпус Шкура. Чуть не все запасные части добровольческой армии. Шкура не успел еще высадиться из составов, а уж половина корпуса сгинула. Бабы, вместо телеграфа. Войск на Махно нагнали. Войск-то нагнали. Только он составы их. Под откос. Под откос. Тянутся войска. Захватывают Махно в кольцо. Сжали. Ну. Конец Махно. Трещат его косточки. И как ударит. Друг друга по лбу. Где же Махно? Да его тут и не было. За ним гоняют. Добить хотят. А он отступил к Екатеринославу. И оттуда начал вести большую войну. Приезд в Янакиево Ольге. А подпольники в Янакиево разрываются. Да дела не видно. Дуня. Молодец. В Юзовке завязала связи. Да ребята там не боевые. Мещане. Борька нашел лом. А привезти ему нельзя. Он одет интеллигентом. Съездил Илья. Привез. Теперь телеграфный аппарат нужно искать. Врывается однажды Илья с шумом. Опашет ему. ТСС. На кровати спит женщина. Пашет поясняет. Ольга. Приехала из Ростова. Три часа спит. Не отоспится. Накормил ее борщом до бараниной. Говорит. Никогда в Ростове так аппетитно не ела. Только хозяйка ревнует. Думает. Жена приехала. Как бы беды не нажить на свою головушку, и захохотал тихо, утробой, чтоб не разбудить дорогого гостя. А дорогой гость потянулся во всю кровать. Дорогой гость. Смуглый, черноглазый поднялся, шагнул к Илье. Здорово. Голос трубный, боевой. Ну, и житье у вас тут, и села, позевывая, к столу. Илья принялся доказывать преимущество работы в глуши, в рабочих центрах перед Ростовом. Я об этом давно говорил. Вы бегаете от шпиков, работать не можете, а тут стражники пьянствуют, вокруг, десятки тысяч рабочих. Вашу бы силу сюда, а то мы с места не сдвинемся. Вы лучше поезжайте на Кавказ. Там уже все готовы. Только приди и командуй. Донкам предлагает вам перенести организацию в горы. Зеленых 20-0-0-0. Чеканит свою монету. В горах развивается красный флаг. В Новороссийске, на берегу, полтора ста орудий, наши. В порту, две канонерки, наши. Пароход взорвали. Но нет руководителей. Донкам уже послал Сидорчука и Семенова. Очередь за вами. Илья сомневается. Двадцать тысяч, а не слышно. У Махно, несколько тысяч, а перед ним вся белая Украина дрожит. Монету чеканит. Что они, фальшивомонетчики. Не в состоянии отбить денег у белых. Двадцать тысяч, республика, а командиров нет. Орудия. Канонерки, у нас этого добра не меньше, да в руки не дается. Он достал карту, развернул ее и стал водить по ней пальцем. Уголок, окраина. Никакого стратегического значения. Я понимаю еще. Около узла. Под армавиром. Например. Там действуешь по всем направлениям. Везде рвешь железные дороги. Да ведь вы там можете сорганизоваться и переброситься куда угодно. Хоть сюда. К шахтам. Ну, это не так легко. Не всякий пойдет в незнакомую местность. Но я все-таки подумаю. Главное. Там есть с кем начинать. Конечно. Зеленых там не двадцать тысяч. А несколько сот дезертиров. Которые воевать не хотят. Мы отступали под Орел мимо лесов. Слухи носились. Что под Валуйками. Под старым осколом. Под Брянском тысячи. Десятки тысяч зеленых. А ничего. Молчат. Так я подумаю и через две недели дам ответ. У нас прекрасные перспективы. Жаль бросать. Договорились. Ольга рассказала новости ростовского подполья. Уже трех провокаторов убрали. Сидорчук с ними расправляется. Ужасно отчаянный. Арестованные в мае. Двадцать три человека. Все еще сидят. Видно. Не знают белые. Что с ними делать. Ребятишки. Лиля. У нее сестренка все пела о Чиплинке. Который жить хочет. Она убита. Ее застрелил через окно часовой. Георгий по тюрьмам шатается. Уехала Ольга. Если бы она знала. Сообщила им. Что Новороссийск. Главная база белых. Да они бы с места в карьер понеслись туда. Зелень под Новороссийском. А там буйной зарослью расцветала жизнь. Не похожая на жизнь других уголков нищей. Голодной России. Океанские пароходы. Празднично пестро разнаряженные. Чистые. Точно в белоснежных воротничках и манжетах вырастают из веселой лазоревой дали. Как мираж. Несут по изумрудной глади моря щедрые подарки. Необычные эти подарки. Как в средние века корабли возили дикарям стеклянные бусы и спирт и обменивали их на золото и жемчуг. Так теперь пароходы приводили новым дикарям оставшиеся от войны снаряды и танки и обменивали их на золотое зерно, на обязательство будущих благ. А чтобы крепче приручить этих дикарей, привозили и объедки с барского стола. Но как же и обильны были эти объедки. Все, что нужно человеку. Одежда, белье, шоколад, сахар, сигары. Завален богатствами Новороссийск. Что с ними делать? Как им счет дать? Как уберечь от жаждущих поживиться добром? Они саранчей летят со всего края. И расплываются богатства. Так легко все достается, так много всего, что люди ожили, помолодели, плавают в облаках мечты, как дикари от спирта, от бус. Мечты не опьетные, а в зубах – черствый сухарь. Кому что перепадает. Но за Чубатой горой, над красавцем заводом, гордо вскинувшим в небо стройные трубы, заступающими все выше и выше террасами, по которым скатывается вниз окаменевшее мясо гор, за сахарной головкой, уголок чуждой, враждебной этому одурманенному городу жизни. Там, где еще свежа память о погибшей пролетарской четвертой группе, зарождалась новая жизнь. По ущелью близ ручья в тени деревьев раскинулись сложенные из шпал землянки бойцов пятой группы. Около них кучками лежат в английских френчах зеленые. Беседы ведут. Говорят в полголоса, чтобы на цементных заводах за горой не услышали, а гудит ущелье, как улей. Горчаков, туго затянутый английским ремнем, ходит от кружка к кружку, перешучивается с зелеными, в глазах, искорки, лицо залито румянцем. Подходит, и приподнимаются зеленые. Кто на локоть, кто присядет, подвернув под себя ногу, кто, сидя, притулится спиной к дереву. Начнут закручивать папироски. Скоро в налет пойдем, сидеть осточертело. На хребет вылезешь, глянешь на город, дух захватывает. Добра всякого завались, бери, не хочу, а мы опять чего-то закисли. Ничего, потерпите немного. Улыбается Горчаков, дело заворачивается большое. Пятнадцать красных офицеров едут. Подпольников из Ростова да прямо из Советской России нагоняют к нам. Соберем зеленых дорабочих в городе, накачаем, и двинемся на Новороссийск. Ну, а ждать-то чего? Пока развернется работа, мы бы вдоволь нагулялись. В город вход свободный. Заходи, нагружайся военным добром, и в горы. А то, еще лучше, нагрузил грузовики, и гони по Неберджеевскому шоссе. В горы заехал, и сваливай. Сила большая, а хлеба не можем достать. Нельзя же, ребята. Обнаружим себя, и прогонит нас. А мы погуляем, и опять сюда в гости. Горы-то наши. Так было хорошо разгулялись. Веди, Горчаков, на Кубань. Я теперь шишка маленькая. Мое дело, исполняй, что комитет прикажет. Вольницу-то свою забудьте. Пора и к порядку привыкать. И разговор добродушно-ленивый перекатывается от кучки к кучке. Но тут начинает брюзжать бледный, старообразный. Мало нас, дураков, учили. Полгода сидели под Новороссийском, обросли шпиками, как собака, репьями. Тоже все слюну спускали, глядя на Новороссийск. Досиделись, что чуть на котлеты нас не перегнали. Теперь снова здорово. Чего высидим? Долго ли придти облаве? Нагрянут, и ноги из зада нам повыдергивают. Мешавень какую-то вбили в голову про восстание. Пока ты по секрету подговоришь тысячу рабочих, будь спокоен, вся контрразведка будет знать твои секреты. Попробуй-ка тогда выступить. Ну, а выступишь? Что сделает тысячная орда рабочих, которые не знают, с какого конца дуть в винтовку? Нет, ты вызови их сюда, проверь каждого, научи стрелять. Поводи их в налеты, чтобы к смерти привыкли. А потом обмозговал задачу, всем раз яснил, тогда и нападай на город. Четвертая группа досиделась тут, что погибла. А мы добром в петлю лезем. Да будет тебе, досадливо махнул на него рукой зеленый. Вечно настроение ребятам портишь. Как сорвешь рабочих с заводов, когда у них семьи на руках. Восстание, брат, сила. В отряды никогда столько сил не втянешь, как в восстание. И дух совсем другой. А Горчаков тем временем прошел в штабную землянку, вместительную, как халупа. У грубо сколоченного, вбитого в землю столика сидел на скамейке Семенов, которого Илья выделил для связи с ростовской организацией. Он предпочел совсем оторваться от группы Ильи. Сосредоточенный, с каменным лицом читал записи в своей книжке. Увидев входящего Горчакова, поднялся и весело бросил. Завтра ухожу в Новороссийск. У вас подготовка сделана, теперь надо развернуть работу в городе. Нечего тянуть, нужно бить по-шахтерски. Это про какую ты сделанную у нас работу? Недовольно выговорил Горчаков, растягиваясь на шпалах, крытых листвой. Про какую? И Семенов начал ходить из угла в угол халупы, наклонившись и заложив руки в карманы. Разве ты не знаешь? Помощника тебе дали? Дали. Сидорчук, террорист, который убрал трех предателей. Начальником штаба, чиновник военного времени. Создали политотдел, трибунал, оборудовали типографию. Выпускаем воззвание. Дело это или нет? И остановился, каменно улыбаясь. Это нам не ново. Мы полгода так женились под Абрау. Тарасов по два раза на день в строю нас гонял. А толку? Просидели полгода. Как на даче, и чуть-чуть в мешке не остались. А вот я после того месяц погулял, это я понимаю. Слава разнеслась о нас по всему Черноморью, будто мы все полгода воевали. Недаром же белые делегации к нам в Адербеевку высылали. Видит, не справится им с нами, так соловьем запели. Подумаешь, запугал группой в триста человек. У тебя нет размаха. Ну, брал гарнизонишки по пятьдесят сто человек. А на их место других сажали. Ты пришел и ушел, а они остаются хозяевами. А мы сделаем крепко. Уж как ударим, так почувствуют. Так вы что же? Полгода кулак насмаливать для удара будете? Ты говоришь, без толку я гулял? Так вот послушай. Налетели мы на Кабардинку. Выгрузили. Гарнизон обезоружили. Раздели. Это на берегу моря. А через три дня мы уже напали на Сипсин. Где? У черта за пазухой. На Кубани. За железной дорогой. Это верст за шестьдесят. А по горам, прикинь, еще верст двадцать-тридцать. Там, правда, неудачно вышло. У белых сил втрое было. Зато мы их потрепали. Потом, на Суккоза семьдесят верст. Потом, на Абрау. Потом, снова на Кубань. На станцию Абинскую. Как это тебе кажется? И по пути везде снимаем гарнизоны, посты. Мы гуляем в свое удовольствие. А гарнизоны за сто верст вокруг дрожат. Нас одна группа в триста человек работает. А белые держат гарнизоны на всех станциях. В городе, войск набили. Теперь ты скажи мне, дело это или нет. Да ты что, не признаешь массовой политической работы? Зеленых-то в горах мало. Надо их организовать. Подбодрить. Поднять на действие. А что я? Каждому в пояс кланяться буду. Хочет, пусть пристает к нам. Не хочет, нам завали не надо. Ну, это знаешь. Ни подполья тебе не надо, ни организации зеленых. Кругозор у тебя, брат узок. Да я что, я говорю. Как думают ребята. А вам видней. За халупой послышались возгласы приветствия. Семенов выглянул, обрадовался. А, Сидорчук, Федька, пустынник. Да вас целая ватага. Заходите в штаб. Здорово. Сидорчук размашисто шагнул в халупу. За ним ввалились другие, громко разговаривая, здороваясь с Горчаковым и размещаясь на лежанке из шпал. Что нового? Оживленно заговорил Сидорчук. Под шамать у вас ничего нет, а то по горам полазишь. Такой аппетит является, что корубы за место хлеба грыз. Найдется. Присаживайся на чем стоишь. Проговорил, сев на скамейку, Семенов и, оглянувшись украдкой на выход, тихо прибавил, улыбаясь. Консервов сейчас достану, хлеба немного есть. Только подождем, пока стемнеет чуть. Знаете, на всех консервов не напасешь. А хлеба и совсем нет. Зато мясо лопают в волю. Так вы что же в налет за мукой не пошлете? Возмутился Сидорчук, бросив на лежанку свою английскую шинель. Чего морите ребят голодом? У самих слабо. Так украдкой лопаете. Вам оно и терпимо. Да ты тише. Конфузливо проговорил Семенов. Близко нападать нельзя. Обнаружим себя. А далеко идти. Как доставишь. Сумели бы, отозвался снизу Горчаков. Только дайте волю. А что? Насторожился Сидорчук. Не пускают? Горчаков. Пойдем в налет. Но Семенов предупредил ответ. Черный капитан из города муки прислать обещает. Что-либо одно. Действовать одной группой. Не надо было уходить от Бабичева перевала. А решили развернуть работу. Поставили целью Новороссийск. Не разменивайся на мелочи. А почему ушли от перевала? Заинтересовался Сидорчук. Собственно, не уходить и нельзя было. Начал Семенов. Напряженно ковыряя ножем банку консервов. Во-первых. Пошли не лады с первой группой из-за продуктов. Там все местные ребята. Хоть они и рабочие, а у каждого – хозяйство. Жены им продукты тащат, а они норовят женам что переслать. Вот и зашла ругань с нашими ребятами. У наших же – ничего. Потом боялись предательства. Узнали наш бивак зеленый из группы Гром и Молния. Сидит она под Крымской, на собачьем хуторе. Подозрительная. Ходила наша группа на Абинскую. Ну, по обычаю, связались с Гром и Молнией, как местной группой, знающей подступы. Напали на Абинскую, а в тыл им – карательный отряд. Не иначе, как из группы дали знать – грабит. Нужно послать туда партию ребят, обезоружить их и привезти сюда на суд трибунала. Потом белые узнали. Правда, не самый бивак, а район, где мы находились. Это после переговоров с нами. Что за переговоры? Спросил Сидорчук, лежа на локте. А чем можно договариваться с белыми? Так, конечно, пустая забава для нас, а вышла с треском. Семенов поставил на стол раскупоренную банку с красной наклейкой, передал по рукам еще несколько, достал из ящика белого хлеба, нарезал кусочков, роздал и, стряхнув с себя крошки хлеба, продолжал. Приступай, ребята. Получилось это так. Пришел я в группу вместе с Федька, развернули там работу. А тут банда какая-то напала на церковь в Одербиевке, зарезала торговца, мужика и женщину. Ограбили? Конечно. Утром приходят наши ребята в Одербиевку за продуктами, а им по глазам стягают. Днем покупаете, а ночью разбоем занимаетесь. Мы всполошились. Позор. Устроили облаву, поймали банду, грабители и опознали жители, оказались своими же, местными. Наш трибунал приговорил их к расстрелу. Общее собрание жителей приговор утвердило и бандитов расстреляли. А один бежал в Геленджик, заявил, что узнал место стоянки пятой группы и стал просить послать с ним облаву на нее, да поскорее, пока она не ушла в налет. Тут подоспел староста на Одербиевке. А-а-а, ты тут, тебя еще не повесили, и рассказал, как было дело. Белые взяли этого бандита и повесили. Так при чем же здесь переговоры, а ты поворочай мозгами. Пятая группа мотается, нападает на гарнизоны, значит не из-за жратвы дерется. Раз. Трибунал есть, сами ловим бандитов. Два. А чем это говорит? Значит, есть идейные руководители. А может, они уже знают, что 15 красных офицеров едут к зеленым. Теперь посмотри, что в горах сейчас делается. Местные группы развалились, но около каждой деревушки остались зеленые. Пешему, конному, не пройти, не проехать. По дорогам грабежи идут. Наведи тут порядок. Могут они это сделать? Нет. Тут Сидорчук. Поднявшись с лежанки на колени, начал раздавать принесенные из города английские сигаретки. Зачиркали о подошвы ботинок английскими в парафине спичками. Закурил и Семенов. Заклубился ароматный дым табака. Так вот белые, видно, и надумали связаться с политической организацией зеленых, чтобы с одной стороны порядок навести в горах, с другой обезопасить свой тыл. А у них что-то заваривается. Да об этом после. Серьезно взялись за дело. Сперва геленджикского старосту к нам прислали. Мы согласились. На другой день выезжают. Начальник геленджикской контрразведки полковник Беликов верхом на гнедой куцей лошади и два бородача в экипаже. За ними шел отряд белых. Наша застава на железном мосту их встретила. Делегацию пропустили в Адербеевку, а отряд их остался по другую сторону моста. От нас в делегации был я, Федька и один старый зеленый. Расположились мы на крыльце старосты, в холодке. Хозяйка накрыла стол скатертью, подала чай. Напились, и раз ехались, потому что ни до чего не договорились. Вот те и на. Мотал, мотал. Погоди, не мешай. Почему раз ехались? Полковник спрашивает нас. А скажите, какой вы ориентации? По всему видно, что вы не большевики. У вас, вместо звезды, грабовый лист с красной ленточкой. Ну, а я ему прямо, большевики. Он фыркнул. Хотел уезжать. Говорит. Полномочий нет. Бородачи и делегаты. Просить его. Смилостивился. Обменялись условиями. Они дают нам Джубгу, Архипку и Пшаду. Назначают своих офицеров. Мы потребовали новороссийской амнистии политзаключенных. Через неделю они снова приехали. Уже с английским офицером. Мы расстелили на гальке ковер около волчьих ворок, почти около речки, поставили самовар, угощение. Ребята наши подбрились, подчистились, поменяли одежду. Рваную брашку засунули подальше, чтоб настроение не портили. Сидим, чай пьем, а на горе отряд человек в 50 отборных в английских шинелях демонстрирует. Командир, морда, как кремень, хоть огонь высекай, командует. Гарнист в трубу играет. Полковник спрашивает. А это что? Это смена постов. Говорю я между прочим. Так вот теперь они нам предложили все побережья от Сочи до Кабардинки. Обещали одевать, кормить, вооружать. Взамен потребовали удалить пять зеленых. Горчакова, Узленко, Тарасова, Жмуть и еще одного. Тут мы и смекнули, что они плавают. Этих пять человек они обещали отправить за границу, отвалив им деньжищ. Английский офицер гарантировал. Затем они сказали, что здесь на курортах будут лечиться больные и раненые офицеры. Потом такое загнули, что я и теперь не понимаю. Говорят, вы должны будете вести борьбу с кубанским казачьим войском. Союз Динаш с ними непрочен. Может, скоро поссоримся. А у вас дисциплина, видно, крепкая. Ну, мы им опять условия. Новороссийская амнистия. Они плечами жмут. Не можем. Мы наседаем. Разговор пошел крупнее. Так ни на чем и раз ехались. Они, на коней, бородачи их, в экипаже. Только отъехали, ребята и грохнули от смеха, аж горы затряслись. Так после этого белые стали рассылать вас звание по всему побережью, что вот где мы на все уступки идем, а ваши комиссары коммунисты не хотят мира. Полезли по горам ходоки родители. Кулаки. Начали уговаривать зеленых. Родня приходит. За руки тянет. Зачем губишь молодую жизнь? Ничего ж от тебя не требуют. Только пойди, поклонись и скажи. Так и так, мол, милость ваша. Простите, верой и правдой служить буду. Что у тебя глаза вылезут. А они рады будут. Простят, никуда не пошлют. И все по-хорошему сделается. Ну, зеленые опять было пошли сдаваться. Зимы очень боятся. Лист опадет, снегом все засыплет. Издыхай. Никуда и ничего. Так мы этих ходоков стали налаживать мешалкой, отдали распоряжение приводить их в штаб. Ушли мы оттуда. Теперь не знаю, как там. В халупе стемнело. Семенов засветил лампу и начал совещаться с гостями о подпольной работе в Новороссийске. Горчаков вышел проверить, как сменяются посты. Сидорчук пошел вслед за ним к зеленым. Ему очень приятно было проводить время в беседах с ними у ласково пылающих костров. Тьма. Прячась за деревья, обступила тихо ракотавший настороженный бивак. Провал в Янакиево. Поезд уносил Илью, Борьку и Пашита на север. У Ильи – ржавая винтовка со штыком. Только лишняя улика. У Пашита – Наган. Борька с Маузером. Одна надежда. Лазовая павловка. Досиделись в Янакиево, еле ноги унесли. Однажды кто-то постучал в дверь. Небывалое явление. Дуня выбежала в коридорчик и попятилась в комнату. За ней нерешительно ступал полицейский, пристав в голубой шинели с шашкой на боку. Вы что же сказали, что тут никого нет? Я пошутила, я думала, что вы – мой двоюродный брат. Вы дюжи на него схожие, улыбаясь тараторила Дуня. Против двери сидели Борька и Илья. Борька – руку к поясу, за Маузером. Пристав ему. Не сметь, и руку за борт. Потребовал документы. Принимает по одному левой рукой, просматривает, а правая все за бортом. Илье бумажонку вернул, а Борьке и Дуне предложил явиться за своими паспортами в полицию. Только ушел, и заметались товарищи, наводя в хатинке порядок. Лом железнодорожный, в уборную, документы, в карманы, бомбы. Пероксилин Борька уложил в корзину и забрал с собой, винтовку прихватил Илья, и понеслись в ханжонково к тетке Борьке. Ворвалась в хату полиция с шашками на голове и с револьверами. Не с места. Руки вверх. А за столом мирно обедали Дуния и рабочий. Перетрусили, вскочили. К рабочему подлетел пристав, наставил к груди наган. Говори, куда сбежали? Кто они? Тот задрожал, скомкал на груди трепье пиджачишка и залепетал. Гром убей, не знаю. Молния сожги, не знаю. Засадили Дунию и рабочего. Подержались неделю. Ничего от них не добились. Легально же оба живут. И отпустили. Катит товарищи в лозовую. Сорвется, останется оплеванными ехать в Ростов. Деньги на исходе. В Криничной. Пересадка. Подкатил эшелон горцев. Выскочили они с визгом. Как поросята из хлева. Бабы с корзинами. В рассыпную. Знали уже их нрав. Те, за ними. Расхватали корзины. И в вагоны. Офицеров не видно. Один горец подскочил к хорошо одетому Борьке и выхватил кинжал. Кишка выпущу. Давай, Динга. Борька сунул ему свой кошелек и побежал к коменданту станции с жалобой. Наскочил на Илью, который никому не нужен был, а тот ему. Куда? Ограбили. Жаловаться. Да ты в своем уме? Кому жаловаться? Борька не нашелся. Остыл. Я б его в другом месте из Маузера пристрелил. Да ведь их туча вырвалась. В общем же, доехали благополучно. У Лаписа не все было готово. Он обижен, что его не предупредили, что за недоверие. Теперь ему нужно разослать людей, созвать кого следует. Прибывшие разместились по квартирам содействующих баб, которые все знают, судачат, критикуют. До прихода Красной Армии никакого расчету начинать. Всех повбивают. Все бабы и местные ребята в одно говорят. Бабы смахивают на самогонщиц. Как чихнет, так и плати ей. Ребята шпановитые. Весь сонный поселок знает о приезде трех большевиков. Началось шатание по поселку. Все готовятся к выступлению. Один парень взялся прочистить винтовку Ильи и выстрелил из нее в сток соломы. Илья, возмутившись, вызвал к себе парня. Тот недоумевает. А что здесь такого? Ну, выстрелил, и выстрелил. Сказал же. Прочистить нужно. Да ведь она, как пушка, грахнула. Что подумают стражники. Потому она и грахнула, что непрочищенная была, а теперь можно с ее стрелять смело. Погоди, я у ее ствола обрежу под самый корень, чтоб на поясе носить можно было, и, не дожидаясь согласия Ильи, унес ее с собой. Другие соблазняют проектами, банк ограбить, или почту, или контору ближайшего рудника. До вечера никто из посланных лаписом не вернулся. Братва его уже подвыпила, и все прибивались к его квартире. А он, рыжий с головой кубышкой, принялся чернить зубной щеткой свои стриженные волосы. Илья вежливо посоветовал одному из пьяных помощь. Тот постарался. Все ахнули. Краска не отмывалась. Илья успокоил лаписа, что выведет ему же виловой водой, а не возьмет, можно добавить чуть-чуть соляной кислоты. Волосы будут каштановые. Тот поверил, успокоился, может быть, потому, что был на веселе, и предложил приезжим спрыснуть начало боевой работы. Он тоже советовал пока что ограбить что-нибудь, потому что он кругом задолжал. Организация большая, а денег ему мало отпускали. На ночь бабы растащили богатых гостей по своим хатам, чтоб никому обидно не было. Но ребят было трое, а баб много, поэтому между ними получилось несколько боевых схваток. На следующий день вся лазовая Павловка разгулялась. Местная братва шаталась по поселку с бутылями самогона, торчавшими из карманов. Бабы пилили жалобами, что их плохо оплачивают. По поселку носится неуловимая тревога, а местные подпольники ничего не боятся, шатаются гурьбой. У квартиры ляписа, толкучка. На столе у ляписа, бутыли закуска. Илья осторожно украдкой переговаривается со своими. Ночью уходим, быть на стороже. Слежка. Дотянули до вечера. Глухо пронесся слух. Готовится облава. Местные разошлись. Потому ли, что их распустили до утра, или, чтобы не попасть в перепалку. Товарищи проскользнули на окраину. Лаписа прихватили с собой. Для совещания. Выбрались. Прилегли в канаву. Темно. В двух шагах ничего не видно. Их четверо. Илья предлагает. Сейчас же уходим. Выступим не здесь, в другом месте. Пашет поддержал. Идем. Конечно. Надо начинать самим. Борька тоже рвется к делу. Лапис молчит. Он тоже согласен. Крадучись поднялись в черную, пересохшую колючую степь. Холодный, резкий ветер заставлял их гнуться, съеживаться. Шли быстро, опасаясь погони. Шли между шахтами, не зная, куда скрыться от зарева огней. По обе стороны неподалеку выселись, как вулканы, черные горы, а по их склонам скатывались и взбегали языки огней, то горела порода, выброшенная из недр. Лапис говорит, ветер срывает звуки его слов, уносит вдаль. Нужно осторожней проходить между шахтами. Везде, стража, может заметить и начать преследовать. Илья мерз в своей рубахе, обрестигатил его, взять у лаписа наган, дал ему в поселке, чтоб не подозревал, что ему не верит. Сказал, стараясь пересилить ветер, обменялись. Сунул наган за пояс, неудобно, выпадает, одежда из мешка мешком путается. Он беспрестанно поправляет его, одергивает рубаху, наган все вываливается. Сунул его в карман, в руке поддерживает, чтоб не оттягивал. Вспомнил, что не знает, самовзвод или простой. Чуть нажал, что-то рвануло, оглушило, и пламя охватило его ногу. Затушил руками, и к лапису. Зачем взвел курок? И унеслись по ветру слова, мертвые, сухие, как осенние листья. Тот перетрусил, и залепетал. «Опасно же, я и взвел. Да ведь за полверсты шахты, и застыло в ушах. За полверсты». Он не волновался, не возмущался, но еще острее почуял, что лапис – провокатор, что в Лозовой Павловке для них готовилась мясорубка. И теперь, когда лапис сам оказался в плену, попытался убрать его. Выстрел был счастлив для Ильи. Пуля прошла вдоль ноги, когда она была вытянута. Ранил бы себя, и погиб. Нести – нельзя, лечить – негде. Нужно, чтобы не улизнул этот лапис. Он должен провести их до железной дороги, а там они ориентируются сами. Обещает дать Илье брюки, когда дойдут до будки, где живет его дядя. До глубокой ночи бродили в пустынной степи. Спотыкаясь, перешли рельсы железной дороги. Лапис предлагает обождать, пока он сходит в будку. Спросит, нет ли кого подозрительного. Потом принесет брюки. Илья возражает. Ждали они тебя, важная птица. Сходи с Борькой. Да оставь тут обрез. Что тебе им делать? Ушли. Тихо. Темно. Вдали светится ласково, маняще. Тепло огни у алмазной. Прилегли за штабелями шпал. Илья тихо говорит. Что будем делать с лаписом? Провокатор. Как бы ни удрал. Я Борьку толкнул. Но догадался ли он. Тихие шаги. Окликнули. Борька. В руках. Брюки. Лаписа нет. Он сказал. Что спросит у дяди о ночлеге для них. Тихо советуются. Илья возмущается. Что упустили. Не расправились. Борька сорвался. Я пойду. И скрылся в темноте. Лежат на колючей высохшей траве. Ждут. Ветер шумит. Пронизывает. Подошел Борька. Тревожно поднимает. Пошли. Удирать нужно. Я. К домику. А от него тень метнулась. Я окликнул. Не отозвался. Думал. Что показалось. Постучал. Спросил. Говорят. Только что ушел. А куда. Не сказал. Скорее пошли. Пока не накрыли. Разошлись. Пашет. На алмазную. Чтобы там обогреться. Закусить. И катить первым поездом на Ханжинково. Илья с Борькой отправились пешком до Дебальцево. Верст за 15. Обрез бросили. Днем с ним нельзя ходить. Набрели на глухой разъезд. Забрались в загородку. Улеглись на цементный пол. Свернулись по собачьи. Часа три возились на каменном леденящем полу в Дремоте. В темноте. Пщетно стараясь укрыться от пронизывающего осеннего ветра. Глава седьмая. Отъезд в Ростов. Выехали в Ростов вместе с Дуней. Вчетвером. После ухода их. Бабы подняли вой обманувшихся в расчетах. Потерявших жирные куски йодова. Они вопили на весь поселок. Бегали из хаты в хату. Искали вожделенных подпольников. У которых неиссякаемые источники денег. Не находили их и. Остервенело потрясая в пустой след кулаками. Кричали. Что их обманули. Что им не заплатили. Приехали в Ростов. Стыдно. Особенно стыдно Илье. Море зажечь собирался. Два раза порывался. Обещаний надавал. Правы были ростовцы осенью. Права была Елена. Критиковавшая его планы. Фантазер и чудак. Стыдно. Прячет Илья глаза под ресницы. Жалок он в своей порыжевшей. Ветхой. Как рогожка. Шинели. Пашет не теряет достоинства. Два провала. Провокатор. А то бы развернулись. Борька горит. Даешь Новороссийск. Раз сорвалось. В другой раз не сорвется. Дуня осталась в Ростове курьером. Работа опасная. Ответственная. Ездить через фронт в советскую Россию. Разлучили ее с Борькой. Не дали медовый месяц до дна выпить. В Новороссийск его послали. Пашет выехал по документам разведчика Белых Илья. Все тем же паршивым солдатам. Всех, кого можно снять, посылают в Новороссийск. Центральный комитет партии дал задание Донскому сосредоточить всю работу в горах, среди зеленых. Казак-инвалид. Скорый поезд отравлялся поздно вечером. Пассажиры с корзинами, чемоданами совались толпами к дверям. Добровольцы заперлись в вагонах, чтобы ехать с шиком, и лазали через окна. Железнодорожники огрубели, годы революции перерождают людей, толкают в грудь хорошо одетых юрких спекулянтов, преграждают вход в вагоны солидным господам, строго останавливают офицеров. Сюда нельзя, для вас же особый вагон, неужели не знаете? Пашет важно забрался в офицерский вагон. Илья тычется в запертые двери, нигде ему ходу нет. Выжидает, ловит момент, шатается вокруг поезда по платформам. На него пристально смотрит донской казак на костылях, с деревяшкой, вместо ноги. Свеженький инвалид, ходить еще не умеет. Покачивается. Окликнул Илью. Брат, погоди, дай закурить. Закурили. Илья не уходит. Раз у него знакомый инвалид, значит и он благонадежный. Казак разговорчив. Дохнул запахом вина. Тот хочет уйти, но казак не пускает. Брат, что тебе со мной скучно? Я немного, сгоря выпил. Видишь, на култышке хожу. Довоевались, мать вашу. И он погрозил в сторону блестящего, мощного поезда. Им место есть, их усаживают, как господов. А нам, нет. Мы к пе 769 ши пройдем. Привязали култышку. И убирайся с глаз. Эх, господи, господи. За что кровь проливали? А, скажи, брат, за что? Молчишь, видно, и тебе не по себе. У тебе мать есть? Вдруг озадачил он Илью, заставив его вздрогнуть. Есть. Береги свою мать. Нет у нас большего друга, как мать. Каждый продаст. Каждый проехать на тебе схочет. А мать себе сгубит. А тебе спасет. Помни свою мать. Каждую минуту думай об ней. Подошла к тебе смерть. Только скажи, мать моя, спаси меня, и спасет. Илья насторожился. Мысль забурлила тревожно. Он вспомнил рассказы дяди более месяца назад об истязаниях матери, о беспризорном мальчике-брате. До чего еще додумался этот хищный рыжик? Жива ли мать? Не замучил ли ее этот изверг? Ему не удалось на этот раз увидеться с дядей. Уизжал в неведении. Хочет уйти от казака. А тот уцепился за него рукой. Не отпускает. Изливает свою скорбь. Ехал я харьковским курьерским поездом. Слышу кричат. Крушение. Только успел я подумать. Мама, спаси меня. И всхлипнул. Покатились слезы. Вытирая их, он продолжал. Все завертелось. Открыл глаза. Кругом человеческое мясо, а я не вредим. Брат, давай поцелуемся. Тут Илья не выдержал. Ему стало стыдно этой сцены. И он, осторожно освободившись, бросил. Нужно занимать места, а то еще останемся. И торопливо ушел. Ему удалось сесть в солдатский вагон. В ожидании отхода поезда он вышел на площадку вагона и увидел на перроне инвалида казака. Тот ругался, грозил этому железному, бесчувственному чудовищу поезду, шатался на своих костылях, но не мог взобраться в вагон. Над ним сжалились солдаты, помогли ему подняться на площадку, где стоял Илья. Казак не хотел идти внутрь вагона. Снова заговаривал с Ильей, но тому тяжело было его слушать и он спрятался от него. Мать Ильи уже три недели сидела в тюрьме. Ее истязал хищный рыжик, без цели, без смысла, ради жажды крови и мести. Приезд в Новороссийск. Скорый поезд тащился всю ночь, скрипел, брюзжал, как старик. Боялись крушения. Харьковская трагедия насторожила. Но утром, когда ослепительно блистало солнце и на западе выросли дымчатые, розоватые горы. Поезд мчался весело, пыхтя и отстукивая такт. Илья радостно любовался этими надменными горами, где хозяйничают таинственные зеленые, и мечтал, как он будет ветром скакать там, поднимать, организовывать зеленых. Подчинит их своей воле и поведет к победам. Ему рисовались фантастические картины, как он усадит этих зеленых, как пассажиров, на несколько поездов с разных станций, подвезет к Ростову или Таганрогу, или выедут в Донбасс и, здравствуйте. Красная армия пришла. Не успеет враг опомниться. Как зеленые рассыплются по городу мелкими группами и тихо, без выстрелов, обезоружат гарнизон, разгромят учреждения. Только разнесется ужасный, как дыхание преисподней, слух. Зеленые в городе, а они уже нахозяйничали, вооружили десятки тысяч рабочих, унеслись дальше. Вот уже поезд катит у зеленых гор, мимо белых, веселеньких хат, спрятанных в листве деревьев. Около них мирно, лениво пасутся коровы. И везде, кустарник, кустарник, как руно-барашка. Поезд торопится к морю, к теплу, к конечной цели. Илья жадно впивается в горы. Скорей разгадать их тайну, скорее туда, где легендарные двадцать ноль 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 зеленых. Как здесь тепло. Всего несколько дней назад он мерз на цементном полу. Казалось, вот-вот морозы ударит, а здесь все еще весна. А поезд огибает горы, словно показывает их красоты. Ринулся в чащу, теснину. Понесся в диких дебрях. Вдруг с грохотом ворвался в черное душное подземелье. Что это? Пропасть. Четвертое измерение. Как долго? Душно. Томительно. Тоннель. Брызнул свет. Облегченно вздохнули. Снова тоннель. Еще веселее мчится поезд под гору. Вдали вырос большой город. Какой он чудесный. Обступил голубую бухту и любуется в нее. Море. Какое раздолье. Поезд подкатил к подножью высоко взобравшейся станции. Паровоз весело свистнул, отфыркался и виновато за мер. Вагоны отчужденно нахмурились, недовольные, что их веселый бег кончился. Пассажиры вывалились из вагонов и, скорее, скорее отсюда. Точно они провинились, украли от жизни веселье, лучи солнца, а город оставили грустно задумчивым. Молча разбегаются пассажиры. Подозрительно молча встречает их город. Вот отделилась маленькая, в черном пальто девушка. Она с трудом тащит большой чемодан и, опасаясь, что у нее отнимет этот нахмуренный город ее дорогую ношу, она нервно торопится, уходит в поселок. За ней следит, не теряет из виду, небольшой, в шляпе и сером английском пальто. И у него, чемоданчик, для виду, пустой. А за ним наступает рослый, энергичный, сбивающий камни своими дредноутами, солдат в серой, помятой шипели. И у него, вещи. Узелок в руках как кадила треплется. Цементный город. Цементная. Прибитая дождями пыль. Цементные камни. Спутники идут друг за другом поодаль. Кружат узкими закоулками. Поднимаются в гору. Под ногами их звонко хрустят черепки камней. Девушка украдкой оглянулась и нырнула в калитку. Серый прошмыгнул туда же. Солдат двинул калитку дредноутом, она с перепугу отскочила, взвизгнула и старательно снова захлопнулась, а он взбежал по ступенькам каменного домика, прошел коридорчик, рванул дверь комнаты, и попятился. Ха-ха. Ха-ха. Зеленая ветка в горах. Ха-ха. Ха. Зеленая ветка. Рыхлый, свинцово-бледный, в исподней рубахе, с вываленным на пояс штанов животом хохочет, пучат свинцовые глаза. Но в углу, наклонившись, копается в чемодане девушка с поезда, Нюся. Около нее сидит, сняв шляпу, пашет. Илья тоже засмеялся, сдернул шинель, скомкал ее, бросил в угол, познакомился с хозяином пироговым и пошел к своим. Ну, как ехалось, ребята? Продолжал тот, расхаживая по комнате и поджидая жену, ушедшую на базар. Никто не цеплялся. У меня благополучно, отмахнулся Илья, закуривая папиросу и усаживаясь. А у меня с приключениями, захохотал медленно, солидно пашет и продолжал с московским акцентом, попыхивая папиросой. У меня с приключениями. Сел я, как это подобает моему виду, в офицерский вагон, у меня же документ разведчика, сел и курю. Еду. Проходит помощник коменданта поезда. Проверяет, кто едет. Увидал меня. Вы почему здесь, а я ему. Потрудитесь, Харунжий, посмотреть мой документ, и лезу в боковой карман. Ему некогда ждать. Скажите, на каком основании вы едете здесь? Ну, думаю, приходится конспирацию ломать. И тихо говорю ему. Разведчик. Ага. Пожалуйста. Пожалуйста. И отцепился. Еду. Курю. Снова проходит. Уже комендант. Исаул. Со своим помощником. Теперь комендант наскакивает. А вы почему тут? Не знаете свое место? А ему на ухо помощник. Тихо. Это свой. Разведчик. Опять отцепились. Я уже освоился. С тем заговорю. С другим. Кому папироску дам. Кому прикурить. Только и слышишь. Ради бога. Ради бога. Кругом разговоры. Деникин. Дурак. Шкура. Сволочь. Толку не будет. Да. Тут приводит комендант какого-то прапора и говорит мне. Будьте добры. Присмотрите за этим офицером. И ушел. Ха. 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 Заколыхал животом. Упершись в бока. Пирогов. Вот нарезался. Да. Думаю. Врезался. Не придется ли на пару стрякача давать? Делать нечего. Расспрашиваю. Он. Меня. Вы от власти? Да. Говорю. От власти. А что с вами случилось? Куда едете? Рассказал он. Лежал в лазарете раненый. Дали ему отпуск. В Ростове документы вытащили. А в поезде комендант задержал. Куча несчастий на бедную голову. Посмотрел я. Рожа у него интеллигентная. Видно. Правду говорит. Был бы подпольником. Хоть липу. А имел бы. Тут остановка поезда. Вбежал комендант. Проводите со мной этого офицера. Пошли. Только вышли на перрон. Два звонка дали. Комендант орет. Стой. Не отправляй поезд. Мне нужно арестованного сдать. Тут. Как из земли. Жандарм выскочил. Пудов на восемь. Усища громадные. Вытянулся. Что прикажете? Ваш бродь. Комендант ему. Примите арестованного. И удрал в поезд. Жандарм растерялся. Кто же сдал мне арестованного? За что арестован? Я ему говорю. Сдал комендант поезда. И иду к вагону. Тут главный кондуктор забегался. Кто задержал поезд? Кто задержал поезд? Я спокойно становлюсь на подножку и кричу ему. Главный кондуктор. Главный кондуктор. Отправляйте поезд. Тот дал свисток. И поехали. Пирогов подошел к Пашиту. Хлопнул его по плечу. Здорово ты. До конца выдержал. Пришла с базара жена Пирогова. Худая. Черненькая. Обрадовалась гостям и начала знакомиться с ними. Затем принялась готовить завтрак. Вскоре гостей пригласили к столу. К дымящейся сковороде с жареной бараниной. И они, все еще празднично настроенные, изголодавшиеся за дорогу, принялись угождать гостеприимным хозяевам, старательно выгружая сковороду. Прогулка Ильи с Сидорчуком. На другой день зашел Сидорчук. Он был в английской шинели, выбрит и казался меньше и пщедушнее, чем в Ростове. Этот страшный террорист, уничтоживший трех предателей, не знающий страха, выглядел теперь обыкновенным пареньком. Он обратил внимание на костюм Ильи. Это не годится, в два счета арестуют. Здесь все в английском, новеньком, это тебе не Донбасс, не шахты. Здесь сразу подумают, что зеленый из гор вылез. Я устрою, чтоб тебе достали. А пока ты одень чью-нибудь шинель, хоть Семенова, и пойдем в город. Я тебя познакомлю с ним, покажу, где какие части стоят, где пятая группа находится. Погода хорошая, солнечное, одно удовольствие. Вышли к морю. Сидорчук все рассказывает, рассказывает о черном капитане, о налетах зеленых на Новороссийск, о панике в городе чуть ли не каждую ночь. Говорит и заглядывает в глаза Ильи, а тому неудобно. Почему Сидорчук смотрит на него так скромно, будто заискивающе? Почему не держится он гордо, вызывающе, дерзко? Ведь у него дерзкое лицо. Сидорчук о себе, о своих подвигах, ни слова, все о других. Начальник штаба пятой группы заболел и пришел в город. На базаре парень подвел к нему двух офицеров. Те арестовали его. Тут подвернулся зеленый Травчук, он здесь, как дома, шатается. Какой вам документ? Выхватил наган и уложил одного офицера на месте. Другой, бежать. Парень предатель, тоже. Травчук побежал за парнем, не догнал и не узнал его. А арестованный пошел домой. По набережной снуют толпы хорошо одетых в английские и французские шинели добровольцев, офицеров, проносятся лакированные экипажи, автомобили. Везде иностранцы, иностранцы. Англичане, французы, итальянцы, греки. Солнце начинает поджаривать, душно становится, тянет в эту зеленую, прозрачную до самого дна воду. От набережной вытянулись в бухту длинные пристани на своих. Около них прижались, наклонившись, красавцы, заморские пароходы. Другие суда, громадные, океанские, важно стоят посредине бухты. Зайдем пиво или квасу выпьем, предложил Сидорчук. Лавочки, киоски стоят тут же, около них толпятся обливающиеся ручьями потопочерневшие от загара грузчики в длинных холщовых и синих рубахах. Громко и крепко ругаются. Освежились, купили пирожков и пошли дальше. Вышли на цементный мостик, оперлись на перила. Сидорчук указал Илье влево на серые, выжженные солнцем, облысевшие от ветра в горы с изредка разбросанным зеленым кудрявым кустарником. Смотри на высокие трубы у моря. Это – цементные заводы. Теперь взглянь на хребет над ними. Видишь курчавую сопку? Это и есть сахарная головка. За ней – пятая группа. Командир там – боевой парень, Горчаков. Я у него помощником. ТСС. Прошли офицеры. Тут все время шныряют. Говори да оглядывайся. Я тебя вот познакомлю с черным капитаном. Он на посту сидит. Тут, за городом. Зеленые держат связь через посты. Куда не захочешь пойти, тебя от поста к посту и перебрасывают. Верст 5-10, и пост. Так этот черный капитан номера откалывает. Однажды отобрал ребят человек 30, спустился с ними за городом на шоссе и, с песнями в город. Чубарики-чубчики. А сам, в золотых погонах, с черной повязкой на глазу, командует. Встречные им честь отдают. Прошли до пекарни, нагрузились хлебом, и обратно с песнями. Тут узнали, что хлеб унесли зеленые, и панику подняли. Понеслись вслед конные, грузовики, да уже поздно было. Илья молча слушает, мечтательно глядя в сверкающую на солнце даль моря, будто о другом думает. Лишь изредка спросит, как бы сверяясь со своими мыслями. Сколько зеленых, почему они не ведут боев, почему пятая группа сидит здесь, если в городе несколько тысяч войск. Так, Сидорчук и сам недоволен, что группа бездействует. Была бы его власть. Так он с тремя стами зеленых такой шухар поднял бы здесь, в городе, что все эти тысячи бежали бы без памяти. Зачем же это ребячество? Сидорчук смутился, начал доказывать, что это возможно. А Илья только внешне солидно рассуждает, а покопаясь, как он каждый вечер мечтает, так за него стыдно станет. Иной раз он с десятком человек взбудоражит какой-нибудь город. Сидорчук продолжает знакомить Илью. Повернись назад. Это, цемисское болото. Отсюда ты получишь малярию. Всех забирает, крепкая, сволочь, ничего себе. А вправо, в этих красных громадных пакгаузах, битком набито разного добра. Пакгаузов этих, наверное, до трехсот наберется, глазом не окинешь, и не помещается. Еще в составах поездов набито. Тут-то воруют, тут-то воруют. Вагонами распродают. Ведь англичане что только не присылают. Давай-ка, закурим английских. И нам перепадает. На днях черный капитан обещает вагон в тупик загнать. Ну, пойдем в город. Это мы на стандарте были, а в город, несколько верст по шоссе вокруг бухты. Красиво. Поезда кукушки от вокзала туда ходят. Вошли в город, низенькие домики. Красные черепичные крыши. Восточные люди жарят орехи, шашлык. Свернули на главную улицу, Серебряковскую. Оживленное движение, стройные высокие дома, стройная улица. Все офицеры, офицеры-солдаты. Пойдем, сводку посмотрим. В витрине громадная карта. Красный шнур ломанными линиями опоясывает Москву. Белыми взят орел. Взят на Василь Тульской губернии. Как близко у Москвы. Сколько же тут? Верст двести. Больше? Спросил Илья. Больше. Ничего. Скоро их так дунут, что и в Ростове не удержатся. Зима ведь наступает. А зима, наша. Зимой мы всегда бьем. А мы тут подможем. Правда? Подможем? Это тебя с пятнадцатью красными офицерами прислали? Меня, да почти никого не осталось. Я, Семенов, Борька, и Пашет. И он начал рассказывать о неудачном переходе через фронт, о провале в Янакиево. Провокатор затесался. Закончил он. Так вы что же его не убрали? Хитрый. Ночью сбежал. Да и не верилось. Хотели рассудить его. Прошли дальше. В витринах. Плакаты. Зеленый дракон воззвание к зеленым. Переделка наизнанку советского плаката мщенья царям. Весь день прошатались. Верст пятнадцать отмахали. Пришли на свою чеховку усталые. Сидорчук распрощался и ушел к себе на квартиру. А Илья, пока на явочную, к Пирогову. Первые дни в Новороссийске. Поскитался Илья пару дней. Остановился у рабочего в длинном черепице и крытом флигеле. Хозяева радушные, щедрые, хоть и сами нуждались. У них были детишки, но они не мешали ему, напротив. Он охотно играл с ними, позволяя проделывать над собой все, что им вздумается. Годы суровой военной жизни вырастили в нем глубоко скрытую, но сильную тоску по нежному, беспомощному. Вечерами в поселке, облавы, стрельба. Прячутся в страхе жители, ждут первых лучей солнца. Когда растают ужасы, стрельба прекратится и город станет спокойным, добродушным. Каждое утро выходит Илья во двор умываться и поражается. Конец октября, а тепло, как весной. Но осень чувствуется в горах. То быстро несутся вдоль цепи гор на запад растрепанные седые облака, цепляясь за хребты, будто их гонит сердитый властитель. Или этот, мохнатый, начнет забавляться. Прячется за хребтами гор и оттуда игриво перекатывает гигантские валы то здесь, то там, то вдали. А они, увидев море, срываются с гор и плывут к нему, уносятся в неведомый край. Иной раз выйдет, расистое утро, влажная земля, дождь прошел, а тепло, грязи нет, ласково светит солнце, окна в застекленный коридор настежь открыты. Сидорчук вскоре ушел в горы, взвалив на плечи тяжелый железнодорожный лом, видно, повлияли на него разговоры с Ильей. Получил Илья старые английские солдатские костюмы на время, шинель, такую большую, что даже он в ней болтался, как монах в рясе. Карманы бездонные, это хорошо. Пойдет на базар, закупит пол базара, хлеба, колбасы малороссийской, рыбы жареной, яблок, пока дойдет до квартиры, половину скушает, все запасы накопляет, ходит на Румянцевскую к Пирогову. В соседней половине дома живет Нюся, черниговская еврейка, там же и Семенов. Захаживает Навацкий, бывший гимназист, он, секретарь, молодей, красивый, лоб открытый, большой, нос высокий с горбинкой. Каждый из подпольников иногда ночует там, но их много, донком нагнал человек пятнадцать, и получается толчия. Спят в повалку, а Нюся, как почетный и будто коренной житель, на кровати. Пока уснут, до полуночи смех до шутки. Каждый найдет анекдот из жизни, у каждого жизнь богатая. Утром поднимутся, кто-нибудь на базар сбегает, Нюся нажарит сковородищу, подзакусит, и разбредутся. У каждого, своя отрасль работы, свой участок. Федька, в желтой тужурке, с бородкой, по военной части. Навацкий, по городу, и мелким предприятиям, на пекарне, водопроводе, электростанции, радиостанции, среди железнодорожников. Семенов, на ревельском и цементных заводах, другие помогают, а Нюся, вообще. Илья занялся писаниной. План Ильи. Кризис. Приехали из Ростова Шмидт и Роберт в форме офицеров. Теперь почти все подпольники приладились, ходят в военном. Оставили в Ростове все новых. Анна и Елена уехали в Советскую Россию. Они совсем измотались. Шмидт заглянул к Илье, когда тот сидел в коридоре у открытого окна и писал воззвание. Тот отложил бумагу и начал обрабатывать Шмидта. Пашет того же мнения, что и Илья. Семенов сторонится, скрывает, словно стыдится, что его послали из Советской России в подчинение Илье. Он занимал в Красной Армии и одно время высокое положение. Был комиссаром города Курска. И теперь он глава организации. А Илья что теперь? Рядовой работник. Илья все-таки рассчитывает, что Семенов его поддержит. Он ведь и ехал для боевой работы. Нужно уломать закоренелого заседателя, Шмидта. Здесь условия для работы прекрасные. Начал Илья. Не то, что в Ростове, где бегали от шпиков, вывалив языки. Здесь сёкола, горы, готовый отряд. Какая наша задача? Бить врага и просвещать обманутых. Эту работу нужно вести из гор. Там должен быть наш центр. Там можно развернуть сильную организацию, накопить запасы бумаги, наладить настоящую типографию. Там работать спокойно, не будет провалов. Труднее затесаться провокатором. А в городе оставить пустое место. С городом лишь поддерживать связь. Здесь пусть работают те, которые живут легально. Им передавать воззвание, поручение. Они могут вести кое-какую работу. И больше здесь ничего не нужно. Зачем огород городить? Кто хочет бороться? Пусть идёт в горы, а не под боком. Шмидт, небольшой, широколицый, белый, утвердительно кивает головой и улыбается. Илья рад и продолжает оживлённей. Зачем сидит группа под городом? Что высиживает? Ждёт приказаний отсюда, это нелепость. Управлять такой небольшой группой нужно оттуда, с гор. Это же не армия, который указал путь, и успокоился. И это, не забудь, тыл противника. Сейчас, через час ей нужно будет напасть, отбиваться или перейти. А она будет запрашивать комитет в городе. По целым дням ждать распоряжений. Ей нужно развязать инициативу. Она должна действовать. У неё и сейчас очень удобное положение. Вокруг неё полукольцом идёт железная дорога. Этот главнейший нерв, связывающий базу белых с фронтом. Плюньте вы на Новороссийск. Ничего вы с тремя сотнями ему не сделаете. Когда здесь тысяч десять войск. Это ж ребячество тормошить город одной группой. А дорога, по которой направляются на фронт один за другим составы поездов с оружием, обмундированием, она не охраняется, тянется среди гор. Одного человека послал с ломом и он остановит все движения. Сегодня утром здесь развинтил рельсы. Поезд под откос. Перебуровил полотно. Вечером, в другом месте. Завтра, в третьем. Один человек. А у вас триста. Да вы все запасы белых перетащите в горы, всю дорогу перекорежите, как донцы нам покорежили под Котельниково-Царицыном. Прогонят нас отсюда белые. Пошли дальше, на Кубань. Там и железная дорога у гор, и жратвы много. А здесь в городе что? Досидимся. Пока нас нащупают и переловят, как кур. Базар. Конспирации же нет у нас, на явочной квартире, базар. Шмидт не возражает. Он целиком согласен. Илья рад, счастливо улыбается. Наконец-то, боевая работа начнется. Шмидт распрощался и ушел, а Илью что-то знобить стало. Вечером он почувствовал себя усталым, а ночью уже понял, что тяжело заболел. К врачу обращаться не хотели. Он удивится, что солдат лежит на частной квартире, распорядится, чтобы отправили его в лазарет, а это совершенно невозможно. Начнет Илья бредить, и погубит себя и других. Лечили сами, не зная болезни. Налегали на патагонные. Хозяйка дала ему чистое белье, ухаживала за ним. Приходила Нюся, жена Пирогова, Маруся, маленькая, черненькая, простенькая. Захаживал навестить Пашет, делился новостями. Он собирается уходить в горы. Нечего здесь околачиваться, Борька там с первого дня приезда. Илья им завидует. Ох, как он хочет в горы. Там бы он быстро поправился. На пятый день болезни его, вечером пришел Пашет и сообщил, что идет на собрание. Будут выборы комитета. Илья заволновался. Опять с комитетами, мало их учили, мало погибло. Просит Пашета отстаивать свои взгляды, перетянуть Семенова, указать Шмидту, что он же соглашался с Ильей. Тот обещает. Ничего, не волнуйся, сделаем. Там ушел. А Ильи задыхался от жара, сжигавшего его. Он собирается на воздух. Там он отдышится. Там пройдет жар. Чем ближе к природе, тем лучше. По его не пускают. Он капризничает, брюзжит, что он совсем не нуждается ни в помощи, ни в уходе. Что он сам скорее выздоровеет, а от него все не отходят. Он уже и на хитрости пускался, и примеры им приводил, что он никогда не болел, потому что не лечился. Но они, здоровые, они завладели им и распоряжаются по-своему. Он волнуется, и жар повышается. Сам измучился, и их измучил. Какой же он упрямый, капризный. Ночью пришел Пашет. Угрюмый, раздраженный. Илья понял, что случилось то, что их всех погубит. Что решили? Все остается по-старому, а тебя и в комитет не выбрали. Вскочил Илья. Комната качается в глазах, сам шатается, худой, длинный, в белье, ищет одежду. Куда задевали одежду? Зачем спрятали? Что я вам, мальчик, своей воли, своей головы не имею? Дайте мне одежду. Шарит по углам. Под кроватью, в комнате хозяев, не находит, а самого качает, ноги подламываются. Его обступили, удерживают. Тут и Пашет, и Маруся, и хозяйка, все против него. Куда ты пойдешь? Ночь на дворе, успокойся, все в один голос. Пойду, пока не разошлись, я докажу, а сам задыхается, борется с ними. Допустите же. Напряг силу воли, выпрямился. Я же здоров, я уже выздоровел. Я знаю, что погибнут товарищи, я должен предупредить. Никуда ты не пойдешь. Будто поправить нельзя. Завтра утром исходишь, проговорил Пашет. Но Илья нашел брюки, нашел рубаху, скомкал в руках на груди, хочет одеваться, а ему мешают. Видит, не справится ему. В бессилии свалился на холодный пол, и уснул. А около него возились женщины и перекладывали его, большого, безжизненного, на постель, здесь же, на полу. Тревожно перешептывались. Принеси подушку. Накрой одеялом. Весь горит. Это у него кризис, наверное. Смерть матери. В эту же ночь отходила его мать. Посидевшая, замученная рыжиком в мрачных застенках тюрьмы. Она уже стала полупомешанным, у нее отнялся язык. Только слабо, невнятно лепетала до временами схватывалась, пытаясь защититься от кого-то страшного. Умирала у себя, дома. Около нее, глотая слезы, беспомощно топтались дочери-подростки. Ее освободили за неделю до смерти, чтобы проклятие за невинную жертву не обрушилось на головы узаконенных убийц, чтобы все сошло тихо и гладко. Умерла, потому что время пришло. Арестовали ее пять недель назад. Вначале не мучили, чтоб ненаглядно было. Она вместе с другими арестованными возила в бочке воду. Правда, в этом ничего страшного не было. Раз лошади нет, пусть люди возят, а вывезти бочку воды, хоть и на гору, и по песку, но десятку баб можно без надрыва. Мать же Ильи здоровая была женщина. По хозяйству за троих работала, выносила подряд косяк детей, здоровяков. Побыть на воздухе, на воле, каждому приятно, и бабы охотно шли на эту работу. А мать Ильи только здесь и могла получать передачи, потому что в тюрьму приносить не разрешали, для нее был особый режим. Дочери, освобожденные до ее ареста, одалживали средства у знакомых. Ведь Рыжик все деньги забрал. Посидела так недели две. Тут Рыжик приступил к допросам. Что она могла сказать, живя в стане врага, в своей семье, пожилая женщина. Да и Рыжик это прекрасно знал. Не допросы ему нужны были. Ему нужно было крови. Жертвы. Мести. Сперва она возвращалась в камеру, ложилась на нары, плакала, жаловалась. Потом с каждым днем становилась все более странной. Приходила в горячем состоянии, громко и бойко разговаривала, хвостливо рассказывала о том, что ее на расстрел водили, избивали. Потом остервенела рвала, распускала густые, темные пряди волос, закрывавшие ей грудь и спину, и страшная, как смерть, как черная бездна, начинала выть, хохотать, плясать. Бабы схватывали ее, укладывали на постель, обкладывали ее голову мокрыми полотенцами, а она вырывалась, кому-то грозила или в ужасе схватывалась, впивалась страшными безумными глазами в черную пустоту, и дикий крик вырывался из ее груди. Он, он, и шептала беззвучно, бессвязно. Потом слабела, забывалась, будто засыпала, а ночами снова просыпалась и плакала, обильно смачивая подушку, и беспрестанно повторяла. Ах, боже мой, боже мой, прости мои прегрешения. Или вспоминала своего любимого сына Илью, и шептала. Где ты теперь? Почему так долго не подашь о себе весточки, или тебя уже нет? Ах, Илюшка, Илюшка, зачем ты и себя и нас сгубил? Я ж за тобой ухаживала, я ж тебя вырастила, лучший кусок тебе оставляла украдкой, чтоб другие дети не видали. Тут просыпались соседки, участливо спрашивали, не нужно ли ей чего, о чем она говорит. Она пробуждалась от своих мыслей, видела железные решетки, нары, низкие, темные и мрачные своды. Острое, как нож, жалость к себе вонзалась в сердце, и громкий стон вырывался, и металась она, задыхаясь, пока не покидали ее силы. Потом стало тише. Может быть, осторожней глушил в ней жизнь опытный палач. Она приходила, как во сне, кусая себе пальцы, переговаривалась с собой шепотом, бесконечно поправляла себе постель, перебирая, разглаживая и комкая ее. Перекладывала подушку, садилась, поднималась, ходила по комнате, все громче, все глубже вздыхала, стонала, и снова, стихая, шептала. Потом волна, снова нарастала, казалось, прорвется безумная, страшная. Арестованные бабы настораживались, сами будоражились, метались по камере. Другие, уткнувшись в подушку, рыдали. У каждой свое горе, а у нее волна снова спадала, возилась с постелью, ложилась, поднималась. Вдруг резкий дикий крик сотрясал стены камеры, обезумевшая стая баб готова была наброситься на нее, а она вскакивала, дико хохотала, рвала волосы. Снова укладывали ее, пока не слабело ее тело и глубокое дыхание не успокаивало помертвевшую камеру. Бабы возились около нее с мокрыми полотенцами, прикладывали к голове, к сердцу, шептались около нее. Вся седая. Пришла молодой, а теперь старуха. Потом ее освободили. Сама дошла до дома. Прилегла отдохнуть, и больше не поднялась. Илья на собрании. Утром, проснувшись, почувствовал Илья, что у него жар спал, но тело ныло, как побитое камнями, во рту было суконно, горько. В доме не было взрослых. Хозяин ушел на завод, хозяйка, на базар, дети играли во дворе. Он лежал на спине и слабым усилием побуждал себя вспомнить нечто, томившее его. Вдруг он поднялся, голова закружилась, в глазах потемнело, заломило. Переждал, пока успокоилась и, пересиливая слабость, начал искать одежду. Отыскал ее, грубую, горькую, пропахшую табаком. Долго одевался. Вышел на свет. Постоял у притолоки, отдышался. Подбодрился свежим воздухом, будто вина выпил. Пошел. На перекрестке вырвался из-за угла порыв ветра и сильно качнул его. С трудом, задыхаясь, поднимался по острым камням. Идти было недалеко. Вошел в комнату. Много товарищей. В глазах рябит, расплывается. Он видит только Шмидта. Подбодрился, чтобы не быть жалким. Жалкий не убедит. Сел верхом на стул, оперся руками на спинку. Товарищ Шмидт, я же говорил. Ты же соглашался со мной. Какой дребезжащий, жалкий, неубедительный голос. Подумал он со страхом. Не поймут же меня. Нельзя тут оставаться. Нужно в горы. А здесь все погибнем. Какой я дурак. Вздумал убедить их, здоровых, сильных. Ведь они смеются надо мной. Мне трудно сейчас изложить. Но я же тебе все говорил. И Пашет здесь говорил. Но почему же? Ведь переловит. Как кур. Погибнем. Все погибнем. В глазах пошли круги. Синие, голубые, розовые. Потемнело. И голова упала на спинку стула. Ты не волнуйся. Товарищ Илья. Успокаивающе заговорил Шмидт. Все так и сделали. Как ты говорил. По-твоему и сделали. Поднял голову. Улыбнулся по-детски. Счастливо. Потом осмотрелся. Серьезные лица. Как стыдно. Как стыдно. Скорее отсюда. Они же не поймут. Мешковато поднялся. Застенчиво начал пятиться. И ушел. Жалкий. Презирающий себя за немощь. За наивность. Больное. Все осталось по-старому. Все так же собирались ночевать на явочную квартиру. Где жил Семенов и Нюся. Где были спрятаны деньги. Документы. Все. Что удавалось достать. И требовалось спрятать. Все так же ложились в повалку на полу. Дурачились. Много смеялись. Семенов ходит по комнате. Наклонившись. Засунув руки в карманы. Он ерошит назад непокорные. Недавно отращенные волосы. Торчавшие ершом. И в сотый раз рассказывает. Едет крестьянин по дороге. Подбегает парнишка. Дяденька. Отдай гроши. Шо. Яки тоби гроши. Як визму кнут. Допо. Эй. Отдай. Отдай. Кричит здоровенный дядя. Из-за камней поднялся. Ааа. Это вы? А я думал. Кто? Старик лезет за кесетом и отдает его мальчику. Потом берет в руки в сто первый раз книжку. Разворачивает. Воздевает руку. Копируя салонного поэта. Подлетает к нюси. Бросается на одно колено и с трепетом. С замиранием или грозно. Настойчиво говорит. А прекрасное, а не сравненное. Как я жажду коснуться края твоих одежд. Поцеловать следы твоих ног. Она уже изучила его приемы. Привыкла к ним и все таки не знает. Шутка ли это или за шуткой скрывается то волнующее, что недоступно ей. И улыбается растерянно. Она жаждет любви. Ей чужды ласки. Выросла в страшной еврейской нищете. Среди дюжины грязных рахетичных детей. Едва выросла. Как запряглась в хомут. Пошла на завод. Зарабатывать хлеб для семьи. Маленькая, худенькая, черненькая, скромная. Она не могла верить, чтобы кто-либо мог говорить такие чудесные слова какой-либо женщине. Она видела в жизни лишь грубое, животное желание смять ее, изломать, и выбросить. Она из числа тех шести девушек, евреек, которых дали на выбор Илье для подполья, не попала в число пяти, которые поехали через фронт и исчезли. Не спасло ли ее это? Выехала из Дюнбюро одиночка и добралась до Ростова и Новороссийска. А Семенов, устав от игры, садится за стол и с каменным лицом углубляется в чтение заметок в записной книжке. Илья тянется в горы. Он немного окреп. Семенов смеется. Куда тебе? Одной ногой в гробу стоишь. Илье ужасно тяжело. Он скитается. Хозяйка его не выдержала, заявила, чтобы убрался. Ей и стыдно было. Она щедро делилась с ним, ухаживала, как за своим, но ведь он лежит и лежит. Пролежал дней десять. Подозрительные люди ходят около. Все соседи спрашивают, что за солдат у них. Собрался и пошел на Румянцевскую. И начались скитания. Ночь полежит в подозрительном доме, где пьянствуют солдаты. Ночь на явке. Ночь у какого-либо рабочего. Приютил его у себя Ваня. Он всегда спокоен, все в городе знает. Подстрижен под ежика. Одет добровольцем. Достал и Илье старую английскую шинель. Обещал достать новый костюм. Жена его, высохшая женщина, жарко натопила баню, решив сразу выгнать болезнь Ильи, и послала его туда. Он все-таки выжил. Вылез живой. Ночью начался страшный жар. Она дала ему чашку сладкой кишмишевки, и это выдержал. Хмель затуманил его. Он лежал в мертвой желтой комнате, слабо стонал, просил пить, но никто не слышал. Изредка хозяйка забегала, давала воды, помогала ему и снова уходила. Может быть, ему казалось, что она надолго уходит. Так мучительно медленно тянулось время. Отходили его, снова пошел скитаться. Он завидует здоровым, сильным. Им не страшно. Они могут отстреливаться, защищаться, могут бежать, а он ничего не может. Он подозрителен тем, что больной от всех прячется. Пожил несколько дней в тихой семье эстонца, рабочего ревельского завода. У них, чисто, уютно, мягкая мебель. Стелют Илье на ковре. Два раза просыпался с омертвевшей половиной тела. Что это значило? Никто не знал. Кое-как поднимется. Присядет, разотрет себя здоровой рукой, и через несколько часов оживет. Но он ходит боком, волочит слабую ногу. Где его богатырское здоровье? Полтора года назад двадцатилетним юношей он победил в тяжелых состязаниях профессионала-силача. А теперь, его ветром валит. Но и здесь побыл немного. Перепугалась хозяйка. Спрашивали о нем. Ушел. Вечера. Пришел из гор Борька, возбужденный, жизнерадостный, в новой английской шинели. Едет в Ростов. Их несколько. С ними. Черный капитан. Дело. Экспроприация. Нужны средства. Да вы в своем уме? Из группы. В Ростов? Кто разрешил? Сами? Докатились. Укатил. Пришел тяжеловесный Роберт и худощавый Шмидт. Все те же дни тревожной работы и ночи на Румянцевской. Нортост с моряком разбушевались, хозяйничают в городе, сносят курятники, срывают, задирают крыши, валят с парохода в груз в море, приносит холодище, от которого никуда не спрячешься, во все щели свистит, или зальет потоками воды, будто небо прорвало. Изменчива погода, как капризница. В городе, что ни ночь, паника, стрельба, облавы. Роберт говорит сквозь смех. Весь Новороссийск в трех словах. Нортост. Паника и утка. А виновники сидят в ущелье, мерзнут. Холодно стало. Снег уже в горах. Разведут ночью костры, усядутся вокруг них и греются, и тут же спят. Наморозит спину. Поворачивает ее к огню, а лицу холодно. Другой заснет, а у него полошинели загорится. Испугается, вскочит, а ребятам забава. На кого не глянешь, у того сапог или ботинок прожжен, у того полошинели, у того зад прогорел, и хохочет, а из глаз искры сыплются. Но этот Иосиф, умора. Он в Ростове сведение доставал из разведки. Приехал сюда, городской житель, ходить по горам не может, у него же плоскоступие. Ему ж горе, ему ж мука. Лежит, ноет, а ребята над ним шутки строят. Спать же хочется, глаза у него опухли, слепаются, век не поднимет, а ребята ему. Осип, горишь, это у него кличка такая. Ну, ее ребята без смеху выговорить не могут. Крикнут ему, а он даже и глаз не откроет, ноет. Да вы потушите сами. Знает, что ребята не дадут ему сгореть. Роберт смеется, и от этого всем весело и легко. Провели мы праздник Октябрьской революции. Листовку выпустили, Селиванов постарался. Митинг был. Делать нечего. Так говорили до упаду. Торжественно провели. Потом реорганизовали группу, создали политотдел, особое отделение, батальон пехоты, взвод разведчиков, отделение телефонистов. Потом начал рассказывать о житье в Германии, где он был в плену. Ему посчастливилось, он работал у крестьянина и потому мог располагать собой. Придет вечер, оденешься честь честью. Пиджачишка, ботиночки, галстук, шляпа 769, и пошел в кабачок. Там каждый вечер немцы собираются и пиво глушат. Девушки приходят, начинаются танцы. Немцы, народ гордый, не нравится им, когда отбиваешь какую смазливенькую, а ты будто ничего не замечаешь, всех перепробуешь. То с одной, то с другой потанцуешь. И немкам тоже интересно с русскими амуры накручивать. Ну, подхватишь какую и пойдешь с ней в круг. Тут Роберт для большей полноты впечатления берет за талию сидевшую около Нюсю и, напевая медленный, как волны, немецкий мотив, демонстрирует спокойный танец. Та, та-та-та, та, та-та-та, усаживает Нюсю и продолжает, смеясь. А там какой-нибудь ее ухажер кружку за кружкой с ведро пива выглушит от ревности. Потом перескочил к живым анекдотам из ростовского подполья. Нюся, помнишь, как мы встретились с тобой на улице, а у тебя на лице отпечаток пяти пальцев? Мы спрашиваем. Что случилось? А ты говоришь, что четыре шпика избили. Еще бы не помнить, ответила она, улыбаясь. Пришла я на квартиру товарища, а туда шпики нагрянули. Я сказала, что я модистка, пришла за заказом, они меня пометили и отпустили. Тут я встретила тебя со Шмидтом и предупредила вас, чтобы не шли туда. Ну, да. Потом мы собрались на Софиевской площади, а этот чудила злая рота, как начал нас смешить, так мы, будто у нас колики в желудках, по траве катались, все кишки порвали от смеху. А другой случай был. Иду я со Шмидтом по Нахичеванскому переулку, несу мешок с документами. Шмидт и говорит мне, давай свернем влево, на Пушкинскую. Все равно по пути. Пришли мы к Петрову, а он спрашивает. Как вы прошли, мы сказали, счастье, говорит, ваши, что свернули. Там весь квартал оцепили, повальный обыск идет. Удивительно, как чутье развивается. Тут Роберт звучно расхохотался. Ребята покатились со смеху, не зная в чем дело, но ожидая нечто, особенно смешное, что оправдает их смех. Черпакова-то как прикончили, вынесли ему смертный приговор. Но как его поймать? А он жил около кладбища, где должен был состояться парад. Пошли ребята туда. Народу, пушкой не пробьешь. Вызвали его за ограду, на кладбище, начали стыдить. А он говорит, простите. Какое же тут прощение предателю? Сколько людей загнал на смерть? Сидорчук ему, петлю на шею, веревку, через перекладину креста, и тянет. За оградой, ура, музыка гремит. Черпаков кричит, ногами по ящику могилы стучит, а ребята, чтоб заглушить его, хохочут и тоже горланит. Ура! Снова захохотали ребята. Потом стихли, вспомнив о своей опасности, которая их стережет за окном. Не подглядывает ли, не подслушивает ли кто? И бежит кто-нибудь, прикладывается горячим лбом к холодному стеклу. Темно, ничего не видно. Домик удобный, окна высоко, без лесенки не подслушаешь, не подсмотришь. Хлопнула дверь, вошел, стряхивая с себя брызги воды, новацкий. Ну, и дождь, ну и льет. Моряк разгулялся. А по городу стрельба, облавы. Вы чего сбились в кучу? Слушаете? Чайку нет? И начал шарить на печке у двери. Что у вас облавы? Заговорил Шмидт. Вот в Ростове, это, да. Чуть не каждый день напарываешься, весь город днями под арестом сидит, а облавы по домам лазит. Однажды я взял с собой 600 газет бедноты и поехал во Владикавказские мастерские. Передал их кому следует и вышел на трамвайную остановку. Тут меня изгробастали. Привели в уголовный розыск, измолотили всего, а добиться ничего не могли. У меня был документ, что я рабочий с трамвая. Утром предложили мне умыться, чтобы людей не пугать, и погнали меня под конвоем молодого солдата в город. Ну, я ему дорогой заговорил зубы, и откупился. Потом в своей бронированной квартире недели две сидел, пока опухоли от побоев проходили. А как с арестованными в мае? Спросил кто-то. Был им суд? Судили. Двадцать три их было, да все ребятиш по семнадцать-восемнадцать лет. Приговорил военно-полевой суд восемь человек к расстрелу, а остальных – на каторгу. Потом, принимая во внимание, что ловили щуку, а поймали Пискаря, суд возбудил ходатайство о помиловании. Ну, ребята сидят. Красный крест наш передачи посылает. Лилю через окно застрелили. Георгий сидит в тюрьме у себя в станице. Белые подозревают, что работал у красных, а где, что, улик мало. И держат почти год. А моряк хлыщет в окна, завывает, будто обогреться просится. Соперник Нортоста. Тот всклокоченный, седой, мохнатый, этот черный, весь в слизистых водорослях, тоже страшный. Этот в море темной ночью разбушуется, продрогнет, льют с него ручьи, а он как схватится с Нортостом, как завоет, душа ноет, слушая его. Ишь сыплет в окна, как крупой. Жмутся ребята. Страшно, холодно, мокро за окнами. А Шмидт продолжает. Левченко, Косорукова, расстреляли. Так и не дождались от него денежного отчета. Долго с ним нянчились. Но с женщиной-провокатором повозились. Прислали нам ее. Дочь полковника. Коммунистка. Шикарно одета. Остановилась в гостинице. Мы ей. Задание. Явиться к дежурному генералу, расплакаться и попросить службу. Пошла. Рассказала. Он даже погладил ее по головке, заявив, что она работать не будет, и приказал своему дежурному адъютанту предоставить ей другой номер. Устроилась хорошо, а деньги все требует. Платья ей шикарные нужны, расходы у нее. Видим, баба с корнетом своим крутит. Связь с ней держал наш разведчик. Так он заметил, что когда он уходил от нее, за ним следили шпики. А за ней следили три наших разведчика. Даем ей одно за другим задание, не исполняет. Ну, мы ее заманули на улице, будто на собрание Дон Кома нужно. Какая же она подпольница, если ее на собрание не вытянешь? Уговорили. Посадили на извозчика и увезли в Нахичевань. А там, на лодку, из Адон. Повели ее в Камыш. Начали допрос. Один товарища говорит, надо ее прикончить. А она, да здравствует Ленин. У ребят и пальцы разжались. Показали ей могилу, а там сидели два хмурых грузчика, недовольных, что прождали целый день. Перевезли ее обратно в город, засадили в конспиративную квартиру. Началась с ней новая конетель. Перехватили письмо к Орнету. Выручай. Я в плену. Она уже и в ящик бросила это письмо. Мы и предложили ей выехать в Советскую Россию под конвоем. Она, возражать, говорит, сама поеду. Как бы не так, поедет она. Кое-как уговорили. Повели на вокзал, а у обрыва Сидорчук схватил ее за горло. Брось, хватит с нас. А за окном бушевала стихия, выл моряк, хлестал в стекла, рвал калитку. Глухо доносились редкие выстрелы. Кто-то прикрутил лампу, кто-то подбежал к окну. Там такие ручьи льют, такие ручьи. Как-то в горах нашим ребятам. То моряк промочит до костей, то нор тост обледенит в сосульку. Небось, где-нибудь бредет по грязи, в диких трущобах какая-нибудь группа. С неба льет за шею, впереди на шаг ничего не видно, а чертово дерево, как крючьями, хватает, обдирает. Ну, и живуха. Кончит свои разговоры, надурочится, все разбросают, как телята в сеновале, и завалится на полу спать. Глава восьмая. Работа в казармах. Илья начал понемногу втягиваться в работу, помогать Федька. Только трудно же ему было работать со старым. Ненавидит его ватную желтую тужурку. Идет Федька, руки в карманах на животе сложит, никуда он не торопится. Придут вдвоем к кому-либо на квартиру. Ждут. Проходит час, проходит два, появится кто-нибудь. Начинаются разговоры. Говорят час, говорят полдня. Илью уже тошнить начинает, а они все говорят, лениво, бестолково. Взять хоть этого плюгавенького, сморщенного парня. Он, Фильдфебель, сидит, развалившись, весь перетянутый с бруей, в английском френче. Видно, гордится, будто он не Фильдфебель, а генерал. Но ему боязно оставаться. Как бы зеленые не прирезали. И расчету никакого оставаться. Выше Фильдфебель не прыгнешь, и переходить страшно. Вдруг попадется. Он и крутит. Пятую группу начали гонять облавы. И его отряд скоро вышлют. Так он несколько дней договаривается с Федька. Какой знак он даст зеленым, чтоб те не стреляли по его отряду из кустов, потому что он сдаваться будет. Подумаешь, сложное дело, сдаваться. Ушел в горы, и признался крестьянам, а те уж найдут куда сообщить. Как подойдем мы по шоссе до маяка, я платочек вытащу, и высморкаюсь. Значит, сдаемся. Или нет. Я лучше фуражку сниму и платочком пот вытру. А можно и так. Вот так и проводит время. Ходил Илья по казармам. Грязище. Видно, разложились солдаты. И разложение, от широкой жизни, от хорошего снабжения. Вот и угадай, что лучше. Плохо ли снабжать армию или очень хорошо. Солдаты лежат, задрав ноги. Лопают шоколад, где-то накраденный. Курят гаванские сигары, модничают, без конца белят парусиновые гетры, у кого они есть. Грызут орехи и под ноги скорлупу бросают. У каждого деньжищного рвана, толстые бумажники. У каждого, баба в городе. Придут к ним подпольники, все знают их, никому не доносят, но и к зеленым не идут. Кому они нужны? Это, конечно, в некоторых казармах, где солдаты из русских губерний, а кубанские казаки, ставропольцы, те надежные. Там бородачи больше, заядлые. Пришли однажды Федька и Илья в санитарную команду. Фильтфебель там желто-зеленый, голова у него красная. Смотрит холодно, точно ледяной. Сунул им в руку пригоршню медикаментов. Это, помощь. Да черный капитан с отрядом вагон может получить. Прошли с ним по улице, молчит, видно, ужасно боится. Помогает, чтоб застраховать себя на случай, если залетят в город зеленые. Шли через базар, шпик оказался около, помертвел Фильтфебель. Набродится так день, разойдутся, подобедают и на Румянцевскую с докладом вечер провести. Утром получают задание, вечером приходит с докладом. Теперь уже развлекает Семенов, да не очень весело получается. Только и смешного, что ерошит вверх свои волосы, орявкнет. Эй, отдай, отдай. Уж никто не смеется. Приелось. Однажды поздно вечером, когда ребята собирались спать. Пришел в своем сером английском пальто и черной шляпе пашет. Полу ботинки, в грязи, и стрепаны. Кто еще не спал? Встретили его вопросами. Вы вчера дрались с белыми? Еще как, до штыков доходило. Ну, и несколько товарищей расхохоталось. Тут вчера такая паника была, но пашет глушит смех. Положение серьезное. Ребята в отчаянии. Решили погибнуть, но с треском. Около него сгрудились проснувшиеся товарищи, разбуженные его ровным, тихим, но трагическим голосом. Ушел пашет. Гнетущая тоска навалилась. Преследование пятой облавами. Пятая группа просидела больше месяца под сахарной головкой, совершая мелкие налеты мелких партий, лишь бы достать на пропитание. Время использовали для политической работы. Но раз уже группа засела под городом, повторилась старая история. Каждая баба знала, где бивак, заработали провокаторы, занудился и Зелимхан. Вы думаете, что он скрылся с горизонта после августовской провокации? Да нет же. Он сидит, запомните, в контрразведке, то есть его уже перевели в тюрьму и скоро поведут расстреливать. Так он письмо за письмом шлет в группу. Выручите, ради бога, братцы. Я же партиец с десятого года. Белые узнали, что я есть помощник верховного главнокомандующего, и меня ждет неминучая смертьюга. Он и день, и час своего расстрела знает и дорогу, по которой поведут его, знает, и место расстрела, косу, указывает. Ну, словом, помогает им изо всех сил. Стоит послать сто зеленых, и Зелимхан торжественно будет приведен, чтобы вступить в исполнение обязанностей помощника верховного главнокомандующего. Еще в сентябре, когда группа стояла под Бабичевым перевалом, он писал им о том же, чтобы выслали на выручку его сто человек. Тогда он будто бы сидел в контрразведке. И тогда же Горчаков выразился непочтительно. Пусть лучше одна голова погибнет, чем сто. Трибунал еще на старом биваке начал вести о нем следствие. Травчук, который стрелял на базаре в офицеров, заявил, что видел, как Зелимхан ходил на базар с корзинкой. И другие зеленые о том же говорили. А раз ходит с корзинкой, значит есть на что покупать в эту корзиночку и есть кому носить. Словом, с деньгой и бабой. Не откликнулись и теперь зеленые, умолк Зелимхан, видно, и в самом деле расстреляли его белые. А в пятой началось после октябрьских праздников. Сходил Горчаков с отрядом в налет на Неберджаевскую дачу, где производилась постройка железной дороги. Набрал муки, сало, крут, ушел, а по следу разведка на бивак пожаловала. Пострелялись. На следующий день белые стянули силы. Три дня обстреливали. Зеленые отвечали вяло. Ночью устроили совещание и решили уйти по Добрау. Разделили мануфактуру, чтоб не досталось белым, замаскировали землянку, где оставили 16 тяжело больных товарищей, поставили над землянкой дуплистое дерево, чтобы воздух освежался, и они могли вылезать, а сами ушли, надеясь дня через три снова прийти и помочь больным. Уходя, развели костер. Пошел снег и костер разгорелся. Белые окружили его, обстреляли, а зеленые тем временем ушли к Новороссийску и за нефтяными баками расположились. Сообщили в подполье, что вши заедают, тиф свирепствует. Те выслали баб с выворками, бабы перемыли белье, перешпарили в шеи, и стало легко. Точно каждый лет на 10 помолодел. Зеленые думают уже не о том, что по таблаву уйти, а о нападении на тюрьму. Много сидит там заложников, много политических. Для начала решили пойти на Анапу, захватить там заложниками Радзянко и несколько других видных деятелей. Пошли по Добрау. Расположились в Лобановой щели. Послали разведку в Анапу. Та вернулась и привела с собой пленного. Сообщают, что в Сукка находится карательный отряд Исаула Бойко. О расположении зеленых белые знают. Их отрядами заняты. Тоннельная Борисовна Абрау Ираевская. Пятая в кольце. Охватила жуть. Ночью донесся ужаснейший вой. Что творилось неподалеку? Захватили где группу зеленых и кололи ее штыками? Или это гнали стадо сумасшедших людей на бойню? Или Ах! Куда бы спрятаться, чтобы не слышать этого? Как страшно стало! Куда же бежать? Бежать! Ребята! Успокойся! Это же волки воют! Пока выясняли силы и расположение белых, прошло три дня, не успели уйти, как залетела на пустой бивак разведка мебаки. Горчаков с небольшим отрядом напал на нее и прогнал. Но эти схватки окруженного, загнанного, гибельны. Враг знает их место, ближе стягивает свои отряды. Наступила ночь, жуткая, непроглядная. Навалился густой туман, сбились толпой. Недалеко, внизу речка журчит, тихо, нежно, словно убаюкивает. Схватка жестокая, отчаянная неизбежна. Но патронов мало. Горчаков созвал командиров. Патроны отобрать до последнего. Разделим поровну. Разошлись командиры. Тихо, без споров, отдавали. Когда это было? Когда зеленый отдаст добровольно свой лишний патрон? Торжественно готовится к бою и смерти. Разделили патроны. По тридцать, на брата. Две ленты, на два пулемета. Собрались командиры, советуются. Что же дальше? Куда идти? Узленко предлагает на Гузовую гору. По хребту и уйти безопаснее и сбить противника легче. Пошли медленно, уныло, невидимые для самих себя. Вдруг слышат Дзинь, Дзинь, точно козы колокольцами звякают. Цепь тихо зашушукалась. Замерла тишина. Страшный окрик разрезал тьму. Что идет? Голос Горчакова. Кто идет? Донеслось снизу и задребезжало. Дрррр. И снова стихло. Только затворы щелкают. И эта цепь, и та цепь взбежали на противоположные хребты. Внизу, в жутком одиночестве осталось несколько человек здесь, и неподалеку, невидимые некто. Выходи два человека. Это ты, Сидорчук? А ты кто? Горчаков? Сбежались вниз, весело заговорили. К ним незаметно спустились обе цепи зеленых, чуждые, недоверчивые. Это оказался отряд перебежчиков в 80 человек, прибывший во главе с Пашетом и Сидорчуком с заставы черного капитана. Они уже сходили в Лобанов ущелье, не найдя там группы, шли вслед за ней. Все повеселили. Сила прибыла. Много осталось больных по Добрау, но и здесь собралось человек 350. Но как же они измучились? Более десяти дней в походах. Костров разводить нельзя, не согреешься, не выспишься, не сваришь поесть. На плечах несут топоры, лопаты, кое-какие запасы продуктов, котлы, пулеметы. Полезли на гору, заблудились. Казалось, обошли ее несколько раз. Какая же она высокая. Взбирались бесконечно, точно на небо. На горе переночевали, морозит. Продрогли. Неужели так зимовать? Что же будет дальше, когда горы завалят снегом? Утром собрались командиры под вековым дубом. Что делать? Куда же идти? Скрываться уже трудно. Следы видны. Решено уходить за 60 верст на лысые горы. Пулеметчики принесли завтрак, вода, заболтанная мукой. А среди зеленых поднимается ругань. Отбиваются кучками отчаявшиеся. Собираются идти сдаваться белым. Сидорчук мечет молнии. Кому сдаваться? Все равно перебьют вас. Уйдем на лысые горы, отдохнем, соберемся с силами, и начнем громить. Красные наступают, белые бегут. Пока красные придут, нас загоняют. Уж сил нет. Кричат командиры. Кричат остающиеся зеленые, а малодушные уже отходят. Сдавай винтовки, скидай сапоги. Кричат остающиеся, но нет ненависти к уходящим. Сегодня погибнут они, завтра оставшиеся. Разулись, отдали винтовки, отчужденные, холодные. Ушло 80 человек. Оставшиеся проклинали их вдогонку и с тоской одиночества валились на землю. Разведка донесла, что отряд Исаула Бойков 400-500 человек поднимается со стороны шоссе на гору. Решили дать бой. Спасение в разгроме облавы. Заняли позицию подковой. Справа Сидорчук, слева Горчаков в глубине пашет. Ждут. Ставропольцы поднимаются, штыками ширяют в кусты. Геть, бисовы диты. Геть, бисовы диты. На правом фланге у Сидорчука кто-то выстрелил, выдал. Цепь пошла на него. Зеленые на фланге Сидорчука дрогнули и побежали наверх сопки. Белые лезут на них. От Горчакова уже шагов на 15-20. Между ними ущелье. Горчаков стоит за деревом, дает своим сигнал. Поднимает руки вверх, в стороны, хлопает в ладоши. Вся цепь поднялась и затрепетала радостная. Уэрра загрохотала стрельба, разнеслась гулким эхом по горам, ущельям, к морю, к большому городу. Поднялось невообразимое. Все кричат, переговариваются с белыми. Те залегли в кустах, засыпали роем пуль. Попадали зеленые. Завязался бой. Командиры кричат. Пашет неузнаваем, горит, стоя командует. Горчаков посылает несколько бойцов в тыл белых, приказывает стрелять в Ясаула бойко на серой лошади. Засрочил пулемет, и свалился бойко, свалилась и лошадь. Дрогнули белые. Сидорчука сатанел, скомандовал. В штыки ура! И понеслась лава его цепь. Понеслись все зеленые. Несколько бойцов выскочили в тыл белых, и прикололи офицера пулеметчика. Бегут белые, настигают их зеленые, вся гора усеяна бегущими. Рев ликования зеленых, вой обезумевших белых. Иосиф пляшет с винтовкой, горланит. Вихри враждебные воют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Падают белые, поднимаются на колени, руки воздевают. Сдаемся. Мертвенно-бледные бородатые лица в ручьях пота. Трясущиеся скулы. Сгоняют их зеленые в стадо. Отбирают оружие, проверяют сумки, хлеба, кусок хлеба. А в сумках, вещи товарищей, оставленных под сахарной головкой. Насторожились зеленые. Признаются растерявшиеся белые, что всех шестнадцать перебили. И типографа на деревяшке Селиванова убили. Пронеслось по толпам жгучее месть. Вот они, мучители. Крикнул кто-то. Бери их в штыки. И полыхнуло пожарище. Взбесились измученные, загнанные, зеленые, и начали колоть штыками. Человек сорок полегло белых. Уход пятый на лысые горы. Ужас объял Новороссийск. Под вечер белые увидели ассинизационный обоз, решили артиллерия зеленых, и начали гвоздить из орудий. Лошади с бочками, в рассыпную по рытвенам. А зеленые и в самом деле на Новороссийск пошли. Еще одна бессонная ночь. На рассвете пришли покрытые инеем в седьмую щель. Седые горы вокруг прячутся в густом тумане. Свалились обессилевшие бойцы. Некого на пост послать. Тут затрещали ветви кустарника, частый топот донесся. Кавалерия. В ужасе ринулись бежать, бросая котлы, пулеметы, мешки с крупой, шинели, винтовки. А Сидорчук хохочет им вслед. Да стой же. Это стадо диких кабанов. Стыдливо вернулись. В отчаяние повалились на землю. Вылезли командиры на сопку. Наблюдают. Идут по шоссе на них войска пятью колоннами. Пехота, артиллерия, броневики, грузовики, обозы. Туман. Положение безвыходно. Занять позицию. Поздно, силы неравные. Сидорчук предлагает броситься на них, разгромить и идти на Новороссийск. Погибать. Так с музыкой. Долгое, томительное ожидание смерти. Прошли мимо. Начали долбить снарядами Гузовую гору. Будто гора воевала. Будто мало гор на Кавказе. Тут-то и послали паши-то в комитет за разрешением напасть на город. Достояли до вечера. Получили из города продуктов. Подкрепились. Пост зеленых заметил на шоссе конный расъезд белых из Абрау. Останавливает. Что пропуск. Штаны. Признаются белые. Ну, сластье. Обезоружили их. Перекололи. А среди зеленых снова разложение. Местные из Абрау, Борисовки, Сукка и других деревушек не хотят уходить от хат. Мелким группам сидеть безопаснее, на мелкие группы облавы не ходят. Местные отбиваются в чуждые кучки. Тихо советуются. Уходят от своих. Прощеваете. Товарищи. Куда же вы? Бросаете? Предаете? Закипают страсти. Ругань поднимается. Местные тоже возмущаются. Вам все равно, куда не идти. А мы куда пойдем от своей семьи? К родимой мамушке. Копают ямы. Выбрасывают комья земли. Для кого эти могилы? Почему так грустны около них зеленые? Расходятся, словно после похорон. Немногие осиротелые остались. Зарыли пулеметы. Своё спасение, свои надежды. Зарыли все, что можно было зарыть. Пришел Пашет. Встречают его, Горчаков, Сидорчук и Иосиф, криво улыбаются. Вот и все, что осталось. Человек полтора и те стали тенями. Комитет не разрешил нападать на город. Направил на лысые горы. Уныло пошли. Раненых несут на носилках. Стонут они. Голосом, полным слез, молят, чтобы их добили. Пошли через окраину города, через Чеховку, почти мимо комитета, недалеко от ремесленной школы. Прошли в колонне. Разведка, человек восемь, в погонах, впереди. Встретил их пост белых, окликнул, что пропуск. Штаны, отвечают зеленые. Подошли, обезоружили белых. Отвели их за Чеховку, перекололи. Поднимаются на хребет. Ночь лунная, только бы на лавочке сидеть в обнимку с разлюбезной. Белые заметили их, подняли стрельбу, летят пули к зеленым, да поздно. Пришли на бивак под сахарной головкой, хотели убрать трупы товарищей, не нашли. Видно, волки растащили. Начали искать зарытые запасы, все разворочено, крупа перемешана с землей. Пошли дальше. Это был мучительный пятидесяти верстный переход под ледяным нортостом, обледенел их бойцов. Они карабкались по снежным горам, не зная пути, без тропинок, без проводников. Съедали по три сырых картошки в день, ночевали на снегу. Каждые десять-пятнадцать минут останавливались отдыхать. Весь путь их был усеян отставшими больными. Вырывали им товарищи вблизи горных хуторов ямы, кое-как мастерили землянки и покидали их. Подошли к Марьиной роще, оттуда принесли картошки, муки. Подпольный комитет прислал из Новороссийска с Марусей палпу до сала и палпу до табаку. Отдохнули, подкрепились и повеселили. Сидорчук пошел с Марусей в Геленджик. Пашет пытался задержать его, тот заупрямился. Ничего ему не будет. Ушли и не вернулись. Горчаков заболел. Отстал. Иосиф тоже отстал. Повел пятую группу на лысые горы Пашет. Единственный никому неведомый среди сроднившихся зеленых. И он их командир. Что за человек? Его выбрали, потому что он пришел из подполья. А разве в подполье не затисываются? Вид шпика. Черная шляпа, летнее пальто. Оборвался, да ведь иначе и не влезешь. Пальто затянуто веревкой. Грудь на распашку. Под пиджаком рваная, грязная сорочка. Маленький, невзрачный, а жесткий. Торопит, знает, чем решительнее идти, тем легче, тем скорее конец испытаниям, тем дальше уйдут от облав. Жесткий взгляд ледяной. Шпик. Ропот поднялся. Что за человек? Почему он командует? Остановились ночевать в нескольких верстах от лысых гор, заметили следы картофельного поля, набросились, начали копать из-под снега гнилую картошку и есть. Утром послали разведку вперед. Пошли следом. Снег ослепительно сверкал от солнца. Было тепло, празднично. Деревья торжественно замерли в своем серебристом уборе. Казалось, вся природа ликовала, радуясь спасению кучки героев, перенесших нечеловеческие муки, дерзнувших состязаться с колоссом, врагом в его стане, когда фронт был под Курском. Бой на Гузовой горе разнес славу о зеленых. удар. Высыпали лысогорские бабы, дети, старики, зеленые с винтовками. Вынесли им борща, хлеба, молока, баранины. Началось угощение. Смеялись, пели, плакали. Какие же они худые, желтые, измученные. А где же командир ваш? Ищут бабы. Ведь командир такой грозной группы, таких одичалых, крупных солдат должен быть еще больше, он должен быть сусищами, бородищей. Где же он? Да вот же командир. Чипа вылазила, вот он, паше. Чудно вам, он хоче малый, а сэр дытый. Як загна со сердцов, аж присядешь. Весело встретили, хорошо накормили. И направили дорогих гостей, как когда-то их направляли, и четвертую. Но тогда ни та, ни другая не пошли. Гордые были, а теперь пятая смирилась перед своими. Полезла в ущелье, такого дикого еще не видела, версты три к нему спускаться, а там сырость, грязище. Наверху морозный нор тост разгуляется, а из ущелья теплом дышит. Начали копать в грязи землянки, а под грязью камень, долбят его, кое-как городят землянки, а вода из-под камня течет, набегает в ямы. Настилают жерди, прикрывают их ветвями и ложатся на них, а под ними лужи застаиваются. Вот и пришли к родимой мамушке, и разгулялась эпидемия. 80 бойцов пришло, 80 живых трупов осталось, некому выбираться наверх, некому работать, некому охранять себя. Приютили у себя лысогорцы только штаб да пекарню. Да на втором хуторе, в пустой хатилазарет для тяжелобольных пристроили. Мрачные дни декабря потянулись для пятой. Гибель пришла. Провал организации. Опустело подполье. Шмидт и Роберт в Ростов выехали. Красные быстро приближаются, надо во время помощь из Ростова, чтоб не сорвалось наступление. Уехали и заболевшие. Пустынник, Борька, черный капитан с группой товарищей еще раньше туда же махнули. На по-прежнему с утра расходились по городу и к вечеру сходились. Дурачились, много смеялись, да жидко получалось. Нет-нет, и заноет тоскливо, тревожно под сердцем. Крикнет Семенов, нервная Роша волосы. Ша. Подбежит кто-либо к окну, станет вглядываться в черную бездну, и притихнут товарищи. Тревожные вести. Пятая разгромила облаву, но сама, смертельно раненая, забилась в трущобу. Сидорчук с Марусей арестованы в Геленджике, не перехватили ли у них адреса, подозрительные около ходят. А Илья все скитался по квартирам. Привели его, наконец, темным вечером к добродушной, гостеприимной хозяйке. У нее было уютно, хорошо. Она пригласила его к столу в компанию к ее юноше-сыну, угостила горячими пирожками и чаем с душистым вареньем. Долго сидели у лампы за тихими разговорами, потом сын хозяйки достал скрипку и начал играть на ней. Илья очень обрадовался, он так давно не играл на ней, у того оказалась еще одна, и они стали играть дуэтом. Хозяйка, слушая мелодичные, молочные звуки, улыбалась. И Илья улыбался. Ему было так хорошо. Утром, пока хозяйка готовила завтрак, они снова затеяли дуэт на скрипках. Позавтракали, еще сыграли. Без десяти-десять Илья неохотно расстался с ними и пошел на работу. Комитет недалеко. Вышел, слепит солнце, щурится, идет. А в это время там хозяйничала контрразведка. Свернул за один угол, радужное настроение, созданное игрой на скрипке, рассеялось, ему стало тоскливо. Свернул еще за угол, поднимается по узкой уличке, озирается незаметно, все спокойно. А тоска растет, он начинает спорить с самим собой. Почему я должен идти туда? Для чего это шатание изо дня в день? Знаю же свою работу? После обеда приду и доложу. Но, может быть, случилось, что за ночь? Как же идти на работу? Не зная, можно ли вообще идти? Не нужно ли скрываться? Нет, нужно зайти. А другой голос, беспричинно тревожный, убеждает. Ребята нервничали, зачем это толчия? Но вот же домик, веселенький, беленький. Вокруг все спокойно, что за малодушие? Подходит к калитке, заставляет себя свернуть, убеждает. Он уже готов занести ногу, взяться за ручку калитки, а ноги, своевольные не слушаются, ступают прямо и прямо. Прошел, даже в окна не заглянул. Идет, клянет себя, идиот, трус, квашня, распустился за болезнь. Но вышел на пригорок, и борьба улеглась. Впереди под ним домики, скудная зелень, вдали стройные здания, за ними голубой залив, а дальше город и море. Как хорошо. Спустился в балочку, поднялся, встретил румяного. Необычно оживленно, быстро заговорил с ним. Как ваша кличка? Я называю вас румяным, но это же только примета. Тот рассмеялся, сказал. Илья снова спрашивает, вы куда направляетесь? На явку. Там есть кто? Наверное. Каждое утро собирались. Только я не зашел. Какой смысл? Работу знаю. После обеда приду и доложу. А вы правда стражником служите? Поговорили, разошлись. Начал спускаться румяный в балочку и задрожал. Не может отвести от них взора. Ведут четырех. И в них штыки направлены. Куда же бежать? Надо идти. Еще погонится. Пошел навстречу. Федька в черной рубашке, под поясанной ремешком. Семенов без фуражки волосы дыбом. Он в русской шинели. Навацкий, этот красивый мальчик с большим лбом в рубашке и синих галифе с красными кантиками. Еще кто-то четвертый. Кажется, Фельдшир, где его взяли, подходит. Конвоиры подозрительно всматриваются. Товарищи улыбаются ему, будто хотят оказать. Стыдновато идти на убой, но ничего не поделаешь. Как видишь, не в нашей это воле. Прошли. Румяный понесся в город. Предупреждать. Нюся спасена. Она была на базаре. Пришла, дома цеплен казаками. Не помня себя, еле владея собой, прошла дальше, обогнула квартал и, сдерживая рыдание, побежала в пород. Предупреждать. Но что там творится на явке? Нужно знать, нужно видеть. И она бежит назад. Издали через другие дворы пытается увидеть. Вокруг дома никого. Двери настиж. Внутри люди. Она забежала на квартиру Ильи, и вырвался из груди вопль. Погибли товарищи. Провал. Бросилась на стул, свалила голову на стол, и зарыдала. Хозяйка, добродушная, мягкосердечная, принялась ее ласкать, успокаивать, а у самой слезы по лицу катиться. Да кто же погиб? Какой ужас, какой ужас. Илья пошел около десяти утра. Нюся подняла разгоряченное лицо. И он, и он погиб. Все. Утром были трое. Семенов, Федька и Новацкий. В десять был обыск, и она вскочила вдруг выросшая, сильная, смелая. Я пойду туда, узнаю, спасу документы. Метнулась, хлопнула дверью. Да постой же, куда побежала, скаженная. Хозяйка из комнаты в комнату бегает, перестанавливает безделушки, зачем-то убирает с чистого стола, стонет, выглядывает в окно. Пропадет бедная девчонка, обезумела. Анюся прибежала с чемоданом, смеется сквозь слезы. Спасла документы. Все разворочено, двери раскрыты. Пироговых нет, и стражи нет. Увели их. И заметалась, в отчаянии заламывая руки. Я побегу в город. Может быть, их можно спасти. Других предупредить. Но куда их повели? Какое несчастье? Какое несчастье? И убежала. Часа через два ворвалась, снова ломает руки, в волнении бегает по комнатам. Я вспомнила еще о документах, под коридором были спрятаны. Побежала, а там снова стража. Что это значит? Давит стены, давит тайна. Скорей на простор, на воздух, к людям. И снова унеслась. А тем временем арестованных вывели на широкие улицы. Прошли мимо станции. Направились в город. Идти еще далеко. Впереди, на стандарте, оживленная набережная, шоссе в город. Там хорошо бежать. Один выход. Разгоряченные, они бодро и как будто весело поглядывали на толпы прохожих, перебрасывались словами, пока резкий окрик конвоиров не обрывал их слов. Встретили пьяного с бутылкой самогона. Он стал на колени и принялся кланяться им. Простите, братцы. Вокруг, смех. И товарищи рассмеялись. Семенов про себя бросил. Нашмандрился. Навацкий тихо добавил. Рассупонился. Федька истерично хихикнул в бородку. Четвертый мрачно улыбнулся. Навацкий, думая вслух, повторил это нелепое. Нашмандрился, отрывисто захохотал. Другие, заразившись его смехом, подхватили, и все разом осеклись. Их всех ожидали муки допросов, пыток. Неумолимая логика приказывала. Бежать. Пока возможно. Около ходят счастливые вольные люди, равнодушно наблюдающие обычную картину конвоирования живых трупов. Спасение так близко. Бросился в толпу, стрелять не смогут, а там, по дворам, сердце колотится от напряженного ожидания, подламываются ноги, туманится голова, страшно. Вдогонку вонзится жгучая пуля или штык. Страшно, а логика толкает. Одна надежда зажигает радостью. Воля так близка, долго идут, все что-либо мешает. То много людей и протискаться некуда, то драгили на пути, то вокруг все открыто, то заборы высоки. Но вот пронесся экипаж, избились в сторону. И конвоиры, и арестованные. Семенов сталью налился. Мозг пронизала радостно жгучая мысль. Да ведь один раз погибать решайся. И обезумев крикнул. Гони, ребята. Метнулся в сторону. Навацкий толкнул конвоира, вскинувшего винтовку. Тот запахал носом, а он, перепрыгнув, побежал, точно на крыльях полетел, а спину жжет. Кричат, стой, стреляют. Свалился Семенов, запрокинул руку вперед, будто, летя в черную пропасть, не верил, что бежать уже не нужно. Вскрикнул Навацкий, удивленно остановился, и надломленный упал. А Федька растерялся, задрожал. Оцепенели ноги. Вдруг что-то бросило его назад, едва не переломило поясницу. Очнулся от страшного удара приклада в спину. Конвоир грубо и резко крикнул. Пошел. Идет, ноги подламываются, дрожат, зубы стучат. Понять не может, как это получилось, что бежали, стреляли, убили. И четвертый около идет, растерянный, перепуганный. Идут, а мозг и спину сверлит. Вот штык вонзится, а конвоиры торопятся. Постарше идут мрачные, а помоложе истерически хохочут, бросают отрывистые, хвостливые фразы. С первого выстрела подсек этого в шинели и не пикнул. А я за другим погнался, споткнулся, промазал, а потом ловко всадил. Наука им будет в другой раз не побегут, и резко крикнул. Скорее пошел. Заключение. Вторая зима началась в горах еще безотраднее, чем первая. Вера в свои силы разбита. Забились зеленые в берлоге, ждут, когда придет красная армия и принесет им право на жизнь. Но белые не успокаиваются. Вокруг гор усилены гарнизоны. Они зорко следят за горами, прощупывают их облавами. Фронт катится на юг. Нужно очистить горы. Здесь будет последний рубеж. Часть третья. На грани двух эпох. Глава первая. Переход Ильи на лысые горы. Повозка, запряженная в пару сытых лошадей, с грохотом катит по шоссе. Грек в летнем пиджачишке, стоя в передке ее, нахлестывает лошадей кнутом, треплет вожжами. В задке, напряженно цепляясь два солдата. Один в новой русской шинели и белой папахе, другой, с кучерявой бородой в желтом полушубке и шапке кубанке. Седые валы туч, перекатываясь через хребет, перепуганным стадом проносится над головой, над брюзжащим заливом к бушующему морю. Гулка заметала сеха между каменными громадами цементных заводов. Не видно людей. Пустын на шоссе. Цементная пыль толстым слоем присосалась к строениям. Точно напудренная старуха. Пронеслись под каменными сводами, под мостами. Последние домики цементных заводов стремительно унеслись назад. Повозка, дребезжа, огибает от роги гор и ущелья боком, скоком, готовая сорваться с колес подобрыв в ракочущее море или через мостик в речку. Собачки встречных дач захлебываются от визга, катаются в истерике. Другие, посолиднее, несутся слоем вдогонку, забегают вперед лошадей, прыгают к их мордам. Проехали один пост белых, не остановили, не удивились бешеной скачке. Проехали второй пост, удивились, и все таки пропустили. Вот и третий пост. Солдат в английском, перегородив шоссе и подняв над головой винтовку, кричит. Стой, грянется. Лошади, присев на хвосты, остановились, тяжело дыша и враждебно косясь на постового солдата. Документы ваши, солдаты седоки, полезли за бумажниками, грек выжидающе присел в повозку. Постовой, проверив документы и возвращая их проезжим, подмигнул. Тут на девятой версте самогон есть. Да ну, простодушно расплылся в улыбке солдат в белой папахе. Надо заехать. А ты, грекоза, чего не даешь документ? Весело бросил постовой. Видишь, грянуться, указал тот на растянутой змеей поперек шоссе корень. Ми, греческо подданни. Ми, табаководи. Нам документ не надо. Ну, поняй, да потише, а то в кабардинке еще панику нагонишь. Грек вскочил на ноги, дернул вожжи, лошади сорвались, и повозка снова гулка загремела в предвечерней тишине. Когда уже постовой остался далеко позади, кучерявый взмолился. Да не гони так, черт, кишки вымолотил. Что тебе на пожар, или своей бабе не веришь, засветло все равно не доедешь. Грек обернувшись, весело оскалил белые зубы, придержал лошадей и, присев, начал сворачивать папиросу. Предложил и седокам. Закурили. Кучерявый снова заговаривает. Как у вас тут? Спокойно. Зеленые к вам в кабардинку не заглядывают. Грек снова осклабился. Вчера били. Пост сняли, стрельбу подняли. Ничего не взяли. Солдаты переглянулись. Молодой счастливо улыбался. Кучерявый снова бросил. Щешь, кола вас яка группа зеленых завелась? Чи свои, местные, не знаю, ми ничего не знаем. Да ты не стесняйся, засмеялся Кучерявый. Мы, зеленые. Грек недоверчиво осмотрел их, уставился на кокарду улыбавшегося молодого солдата, и сам засмеялся. Зеле 769 не по шеси не ездит, зелени не по горам лазит. Ну, а мы хотим, чтобы с шиком. Потом связи потеряли с зелеными, а в горах кто их нам даст? Настаивал Кучерявый. Ни, ми ничего не знаем, продолжал улыбаться грек, обжигая папироской пальцы. Снова вскочил, снова понеслись лошади вскачь, быстро темнело. Из ущелий струился знобящий холод. Скоро Нортост понесся широким дачи, весело приглашая теплыми огнями, все чаще вырастали по сторонам шоссе. Въехали в Кабардинку, заплатили греку, скрылись в темноте. Куда пойдем ночевать? Спросил Кучерявый. Ты проводник? Тебе лучше знать. Кто ж его знает? Я тут связи не имею. Разве в крайних хатах попроситься? Под кустами спать холодно, да тебе после болезни нельзя. Но ведь здесь гарнизон. Нарвется патруль. Что за люди? Солдаты, а скрываются, как зеленые. Пойдем к старости, квартиру потребуем. Зашли в правление. Илья зашагал воинственно по комнатушке, принялся размахивать руками, чтобы согреться, согнал со скамейки сонного парня. Где староста? Как не знаешь? Квартиры не знаешь? Нам нужно место для ночлега. Да тут ты еще указывать мне будешь. Иди-ка ты позови старосту или проводи нас к нему. Тут ввалился в правление караул хорошо одетых в английские шинили интеллигентных строгих добровольцев. Илья сразу остыл, однако продолжал расхаживать и руками размахивать. В чем дело? Кто вы такие? Ваши документы? Строго подозрительно обратился к спутникам старшие караула. Полезли в карманы. Илья, копаясь в бумажнике, продолжал возмущаться. Это ж безобразие. Старосты не дозовемся. Едем в Геленджик, ночь застала, а ночевать негде. Подошел к лампе, будто для того, чтобы скорее отыскать в бумажнике документы, а на самом деле, чтобы показать, что он весь на лицо, сам к лампе подносит их. Старший посмотрел документы. Недоумевает. В Геленджик за овсом едут, будто там поля завелись. Кто вас направил? Полковник. Вернул документы. А Илья свое твердит. Будьте добры, пошлите кого-нибудь с нами к старости. Тот строгий, холодный, сейчас вас проводит. Дал часового, тот повел через дорогу. Нортост путается в шинелях, не пускает. Товарищи в раздумье. Часовой, сзади, точно арестованные. Не дернуть ли пока есть возможность? Вошли в дом. Трактир. Став незакрыты, Нортост рвет их, просится внутрь, воет. За столом у лампы сидят, перебрасываются в карты. Чиновник, бородатый староста, армянин, хозяин трактира, и какой-то грек. Часовой указал на старосту и ушел. Товарищи спрашивают место для ночлега, а староста картами занят, вскользь бросил, что ночевать можно и здесь, на полу. Спутникам и это не понравилось, а вдруг одумаются добровольцы или заподозрят сидящие, подужинали своими запасами, напились холодного чаю, освоились, исследовали выходы, открыли, что есть еще темная комната, забрались в нее и там, на полу, завалились спать, так, чтобы один глаз отдыхал, другой, на чеку был. Ночью набились неведомые люди, кто-то топтался по ногам, спотыкался через них, потом все навалилось, затихло, а нортост разбушевался, завывал. Морозное дыхание его пронизывало стены, окна, двери, сотрясало весь дом. Утром проснулись товарищи, пусто, запасы продуктов из карманов вывернуты. Во дворе свежий конский навоз не убран. Илья остро почувствовал новизну обстановки, особенности здешних нравов и близость зеленых, и потому с умилением отнесся к пропаже. Вышли на шоссе с пустыми желудками, но с праздничным настроением, будто уже границу перешли и попали в советские владения. Часовых нигде не встретили, удивились. Может быть, дальше, в кустах, солнце пщетно борется с нортостом. Холодно, а под кустами, на солнышке, тепло, пар от земли идет, хоть ложись и грейся. Отошли от кабардинки, свернули к горам, влево, там редкие хатинки. Осторожно оглядываясь, зашли в одну. Баба пышки жарит. У Ильи ноги подломились, присел на скамейку. Кучерявый начал балакать, поздоровался, спросил разрешение погреться, отдохнуть, дескать, мимоходом за полверсты свернули. Присел, начал закидывать удочку на счет зеленых. Баба что-то поняла по-своему, смахнула со стола муку, подвинула скамейку, энергично предложила. Да вы седайте к столу, поснедайте, и подала на стол горячих пышек. Товарищи дружно согласились, а хозяйка продолжала. Вы куда, хлопцы, идете? В Геленджик, за овсом, и просияла иронически. Та хиба шавес там е, та вы не зелены? Они с радостью признались, да хозяйка снова замкнулась. Поищите по кустах, может и найдете. Вышли товарищи, кучерявый в раздумье, ничего не добьешься. Тут каждый мальчик знает, где зеленые, а никто не выдаст. Зашли наугад еще в две-три хаты, все те же ответы. Поищите, может и найдете. Где их тут найдешь? Кусты низкорослые, редкие, горы раздвинулись, наверное, в горах скрываются. Некуда идти товарищам, вышли на белеющие шоссе. Оно так смело разрезает мрачный кустарник, вызывает картины города с его стройными улицами, нарядными толпами, богатыми магазинами, и становится по-праздничному весело. Вдали мостик показался. Козы идут, колокольцами звякают. Вдруг высунулась из кустов собачья ведерная шапка. Выскочили два оборванца с винтовками наперевес, защелкали затворами, не в попад загалдели. Стой! Не с места! Руки вверх! Товарищи подняли руки, остановились. Илья успел шепнуть кучерявому. Говори! Пленные красноармейцы! Я шутливо крикнул нападающим. Да вы осторожней! Так же пристрелить можно! А сам и не знает за кого их принимать. В кустах шапки еще торчат, будто зеленые. Но, может быть, белые засаду устроили, чтобы вылавливать подозрительных. Молодой оборванец, подскочивший к Илье, обшарил его и, не найдя оружие, принялся стыдить его. Их ты, в добровольцах служишь. А мы тут два года страдаем. Да мы пленные красноармейцы, в команде транспорта мулов служим. Не веришь? Проверь! Оборванец помялся и нерешительно предложил уже опустившему руки Илье. А все-таки придется обменяться. Чем? Вскинул Илья, на расползающиеся, рваное рыжее пальто и разваливающиеся занузданные опорки. Одежей. Илья, ища выход, глянул на Кучерявого, а тот, подозрительно прищурившись, уставился на своего мучителя и вдруг разоблачил его. Слушай, да ведь я тебя знаю. Вас четверо ушло из пятой группы, когда она стояла под Бабичевым перевалом. Командир у вас, на один глаз кривой. А я в пятой проводником был. Кучерявого разве не помните, зеленые прикинулись, что не знают. Жалко упускать такую добычу, да Кучерявый насел на них. Его поддержал Илья, предложил отойти в кусты, чтобы не заметили их белые, и там уже они быстро сговорились. Проводили их до деревушки Марьиной рощи к матери зеленого. Та их накормила и послала с ними мальчика провести на пост. Гора, издалека завшаяся холмом, бесконечно уходила ввысь, когда стали на нее взбираться. Скоро все путники промокли от пота, от них пышало жаром, в груди горело, дыхание вырывалось со свистом, как из дырявых мехов, болели ступни, а тропинка, извиваясь, пробиралась между колючими кустами все вверх и вверх. Илья был еще слаб, да и впервые попал в горы. Он совсем обессилел, ему хотелось попросить остановиться, чтобы хоть чуть передохнуть, но ему стыдно было и проводника старика, и мальчугана, бодро семенившего босыми ногами. Но и они устали, и несколько раз все-таки приваливались к земле, чтобы отдышаться. Наконец, мальчуган посвистал. Из кустов донесся ответный свист и вскоре показался цветущий, улыбающийся толстяк в куцей солдатской фуфайки и постолах. Подошли к его землянке. Вокруг была прибита трава, валялись высохшие корки арбузов и дынь. Прилегли. Глубоко внизу цепочкой рассыпалась игрушечная марьяна роща с черепичными красными, синими, белыми крышами. Вдали, влево, запрятавшись, как в колыбель, между горами, опоясал глубокую яйцевидную бухту Геленджик. Далеко, овсе отчетливо шпили, пестрые крыши дач, деревья, набережная. А дальше, все в серебристой чешуе моря. Илья, отдышавшись, все сильнее ощущал прилив детской радости от созерцания этих сказочных картин, от сознания, что он уже в безопасности. Подполье ушло безвозвратно, впереди, близкое осуществление заветной мечты, впереди, кипучая большая работа, победы, слава. Зеленый с поста подал гостям в кувшине воды. Прилег около, смеется, шутит. Ему очень скучно здесь, рассказывает о пятой группе. Обещает повезти их к ней. Здесь на передаточном посту останутся еще трое зеленых. Сейчас они ушли в деревушку напросить продуктов. Закурили. Илья обращается к Кучерявому. Ну, расскажи же о Ростове. Как это могли попасться такие бойцы, как Черный Капитан и Борька? Эх, какая досада. Зачем Борька туда ехал? Добрался до гор, ну, и сидел бы здесь. Работа здесь, задохнешься, а не переделаешь. Или его потянуло к этой дуне, надо же было ему жениться. Зачем вы туда ездили? Кучерявый, попыхивая папиросой, виновата, лениво улыбнулся. А черт его знает, зачем ездили. Говорили, вроде белые перехватили полмешка советских денег, когда их везли через фронт. А теперь трудно перебраться. За белыми не угонишься. Так вот эти деньги будто бы белые в банк сложили. Не все ли равно, отбить или отнять? Я знаю, что на экспроприацию ездили. Но ведь группа могла достать средства легче, без риска. Конечно, я и сам так думал. Ну, другие едут, и меня потянуло. Да не в банке дело. Деньги взяли. Хоть и кричали там, и банк сразу оцепили, а мы все-таки отстрелялись и деньги увезли. Потом намотали их в полотенце подпольницы, вроде как беременные, и под охраной ребят отправили на пароходе. Но их не было в Новороссийске. Значит и они попались, выходит так. А черный капитан с Борькой до третьей с ними, пустынник, те попались уже после, на квартире. Чистили как раз наганы, разобрали их, а тут облавы по всему городу. Кто-то донес на них. Врываются добровольцы, а ребятам и крыть нечем, и забрали их. Сколько погибло, задумчиво проговорил Илья. Я в трех подпольях работал. И все время провалы, провалы, провалы. Кажется, по трупам товарищей идешь вперед. Теперь, Борька. Нас шестнадцать выехало из Советской России, а осталось двое. Я и Пашет. Борька попался последним. Как жаль. Ну, что же. Связь установили с арестованными, подкупают кого следуют, передачи посылают им, а насчет подкупов не знаю. Отдохнули. Дальше повел их весельчак толстяк в куцей фуфайке и шапченке кубанке. Прихватил с собой винтовку. Перевалили через широкий, как поле, запорошенный снегом хребет. Долго до ночи спускались в широкое ущелье Кадербеевке. Там переночевали, забравшись к кому-то под навес, на сток сена. Зарылись в него, пригрелись. Нортост чуть-чуть ласкал лицо. Кузнечики стрекотали, убаюкивали. Под утро чуть свет вышли. Начали подниматься, заблудились, покружили, и вернулись к Адербеевке, когда уже высоко было солнце. Снова поднялись, выбрались на хребетки цехуры пошли уверенней. Слева нортост леденит, чуть вправо, под хребтом, затишье, солнце обласкивает, снег тает. Тропинки местами узкие, едва-едва пройти человеку. С одной стороны скала, с другой темное ущелье. К вечеру подошли к горной деревушке жене, спрятавшейся в котловине под хребтом. Их заметили издали, по-видимому, зорко сторожат, встретили, проводили в крайнюю хату к Пашиту. У него горячка, истрепанный, грудь нараспашку, затянут веревочкой, он отдавал распоряжение, а вокруг него толпились заросшие, бородатые зеленые. Они пришли с налета, принесли на плечах мучицы, но ее мало, и Пашит договаривается с пекарем, как бы это испечь хлеб, чтобы поменьше пшеничной муки вышло, а побольше ячменной картошки ушло. Пекарь обещает испечь на славу, можно сказать, без пшеничной муки, можно сказать, на одних отрубях. Около Пашита завхоз бородатый, как медведь, топчется. Пашит отдает ему распоряжение и называет сынком, а тот, улыбаясь, именует его папашей. Увидал Илью Пашит, обрадовался. Здорово, здорово, проходи в штаб, тебе укажут, а я сейчас. Илья постоял немного. Уж очень интересно было наблюдать сует не оборванных, грязных, заросших зеленых. Заглянул в пекарню, темная конура. Пекарь без рубахи, обливаясь потом, месяц в катке тесто, старается из-за трубей хлеб смастерить. Ушел Илья в штаб, а вскоре явился и Пашит. В одной комнате хаты вокруг раскорячившейся русской печи ютилась семья хозяина, состоявшая из старика, старухи и девушки дочери, и несколько человек штаба. Там жил и казначей, здоровенный детина, и писарь, похожий на донского урядника, и подпольник. Прилепился к штабу и Иосиф. Все в английском. После ужина, когда Илья успел отдохнуть немного, уселись около стола и при тусклом ласковом свете лампы завели разговор. Илья, возбужденный новизной обстановки, безопасностью после месяцев подполья, говорил на редкость охотно и много. Рассказал о провалах в Новороссийске и Ростове и закончил. А ведь я чуть-чуть не попался. Утром шел на явку, а там происходил обыск. Так у меня поднялась какая-то непонятная борьба, и я против своей воли прошел мимо. Встретил товарища, разболтался, и его спас. После обеда я, как обычно, зашел на явку. Все разворочено, двери, настежь. Я думал, что ребята раздураковались и выбежали в соседнюю половину к Пирогову. Зашел к нему, заперто. Тут-то меня и резнула мысль. А на углу, я приметил, стояла женщина. Я из коридора Пирогова, а во двор она входит. Я, будто меня от жары разморило, стал вялый, ленивый. Спрашивает меня, говорю, приходил к портнихе. Она передает, что были аресты, а я хоть бы что равнодушно отнесся к ее словам и пошел прочь, а самого иглами пронизывает, точно за заборами шеренгами шпики, вот-вот стрелять начнут, погонится. Прихожу на квартиру, хозяйка плачет, удивляется, как я проскочил. До обеда стража стояла во дворе явочной квартиры. Немного погодя, хозяйка ушла. Приносит мне письмо от незнакомой подпольницы, вызывает на свидание. А я на той квартире всего с вечера накануне. Чую, проверяют, а, может, как никудышнего, оставили для прощупывания всех связей, и скорее скрываться. Недельку среди пленных красноармейцев пожил, вот чутье развилось, и рассмеялся. За один день сколько раз спасло? Да, протянул пашет, а Борька, значит, попался. Жаль парнягу. Ну, а на фронте как? Бегут, говоришь, белые, еще как, наступали на танках, а теперь несутся на санках. Награбили в обе руки, а воевать-то и нечем. Руки заняты. Какой из него вояка, если он думает, как бы удрать в тыл, припрятать награбленное? Потом, идиоты же они. У Махно бы им поучиться воевать. Тот всю Украину терроризовал, а сил у него совсем мало. Гуляет себе и бьет, где облюбует. Правда, и он промах было дал. Увлекся большой войной, его изогнали в Днепровские плавни, и разгромили. Слащев донес о победе Деникину и торжественно прибыл в Екатеринослав. Не, успел отслужить молебен, как Махно налетел на станцию, а чуть-чуть не захватил самого Слащева. Так после этого Махно изменил тактику. Перестал принимать большие бои, ударит, и рассыплется на мелкие партии. Теперь ему ничего не сделают. Так вот, если бы Деникин собрал свои полтора сто двести тысяч и повел всех прямо на Москву, тогда бы трудно было отстоять ее, а то растянулся, как дождевой червь, на полторы тысячи верст от Колчака до Польши. Красные в кольце, а белые прыгают вокруг, куда ни сунутся, им сдачу. Тылы на шестьсот верст у них разрушены, силы разбросаны по этим тылам. А в кольце, хоть и пугают, им всегда куда лучше драться. Все напряженно себя чувствуют и бьются до последнего. Отступать некуда. Тылы близко, налажены, укреплены, легко перебрасывать войска. Потом идти под трехцветным флагом, нести третий сноб крестьянину, нести милости рабочему люду от господ, баронов, графов, этим не особенно-то соблазнишь. А вокруг Москвы почти вся промышленность страны, сотни тысяч рабочих, горевших революционным энтузиазмом. Ну, наши создали сильную конницу и дунули. Пробуденного все газеты пестрят, ох, и гонит же их. Надо торопиться занимать горы, а то опоздаем. Зеленые в ущелье спали на земляном полу, на разостланной риднушке, одетые в шинели, с винтовками в обнимку. Утром, проснувшись, Илья спросил, где бы умыться, а Пашет смеется. Эге, забудь, браток, мы по неделе не умываемся. Илье это непонятно было, и он все-таки умылся. Наскоро, чтоб не засмеяли. Затем вызвал Пашета в другую, холодную половину хаты, где были навалены кучей тыквы, оперся ногой на них, будто собрался подниматься, и поведал ему свои мечты. Нужно организовать поскорее реввоинсовет, связаться с жителями на всех подступах, чтобы во время предупреждали об облавах. Здесь место хорошее для базы, для лазарета. Отряды же вывезти на Кубань, к линии железной дороги, чтобы рвать ее, пускать под откос поезда, нападать на гарнизоны. Там воевать будет весело, и легче ходить в предгорьях, и жратвы много. Трофеи будем направлять сюда. Пашет слушает серьезно, вскидывает на него умными глазами, вытягивает губы, и обрезал. Ребята небоеспособны, свирепствует эпидемия, в налет за продуктами ни с кем идти, деморализованы. Поднимали вопрос, чтобы им дали документы, и они могли раз ехаться по домам. После гузовского боя несли двух раненых, они стонут, душу раздирают, а другие слушают. Теперь боятся идти в бой, ранили, и погибай. Ни санитаров, ни лазаретов. На носилках потаскают по горам верст тридцать, и растрясешь душу. Заболел, бросили. Всю дорогу отобрал, почти на сто верст усеяли больными. Под сахарной головкой оставили лазарет с шестнадцатью товарищами. Пришли белые, и перекололи. Ходили на пшаду. Ни на гарнизон, муки набрать на мельнице, никто не хотел идти в засаду, каких перспектив? Пока что, да, видно, мохом обрасти придется и ждать случая. Нам бы только выйти на Кубань, там быстро выздоровеют. Давай организовывать ревейн совет, а что дальше, видно будет. Нужно создать центр, власть получить. Пойдем в группу. Я им доклад сделаю о провале и прочем, покажу себя и предложу выбрать представителей на конференцию. Ты оттестуй меня, что депослан из советской России для организации и выставь мою кандидатуру от пятой. Идет, на конференции же меня больше узнают, я возьму инициативу в свои руки, и тогда легче будет провести меня в ревейн совет. Хорошо, валяй, поддержу. Прошло три дня, Паши ту все некогда сходить. Илья надоел ему, наконец условился, что сперва он сходит с писарем, сделает доклад, а во второй раз пойдет с Пашитом, и тот выставит его кандидатуру. Идти пришлось версты три по снежным горам под свирепым нортостом. Потом начали спускаться в громадное ущелье по обрывистым склонам, где за кустик придержатся, где за камень, где сползут, где спрыгнут с камня на камень, ущелье теплом дышит. Тропинка стала грязная, скользкая, еще труднее идти. Встретились два зеленых. Один заболел, другой уже переболел. Оба поднимаются, чтобы получить помощь в хуторе. Друг другу помогают, друг друга вниз тянут. Желтые, измученные, страдальческие глаза. Спустился Илья с писарем вглубь ущелья, на пологом склоне у ручья влипли в месиво грязи землянки. Бродит уныло Петенберг, бледный мальчишка, силится ругаться, требовать от них работы, а у самого непослушный язык заплетается. На пригорке у холодного, тлеющего, сырого костра сидят хмурые зеленые, греются. На суку висит бычья нога, и на нее засматривается прибившаяся голодная собака. Что ее занесло сюда? Или нерассуждающая верность человеку? Что занесло сюда самих у подножья щедрых деревушек? Кетенберг показывает землянки, в них лужи воды. Просачивается она из-под камня, а выхода ей нет. Канавы в землянках порыты, но вокруг толстый слой грязи, не разроешь до камня. Примирились с лужами, настилают над ними из жердей нары и на них спят. Сверху каплет грязь, снизу грязь, вокруг грязь. Медленно собрались зеленые, выслушали похоронный доклад Ильи о гибели товарищей, сняли шапки, фуражки в память погибших. Сами обреченные. Вернулся Илья на хутор, снова отозвал Пашета в пустую половину хаты. Почему зеленые не в хуторах? Ведь есть же место, свои же зеленые здесь, почему они равнодушно смотрят, как гибнут в богне их товарищи? Пожал плечами Пашет, посмотрел на Илью Мы гости они хозяева заставить не можем они сильнее нас так чего же мы сидим здесь уходить отсюда нужно я видел двух зеленых они помогали друг другу вылезать наверх это потрясающая картина я спустился в ущелье провел там почти с час поднялся а они все выбирались есть же другие хутор здесь есть сара да вот эта половина хаты пустая а в ней двадцать человек поместить можно ты думаешь мы об этом не думали мы ведь здесь недели две не могли же сразу в хуторах остаться а на случай облавы куда прятаться теперь когда вырыли землянки ребята понемногу выбираются то больной то начальник то прибьется к кому-либо так незаметно и все выберемся поставь ребром вопрос местные надыбы поднимутся испугаются что их объедят а так не пугаются послали было под крымскую в отряд гром и молния человек двадцать пять вернули их тоже говорят опасно откроют на следующий день сходили на выборы пашет голой грудью рассекал норд-ост илья возмущался ты на пророка похож так не протянешь долго в баретках снегу полно подвязался веревкой грудь голая это никуда не годится боевой план ильи выбрали илью сзывают конференцию от трех групп выбирать ревейн совет от сто двадцать человек собралось представителей человек десять до командиров до слушателей человек двадцать аудитория солидная забрались в пустую половину одной хаты набилось полно зная о своей застенчивости илья говорил на этот раз сидя за столом чтобы не растерять своих мыслей говорил ясно и сильно отчеканивая фразы в начале он сжато сказал о необходимости объединиться создать центр сообщил о положении на фронте и приступил к главному предстоящие события и наши задачи можно разбить на три периода в первый период мы должны объединиться организоваться в боеспособные отряды расчистить горы и вылезти из них в горах останутся только базы лазареты выполнить первую задачу мы сможем в месяц полтора очень легко пока белые забыли о горах и далеко фронт во второй период продолжал он тылы белых подкатится к предгорьям и усилит на станциях гарнизоны к этому времени мы должны быть настолько сильны чтобы громить их тылы гулять по кубани рвать железную дорогу пускать поезда под откос эта железная дорога важнейший нерв белых связывающий их базу Новороссийск с фронтом по ней тянутся бесконечные поезда с орудиями винтовками патронами шинелями бельем трудно ли захватить такой поезд дна десятка бойцов в засаду человека два сломом свалили под откос и выгружай вот куда обратить нужно внимание довольно ходить в налеты обирать захудалые деревушки я конечно понимаю сейчас вы бессильны нападать на гарнизоны но надо же объединяться на кубани легче воевать там будете есть в три горла и никакая эпидемия вас не возьмет эту задачу мы должны выполнить в один месяц он чувствует что его слова поражают побеждают и потому говорит все уверенней сильней теперь третий период фронт близок белые наваливаются на горы всей тяжестью чтобы расчистить их укрепиться в них к этому времени мы должны вырасти в сильную армию должны запереть горные проходы и удержать горы в своих руках задача очень тяжелая но нам выбирать нельзя не выполним этой задачи белые залезут в горы припомнит все ваши грехи вырежут вас уничтожат ваши семьи разорят хозяйство и никуда не спрячетесь потому что их будет тут сотня тысяч они втащат сюда артиллерию укрепиться и имея сзади порты связь с заграницей а впереди за фронтом красных кубани дон надолго задержатся как вам нравится это но если выполним свою задачу мы останемся хозяевами гор семьи будут невредимы торжественно встретим красную армию советская власть оценит ваши заслуги больше терпели осталось немного нужно работать и поверьте развернем такую армию так крошить будем белых что побояться носа показать сюда нас будет тысяча а им будет казаться что нас двадцать тысяч и третий период займет месяц и войне конец я предлагаю создать ревоинсовет который должен стать во главе движения полагаю что трех представителей по одному от каждой группы достаточно он знал что лысогорцы предпочли бы отсидеться в хатах что конный отряд в семь человек предпочел бы остаться вольным разгульным как ветер но и знал что никто не решится вывернуть наружу всю грязь своих побуждений споров не было речь захватила слушателей он уже победил и это почувствовал на отношении к себе в последующие дни в жене пока выслали представителей прошло больше недели Илья бесновался но скрывал это чтоб не испугались не сорвали начало пятая сразу выбрала его третья группа не могла никак собраться да была ли вообще третья группа были вооруженные крестьяне жили на трех хуторах кто их соберет только облава могла выгнать их из хат и заставить слиться в отряд и все-таки каким-то чудом выбрали представителя бывшего телеграфиста семь человек конного отряда жили на четвертом хуторе за несколько верст от жене им нужен был реввейн совет как волку хомут и потому они все забывали о высылке представителя наконец им видно надоели бесконечные напоминания и они выслали в реввейн совет потертого парня но совершенно больного лишь бы избавиться от лишнего рта в ожидании представителей илья раздобыл свинца и отлил из него печать между кругами значилось реввейн совет зеленых групп а внутри пятиконечная звезда с серпом и молотом об эмблеме не спорил никого не спрашивал он готовился собирать бойцов под красное знамя помогал ему в этом солидном занятии роман рыжий с длинными усами в возрасте а тоже серьезно относился к работе ильи заглядывал ему в глаза увивался около него советы давал илья понимал что роман хитер и проницателен чует в нем будущего руководителя и сам укреплялся в этой вере а жизнь в горах текла сонная медвежья деревушки занесло снегом норд-ост бушевал все пряталось по хатам зеленые из ущелья тоже набивались в хаты обогреться жадно набрасывались на угощение хозяев кто посадит за стол похлебать борща кто сунет в руку пригоршню печеной картошки пирожок пышку ведь питание у зеленых пятой группы какое чернозем да капуста чернозем это хлеб трудно было отличить его от куска земли правда после второго налета роздали лысогорским бабам муку и картошку и они стали выпекать из этой смеси роскошный белый пышный хлеб но моложе этого хлеба разве на фунте его проживешь когда ничего кроме нет сонно жили замело их в сугробы снега а все-таки о белых ежечасно помнили на стороже были однажды забрались на лысые горы два мужичка телушек заблудившихся искали в горах обычай укрепился признают его не только местные но и пришлые зеленые никого постороннего не впускать не выпускать кто полезет в эту дичь по доброй воле и отправили мужичков без пересадки в штаб приезжают на конях в шубах с четвертого хутора родимые бандиты командиром у них Тихон худой визгливый лицо острое глазки черные колючие татарские он ругает лысогорцев за несправедливую дележку после какого-то налета Илья осторожно бросает а почему делить нужно разве мы банда разве в армии когда-либо делит трофея выходит заболел издыхай потому что не сможешь в налеты ходить будем брать гарнизоны всего нам хватит а однажды заинтриговал его вы будете начальником кавалерийской дивизии и Тихон стал приручаться но раздобара красавец смуглый с волнистым спадающим на лоб темно-каштановым волосом этот весельчак добряк однажды прискакал Тихон взбудоражил хутор скорей собирайся облава в папайке прибежала баба говорит грабит режут кур поросят пообедают и полезут к снам надо встретить их за Тхабом где в июне облаву разогнали мы пока рассыплемся а вы подходите накричал и ускакал тут поднялась суматоха послали в ущелье за пятой группой да пока туда добегут пока там соберутся да выберутся наверх пройдет часа два к тому времени и выбираться может быть не нужно будет пришел волоча ногу и прихрамывая раздобара тянет за повод коня вошел в хату шутит вокруг беготня а он сказки рассказывает просит помощь ему разуться стащили сапог а нога в крови упал с лошади когда скакал с Тихоном и расшибся вытащил из кармана припасенный бинт попросил молотку помощь она с радостью для такого молодца постараться на колени опустилась перевязывает а он заставляет краснеть ее шуточки нескромные отпускает наклоняется низко и ловит ее взгляд на нем шуба овчинная шапка рассказывает как он добыл это шубу просто взял у грека потому что понравилось шапку проездом у кого-то снял это говорит моя а тому надвинул на лоб рваную рассказывает о лихих налетах отрядов семь человек на мелкие гарнизоны и посты белых обычно устраивают засаду а один или двое влетают в хату с поднятым кулаком в котором зажата бомба без капсюля или кесет или камень и кричат лежи не дыши бор разорву бомбой и гарнизонишко или пост сдался легко воевать смелым удача никогда не расстается с ними даже если в попыхах пустой кулак поднимет с перепугу белые не разберутся собрались зеленые выстроились из пятой человек двадцать шинели у них прожженные дырявые сапоги ботинки рваные тот ноги завернул в тряпки другой укрылся овчинкой шапки собачьи шапчонки кубанские фуражки а местные их столько же они еще более жалки в постелах пиджачишках кофточках бабьих у иного мундир малью проеденной все топчутся гнутся под ледяным ветром все жалкие прибитые побрели в припрыжку на четвертый хутор один за другим длинной цепочкой пришли вечером когда паника улеглась не посмели белые подниматься на лысые горы нахозяйничали в папайке и ушли однако зеленые случаю рады остались на пару дней у родимых почему бы не жить так и пятый группа в семь человек а всего у них много угостили пришедших замечательным кушаньем наварили целый котел мятой картошки залитой вытопленным со шкварками свиным салом в придачу дали ведра два капусты и несколько буханок хлеба разместились ребята в двух пустых хатах на соломе и не то что дежурит а прямо таки господами отдыхают родимые гуляют они видно все время так проводят из хаты доносятся поджигающие звуки гармоники скрипки топот ног в хате набито парней девчат панцуют кружатся парни опьянели но не от вина пить не время опьянели от веселья и близости девчат у тихона у тихона уже не острые глазки его звонкий резкий тенорог разухабистый он опьянел кружась вместе со смугленькой стройной галей обнимая ее за упругую талию горячий парень тихон разбойнич у него натура готов задарить ее привезти для нее все что она закажет и что взять на коня он сможет но одно условие чтоб ни с кем ни ни а ей весело охота покружиться в вихре задорных звуков в обнимку с молодыми сильными лихими парнями она украдкой обжигает красавца раздобару а он будто ничего не замечает сидит за столом балагурит лицо залито румянцем сияет от смеха тихон временами пронизывает его колючими черными глазами не от победы ли сияешь дружок да раздобару не поймешь больно ли грустно ли ему всегда хохочет и смех у него задорный открытый раздобара знает себе цену против него никакая девка не устает он не мотается за юбкой как тихон он если поймает так уж крепко знает как победить сердце ветренницы он ее уж прощупал и она познала огонь его ласк и потому их неудержимо влечет друг к другу теперь же когда раздобара с перевязанной расшибленной ногой у нее пробудилась к нему особенная материнская нежность тихон больше всего боится поверить в свои подозрения бешенство охватывает его при мысли что он опоздал обманулся в надеждах но таит в себе змеиное скрытный он как азиат и гостям захотелось повеселиться не все же им в диких трущобах скрываться до охлебови мечтать занесли в свою хату гармошку скрипку нашлись игроки и началось свое веселье хоть без танцев да не хуже чем у тех лежат на соломе нежатся мечтают илья попросил скрипку обнюхал ее кое-что сыграл ребятам понравилось так за ним и осталась она на весь вечер пожили так день другой и сроднились будто одной семье все на тхабе миновала опасность но не вернулись зеленые в сырые землянки навеки расстались с ними поселились на третьем хуторе тхабе сначала в школе потом понемногу во все хаты набились лазарет на втором хуторе остался а на первом жене никого кроме местных это уж илья добился потому что у него теперь власть над горами выбрали так изволь подчиняться реввейн совет приступил к работе илья председатель кое-кому из местных зеленых которые по ущельям в землянках скрывались не нравилось это обидно что в их хатах пришло и отлеживаются попытались запугать илью вырежут белые пятую да ничего не вышло вольному воля если у них земляночки наядь а в земляночках того сего продуктов припасено так не равняться же с ними пятой бабам не опасно жить в хуторах а бойцам опасно не прошло и недели снова тревога снова облава с папайки высыпали в цепь зеленые жалкие желтые ни конца ни краю человек двенадцать вот и все что осталось боеспособного а местные больше на жене живут пошли цепью вперед паши то не было илья взялся командовать указали ему на гору полезли смотрит вниз да это не позиция а ловушка ляжешь ноги выше головы сядешь весь на прицеле ни кустов ни рытвин надо поскорее спуститься с горы в кусты обнаружит облава всех перебьет никуда не убежишь но уже поздно сели ждут расстрела а внизу в лесу гулки и голоса послышались холодно стало пропали оказалось свои не посмела облава подниматься в горы дальше опускаться некуда двенадцать пятнадцать боеспособных вот и разверни тут армию реввейн совету нечего делать связи ни с кем устанавливать тоска пашет изо всех сил накачивает ребят сходил в дальний налет верст за сорок за пшаду в береговую этикос привезли муки несколько подвод табаку турецкого листового в тюках воза два вина бочки две и три коровы привели начали зеленые отъедаться баловаться табаком подкрепляться вином илья в налеты не ходит ссылается на слабость а причина серьезней не по душе ему это знает необходимо ест что другие приносит пьет вино поправляется а сам будто в стороне пашет занят целые дни а ему нечего делать он за кухарку в штабе из побуждений можно сказать бескорыстных выдумывает каждый день все новые кушанья старается придут товарищи к обеду у него все готовы вечера долгие томительные коротали иногда по квартирам зеленых а больше у себя в штабе соберутся пашет илья иосиф он таки прочно поселился здесь зайдет весельчак толстяк который проводил илью от марьиной рощи и начнут поправляться вином по одной другой выпьют и порции кончились а бочки в другой половине хаты ну и потягивают украткой понемногу так то и беседа оживленней и здоровье будто скорее восстанавливается собьются вокруг стола а в окно моряк слизистый ручьистый просится или нортост всклокоченный завывает разгулялись дикие силы в горах столпотворение какое-то проснешься черное небо дождь ручьями льет не высунешься из хаты кажется навеки потеряно солнце но пройдет час-другой глядишь засияло солнце начало пригревать как летом а на ночь нортост разгуляется снегу нанесет одичали горы завалило дороги снегом заледенило дождями не пройти не проехать от этого еще тоскливей становится особенно когда разгуляется нортост настанет ночь черная дикая ночь на лысой горе носится он по горам седой всклокоченный завывает в зарослях леса метет снегом колючим трещат дряхлые кряжи грохочут ущелья будто скалы раскалываются катится в бездну выйдет илья утром сядет на скамейку у хаты в затишье со всех сторон катится гигантскими валами через хребты гор растерявшиеся облака и уносится сиротливо вдаль к черному мрачному поднявшемуся стеной морю далеко это море мертвое оно словно мир вернулся в ту эпоху когда не было человека не было жизни и металось оно скрытое во мраке в небытие тоскливо пойдет илья в гости к кубраку тот с женой в крайней хате на диком положении жена его из жалости прикармливает Ваню больной человек этот Ваня слаб головой большой ручища пудовые лицо обрюзгшие плаксивые глаза страдальческие а живот острый прожорлив но сколько бы ни съел не может утолить голода страдает а над ним смеются в школе живет член ревейн совета представитель конной группы он простужен ноги расъедены ранами руки в струпьях целыми днями он занят перевязками своих ран лечить нечем на втором хуторе лазарет лежат на соломе на полу на нарах тифозные малярийные гриппозные все вместе кто разберется чем кто болен да и к чему знать лечить нечем у Фельдшера для всех одно лекарство вино тут же лежат с отмороженными почерневшими ногами ушами лицами некоторым нужно отпиливать ступни чтоб не мертвела здоровое тело вокруг грязь зловоние мертвенно-желтые тела стоны что делать исково сколотить отряд чтобы уйти на кубань написал Илья три приказа реввоенсовета один о начале работы другой о расстреле мифического лица за предательство третий о связях и выдохся нечего писать валяется в пыльном ящике стола никому не нужная тетрадка избивает тоску неудовлетворенность на Иосифе гонит его в строй чтобы не было привилегий а какой из Иосифа строевик если у него ноги больные пойдет через два двора уж он месяц месяц грязь своими постелами свалятся они у него с ног придет он измученный в одних портянках один постел за ремешок волочит другой в зубах держит а свободной рукой штаны поддерживает и полы шубы по колено в грязи послал его Илья на кухню картошку чистить проклятые горы глава вторая смерть Сидорчука и Маруси человек свободной воли может бороться он сам повинен в своих лишениях муках гордый смелый боец или побеждает достигает цели или гибнет но не позорит себя беспомощным прозябанием но что остается в удел человеку за решеткой в его воле одно хорошо умереть сколько их забытых по тюрьмам о них после сейчас ожидают смертной казни Сидорчук и Маруся не прошло и месяца со дня их ареста как следствие закончили и военно-полевой суд приговорил их к расстрелу их везли из Геленджика на пароходе дорогой били видно в застенках не излили на них всю злобу Сидорчук держался гордо как плененный орленок Маруся со слезами в голосе повторяла все равно ничего не добьетесь от меня хоть на месте убейте теперь они сидели в одиночках смертников Маруся была одна в камере женщин редко расстреливают вместе с Сидорчуком было три смертника молодой паренек всклокоченный грязный заброшенной волной революция с севера другой смугляк у него на груди разрисована головка женщины на руке якорь третий бледный костлявый длинный четыре живых мертвеца четыре зеркала в которых отражался их ужас Сидорчук подставив к стене чей-то чемодан простаивал долгие часы опершись на подоконник устремив через решетки тоскливый взор свой вдаль за море в те хрустально-голубые горы где оставил он пятую группу так одинок был как листок оторванный порывом ветра от большого дерева он еще владел собой как крышкой крепко захлопнул бурные переживания внимательно следил чтобы не вырвались они наружу не захватили врасплох не увлекли его в пучину отчаяния малодушие но эти три они подолгу ожидали смерти их натуры уже сломлены они ужасны крепкий смугляк решительно мечется по камере как зверь в клетке готовый проломить дверь вывернуть решетки но увы они не поддаются тюремщики рассчитали силу человека он всклокочен взор его дикий бессмысленный пьяный временами он громко посылает врагу проклятие скрижещет зубами паренек забился в угол скорчился сцепил колени руками и воет как волк протяжно дико длинный бледный сидит в углу против него кто из них кому подражает кто кого заражает и он сидит скорчившись охватив колени длинными как у скелета пальцами он безжизненный вялый полумертвый молчит с утра они обычно стихают вытягиваются на своих логовищах упорно смотрят в заплесневевший потолок сились заглянуть в тайну смерти вообразить себе мельчайшие подробности ожидающего их расстрела передумать в последний раз все что еще не передумано мучают мысли сжигают мозг утомляют сердце но нет сил прогнать их но проходит день сгущается мрак сильнее выступает ужас смерти чудица притаившиеся за дверью палачи готовые ворваться наброситься на обреченных потащить их убивать и нарастает возбуждение тревога словно черная гора на них валится решительней мечется по камере смугляк вскакивает и пьяный ковыляющий походкой начинает шагать бледный костлявый как мертвец за ним схватывается неуклюжий как щенок парень все мечутся обезумевшие опьяневшие сталкиваются отскакивают в ужасе и снова бегают чуть шаркнет где-либо засов или принесут ужин как все замирают дико вскрикивает паренек и забивается в угол они ждут каждую минуту вот загремит засов ворвутся сильные здоровые жилистые выхватит жертву скрутит ее зажмут рот заткнут тряпкой и потащит как труд стучат шаги смертников как земля покрышки гроба смугляк вдруг остановился просиял спасение бросился к своему логовищу начал рвать подкладку пальто разрывать ее на ленты скручивать их связывать натягивать между руками испытывая прочность изорвал мало сдернул с себя верхнюю нижнюю рубаху мускулистое тело упруго откинулось рвет рубахи в недоумении глянул на него костлявый догадался спасение давно об этом думал изогнулся стянул с себя рубахи вытянулся белеющий в темноте скелет рвет рубахи паренек тоже рвет торопится каждая минута дорога вскочил смугляк веревка готова бросился к окну привязал конец к решетке другой вокруг шеи мотает в недоумении замерли все всклокоченный паренек сидорчук костлявый потянулись их туловище к нему только собрался смугляк стремительно падать как бросились к нему все трое схватили грубо дергают разматывают веревку страшно взвыл смугляк разбежался к двери хряпнулся головой с разбегу и зарычав от острой боли свалился назад ужас переполняет камеру они захлебываются в нем обезумев воют зверями не понимая кто где воет они ощущают лишь кошмар сидорчук теряет самообладание вскакивает начинает метаться по камере потом вдруг крепко вгоняет глубоко в себя свой ужас озлобляется запорыв малодушия подскакивает к воющему пареньку схватывает его за голые недоразвитые как палки руки и трясет его как пьяного пытаясь пробудить в нем проблеск мысли кричит ему в лицо чтоб замолчал грозит прибить придушить и когда тот удивленно приходит в себя бросает его в угол оглядывается вокруг другие воют бегает смугляк ковыляет костлявый и в бессилии он сваливается на свою шинель как они измучили его он убедил себя в неизбежности смерти и ему стало хорошо спокойно понелегко ему удается это он не замечает чудовищной внутренней борьбы ему кажется что он по-прежнему сильный бодрый но он страшно осунулся стал щупленьким маленьким только ноги у него стройные гордые он не спит по нескольку дней не ест в соседней камере смертников где сидят пленные легионеры пятой группы тихо и когда ужас этой камеры переливается к ним когда мрак сгущается оттуда доносится торжественное пение загадочной песни смертников они насыщены особенной силой которая поражает больно сжимает сердце душит вызывает слезы и тогда приходит в себя обезумевшая камера смертники бросаются на свои логовища и глухо безнадежно примиренно рыдают о чем поют смертники нет новых сильных песен новая героическая эпоха лишь пришла в их песнях кровь слезы муки предков эти песни о турецкой неволе кандалах о лютой смерти под пытками палачей о борьбе за вольницу где-то хохочет смертник он открыл тайну бытия великую тайну нет бытия есть вечность он величайший из смертных он бессмертен он ничему и ни во что не верит ни приближению часа казни ни тому что он в тюрьме из серого дикого камня ни присутствию решеток и этот ужасный жребий выпал Марусе слабенькой темненькой девушке где взять ей силы перенести это не опуститься до состояния животного ужаса ей страшно она отгоняет от себя мысли о предстоящем старается отвлечься думать о жизни о том что безвозвратно ушло от нее но она не замечает этой отчужденности жизни она чувствует себя частицей мощного многомиллионного коллектива в котором растворилась и забыла о себе радуется тому что этот коллектив живет и будет жить что с ее смертью ничего не изменится и тот прекрасный мир который она создала в своем воображении совсем близок порой ей становится больно что она не увидит этого и горькие слезы обиды на человеческую несправедливость к ее героизму честности самоотверженности душат ее тогда она прячет лицо в жесткое изголовье и долго безутешно рыдает пока не успокоится в забытье отдаленно похожим на сон очнувшись подкрепленная отдыхом она осматривается вокруг равнодушная холодная жестокая она готова смело умереть и чем скорее тем лучше но эти кошмарные черные ночи они невыносимы ах если бы около нее хоть кто-либо был хоть слабая беззащитная женщина но это одиночество когда в каждом шорохе слышится приближение адски страшных палачей когда ей чудится что она не в четырех каменных стенах а в окружении оскаленных пастей диких зверей которые сверкая глазами клацая зубами все ближе ближе подкрадываются к ней забрались под ее топчан готовые сожрать ее переломать между зубами когда холодные кольца змей готовых впиться в ее тело сжимают ее горло тогда выступает мертвый холодный пот стекает со лба шевеляться волосы ее охватывает дрожь и она обезумев озирается широко раскрытыми глазами сворачивается в комок откидывается к ледяной стенке и сидит неподвижно пока не перенесется в небытие очнется почудилось ей страшное прикосновение шорох под топчаном вскрикнет и замрет и так до утра когда рассвет радостные лучи солнца заставит ее поверить в доброту людей и она облегченно обнякнет отсковывавшего ее долгие часы напряжения и успокоится в забытье и свершилось невозможное загремел засов широко распахнулась дверь и в тусклом желтом свете лампы выросли холодные в шинелях с винтовками и острыми штыками привинченными для нее кто-то громко приказал ей выходить она бессознательно заторопилась хотела захватить с собой узелок потом почему-то оставила его и подчиняясь неведомой силе также бессознательно вышла и куда-то пошла не чуя под собой пола своих шагов не замечая ничего пришла в себя когда ее охватил свежий ночной воздух когда она увидела глубоко в небе счастливые недосягаемые ласковые звездочки вздохнула облегченно осмотрелась вокруг нее добровольцы со штыками ах да ведь это же последнее торжественное чего так долго ожидала вывели еще кого-то кто это Сидорчук и она едва не бросилась к нему от радости как под защиту сильного непобедимого он спокоен точно на допрос его вывели на нем английская шинель подошел громко окликнул Маруся вместе ну давай попрощаемся и она бросилась к нему и крепко схватив его за голову поцеловала и стало легко хорошо Сидорчук возбужден что-то говорит улыбается но мертвая у него улыбка кто-то холодный грубый больно повязал им руки повели их за ворота в темноту начали подниматься куда-то к чернеющим родным горам ах если бы знали зеленые они могли бы их спасти перебить этих жестоких ненавистных палачей но тихо вокруг только глубоко громко дышат добровольцы с винтовками наперевес со штыками направленными в них привели их поставили у ямы Сидорчук еще посмотрел в нее потоптался на свежевырытой земле чтобы удобнее стать потом что-то сказал что-то крикнул дерзкое полное неизлитой ненависти к этим страшным теням направившим в них колючие винтовки похолодело тело раскололся мир и со страшной силой понесся в огненно-черную пропасть подошли добровольцы спихнули сапогами ее вздрагивающее тело в яму к ее последнему товарищу и начали торопливо озираясь трусливо как захваченные на месте преступления забрасывать их землей а трех повешенных в ростове в это время ожидали той же участи борька черный капитан и пустынник эти бойцы стыдились проявления страха и малодушия да и легче веселей было втроем и близость заботливость подпольников готовивших им спасение вливали в них надежду они бодрились неестественно громко говорили о жизни временами шутили смеялись тихо запевали пока не подходил дежурный надзиратель к прозурке и не обрывал их пение порой умолкали поддаваясь мрачным мыслям тогда борька начинал нервно шагать по камере здесь в городе недалеко его дуня не пришлось ему питься счастьем любви не простился со своей дорогой но кратковременной подружкой у него одинокая беспомощная мать жаль ее покидать она его ждет у черного капитана тоже одинокая мать она гордилась им его славой которая носилась по горам в новороссийске она тоже его ждет сидят они уже месяц белые торопятся покончить с ними фронт катится к ростову и со дня на день красная конница может ворваться сюда и чем ближе фронт тем жгучее нетерпение смертников спасут ли их подпольники спасет ли конница или все кончилось и неизбежно гибель и свершилось им объявили о смертном приговоре но они не теряют надежды то один то другой прирастает к окошку надеясь увидеть кого-либо из товарищей сообщить об ожидающей их казни может быть еще спасут их о счастье пустынник увидел далеко внизу на мостовой Роберта в английской шинели оглянулся к товарищам смеющийся от радости крикнул им Роберт идет Роберт и снова к окну и закричал во всю силу легких Роберт нас сегодня ночью поведут расстреливать привет товарищам и испугался своей дерзости спрыгнул вниз но вспомнил что он мог выдать погубить товарища взобрался к окошку но Роберта уже не было он прошел как сквозь строй не смея ответить товарищу взглянуть на него в последний раз на площади орудия солдаты вокруг тюрьмы часовые зорко следившие чтобы никто не переговаривался с заключенными у ворот тюремные надзиратели вечером подпольники вооруженные бомбами револьверами собрались неподалеку от тюрьмы в засаду рассчитывая что смертников поведут в сторону кладбища у тюрьмы оставили наблюдателей следить и во время предупредить долгие мучительные полные тревоги часы ночь тихо глухо лишь одинокие равнодушные к их тревоге обыватели проходят гулко раздаются их шаги прибежали наблюдатели шепчут смертников вывели под усиленным конвоем кавалерии повели в город товарищи в недоумении в город значит в суд повели ночью тайно опасаюсь нападения и разошлись до завтра утром утром роберт вышел на работу в трамвайное депо идет к своему станку в мастерской старик рабочий нервно перебирает инструменты перекладывает их а руки дрожат не подчиняются он хочет что-то оказать путанно лепечет срывающимся голосом как вы не боитесь работать что же это такое что творится на свете что случилось ах что случилось да товарищей ваших повесили какой ужас какая беда роберта будто ударила в голову повесили но почему же где когда же старик машет рукой там в центре города на большом таганракском у городского сада вырвался роберт из этой ничтожной ненужной мастерской на воздух бежит по снежной улице задыхается спешит туда будто не все потеряно можно помочь не верится в невозможное безвозвратное легкий морозится свежает лицо успокаивает точно ничего непоправимого не случилось и встречные по утреннему свежи бодры спокойны и их лица говорят что жизнь течет по прежнему вдали покачивается некто в белье кто же это бежит роберт мутится взор от напряжения слезой глаза застилает он торопливо протирает их стыдно подумают что это от слабости вот он на груди дощечка грабитель конечно раз не признался раз не подпольник значит грабитель борька руки связаны лицо посиневшие вздутые волосы на голове шевелятся и у него у трупа и у роберта побежал дальше у городского сада пустынник в какой-то рване на груди позорная дощечка на таганракском страшный одноглазый черный капитан на нем рваная солдатская телогрейка окровавлена с боков две штыковых раны он боролся до последней минуты тихо покачивались три повешенных пугая живых тайно унесенных ими мук между двух огней через три дня 8 января красные заняли ростов но в эти последние дни подпольники столько пережили и ужасов и радостей что казалось время тянулось бесконечно долго белый ростов метался в панике по улицам города бесконечной вереницей тянулись двуколки линейки экипажи орудия санитарные повозки все стекало грязным потоком вниз к дону переливалось на лук и уносилось дальше на кубань словно великое переселение народов не от воли людей зависевшие но вызванное какими-то непонятными возмущениями в природе красные были близко шли жестокие баи на улицах хватали без разбору и гнали на челтырь большие салы на фронт кутипов издал приказ столиц не отдадим все как один на защиту единой неделимой подпольники готовились к встрече избрали ревком чтобы город ни минуты не остался без власти фронт все приближался улицы города опустили замерли подпольники сбились в трамвайных мастерских красные наступали со стороны балабановской рощи белые отошли на тюремную площадь мастерские оказались между двух огней под перекрестным огнем артиллерии бой разгорелся ночью кто первый залетит в мастерские ужасно быть между двух огней но еще ужаснее не видеть опасности витающей над головой быть беззащитным мастерские были ярко освещены их решетили с обеих сторон из пулеметов вдруг свет погас и стали мастерские гулким склепом на рассвете пришли красные подпольники судорожно кричали им приветствие пожимали друг другу руки поздравляли со светлым незабываемым днем положение на фронте красная армия нанесла страшное поражение армиям Деникина у Ростова было взято 10.000 пленных 36 орудий 9 танков белые откатились за Дон казалось близок их разгром но красная армия сама попала в тяжелое положение белые имели лучшее чем когда-либо стратегическое положение крошечный фронт по рекам Дону и Салу защищенный как чистоколом тремя сотнями орудий в их тылу богатая кубань в тылу красных Дон усеянный гнездами контур революции белые потрясенные двухмесячным отступлением отрезвились от недугов остро почувствовали близости ужас катастрофы колеблющиеся разуверившиеся ушли от них остались ярые враги революции красная армия утомлена была громадным пешим переходом встречая на своем пути разрушения тогда как белые могли полностью использовать железные дороги угонять с собой подводы обывателей тыл красных на 400 верст был разрушен штабы органы снабжения растерялись армия растаяла по деревням неопъятной россии кто устоит от соблазна заглянуть к родным на недельку на месяц или совсем остаться пусть другие заканчивают война кончилась тиф косил бойцов поочередно красная армия не разгромив белой попала в ее гнездо роли переменились обе армии стали численно равны но техника белых значительно сильнее хотя бы потому что у красных все растерялось по пути кадры кадры белой армии состояли из мастеров войны а красная армия по пути пополнила свои ряды необученными деревенскими парнями белым войскам приказано было готовиться к наступлению объявлена была мобилизация всех способных носить оружие резервы были под рукой красная армия также готовилась к наступлению лучше бить чем получать удары мобилизация мобилизация встряхнула весь северный кавказ докатилась и до лысых гор реввейн совет красно-зеленой армии отдаст строжайший приказ не 4 и краткое а для важности 44 и краткое приказывает всем призванным и подлежащим призыву в белую армию немедленно уходить в горы кто не подчинится будет расстрелян на месте семья его будет уничтожена хозяйство сожжено отдавая этот приказ реввейн совет вел игру в открытую и белые знают что это маневр и жители понимают в чем дело но теперь всякий дезертир белых имел право сказать им ничего не могу сделать пришлые зеленые у нас хозяйничают под угрозой заставляют возвращаться домой слух о приказе разнесся по району и потянулись за ним старосты они могут вздохнуть облегченно мыди не в силах заставить своих жителей явиться на мобилизацию грозят пришлые зеленые много ли пришлых а кто их считал пойдут ни конца ни краю у кого винтовка у кого две у каждого патрон полны карманы пулеметов как собак на цепи своры тянутся орудия будто есть да пока скрывают зеленые пятый подбодрились вино выручило в тяжелую минуту здоровых уже человек сорок добрая половина а слухи веселые ростов взят в новороссийске хватают всех встречных гонит рыть окопы посылают в армию захватили молящихся в церкви оцепили а те разбегаться по всему черноморью переполох сгоняют стариков набралось в геленджике тысяча человек погнали их под конвоем двадцати пеших солдат и пяти конных с шашками чтобы рубить каждого кто побежит в придачу дали пулемет прошли марьину рощу прощаются старики с родными горами да первое пролетарская группа возмутилась что за беспорядок как смели ослушаться нашего приказа довольно дурочку трепать и бросились в атаку на конвой а те в цепь ребята тоже в цепь и разогнали их мобилизованные старики случаю рады трусцой побежали стадом дохат в геленджик и дальше цепь белых за ними сгоняют стариков в строй а зеленые как засыплют засыплют поверху и разгонят больше полудня тянулся бой из города вышел отряд человек в триста на поддержку да им сказали что зеленых сила несметная и они бежали обратно а первое после долгой спячки разгорелась налетела через два дня на санцедар что по другую сторону бухты против геленджика обезоружила гарнизон белых в 70 человек забрала и одежду выросла первая группа до 100 бойцов оживились горы полезли во все стороны гонцы скачут конные тюрьм